Почему я назвал сегодняшнюю трансляцию «Человек со звезды»? Я хотел подчеркнуть, что пришельцы, о которых я сегодня буду говорить, и с которыми люди встречались буквально в нашем обществе на Земле, не просто, которые прилетели, это был контакт, а те, которые здесь живут. И эта сегодняшняя тема может быть очень странная, непривычная, и я уже слышал, где доказательства, я сегодня, может быть, попытаюсь это аргументировать. Так вот, те, о которых будет идти речь, это люди, и в других случаях просто не знаю, чтобы земляне, которые встречались с кем-то, кто говорил, что он с другой планетой, и которые здесь живут, это были всегда люди. Вторая часть, это, что я хотел сказать этим названием, это то, что хотелось бы снять мне такой ореол таинственности, мистичности, знаете, чего-то такого. По словам одного человека, о котором я сегодня буду говорить, это, что люди с других планет, это не более чудо, чем люди с другой страны, с другого континента, понимаете, да, с другой культуры. И я все больше и больше прихожу к такой же точке зрения. Даже сегодня в разных странах, например, говоря о техническом уровне развития, есть большая разница. В то время как одни живут без электричества, без интернета и так далее, другие уже способны будут скоро купить летающий автомобиль, например, да, или электромобиль уже становится обыденностью, то есть огромная разница. И у одних, значит, телефон на грани последних технологий, достижения науки, технологий, а у других, значит, я просто знаю пример, человек из моих знакомых, значит, который был в другой стране, значит, показывал телефон и говорит, это как космические технологии, как другая планета для нас. То есть даже на Земле разница огромная, да, но все-таки это все те же самые люди, мы одна планета, одно человечество. И приблизительно такую же точку зрения можно иметь и по поводу тех, кто живет на других планетах, или те, точнее говоря, которые являются пришельцами и не обязательно инопланетянами. Я об этом говорил в самом начале видео, что вы не слышали. Значит, я изучаю тему контактов, моя основная тема стала, я прихожу к мнению, что необязательно контакты происходят с кем-то с другой планеты. Когда мы говорим контакт, контактер, как правило, представление, что человек контактирует с инопланетянами, получает послание, встречается, может быть, с ним еще что-то, именно инопланетяне. Но слово «инопланетяне» привязывает конкретно к представлению, что кто-то с другой, это кто-то с другой планеты. Слово «пришелец» как бы избавляет от этой привязанности к тому, что человек именно с другой планеты, или существо с другой планеты, так как человек или какое-либо другое существо может быть с другого измерения. И даже, это как бы последняя уже, последняя, скажем так, тема, которую я начинаю изучать, или точнее пока что присматриваюсь, но которую я все больше считаю реальной, это пришельцы с другого времени, в том числе из нашего будущего. Это очень интересно, но пока что очень мало, скажем так, случаев, даже, наверное, я бы сказал один, я только знаю, на который я рассматриваю более-менее серьезно, и считаю их, скажем так, с большой долей вероятности достоверными, это когда человек разговаривал с кем-то, кто пришел из будущего, или из другого времени. Не помню, там говорилось ли из будущего нашего. По-моему, да, по-моему, с нашего будущего, да. Вот, то есть мы говорим о пришельцах, и я говорю больше бы говорить о пришельцах, а не об инопланетянах, потому что, как я сказал, контакт, может быть, с кем-то, кто пришел из другой планеты, другого измерения, или другой, как это сказать лучше, более так понятливо, да. Измерение, как бы, представляется что-то не здесь, что-то по ту сторону, чуть ли не загробный мир, но, наверное, было бы правильно, или, может быть, более доходчиво сказать другая форма материи. Например, даже наука говорит, да, о черной материи, то есть говорят о материи, хотя это материя такой формы, что до сих пор не могут уловить ее частицу. Последние, значит, опыты с, по-моему, этим коллайдером, да, что они пытаются поймать частицу черной материи, то есть все, как бы, теории, наблюдения показывают, что терная материя должна существовать. Но это все только в теории и наблюдениях. Никто не имеет частицу темной материи, или черной материи, как ее называют. Ну, а материя, это все еще материя, понимаете, не говорят о чем-то там, я не знаю, материя. И точно так же, заходя далеко вперед, значит, уже мы не говорим о том, что там частица, да, уже речь идет о том, что существует жизнь, не говорю, что черная материя, но просто материя другого, и не знаю, как, где атомы или молекулы вибрируют в других частотах. Я вот слышал немножко объяснение от некоторых ученых, например, Митчелл Како говорил об этом, что если частота вибрации, я вот не специалист, могу ошибиться, но, скажем, частота вибрации там атомов или еще каких-то частиц, если она будет немножко другая, то совсем по-другому будет, да, скажем, он говорит, что в этой же комнате могут быть еще и там другой мир, какие-то другие существа, там, я не помню, как говорил, и, скажем так, другая версия нашей реальности, динозавры, в которой могут еще существовать, и это все будет здесь, в этом же месте, где мы сейчас находимся, да, то есть вот что значит другая материя, да, или другая там частота вибрации. Ну так вот, вобщая, значит, получается так, из тех случаев, которые я рассматривал, я сегодня некоторые буду приводить цитаты, речь идет о том, что есть люди, живущие вот в этих состояниях, да, в других формах материи, имеют другую форму материи, и мы их не видим, но у них тоже есть жизнь, цивилизация, буквально планета и так далее, технологии. Некоторые из них, я вот не буду говорить, что все или это постоянно происходит, но, по крайней мере, некоторые из них способны быть в нашей измерении, то есть быть как мы, и буквально материализовываться, и дематериализовываться, то есть имеют способность переходить из одного состояния материи в другую состояние материи. и один из, пожалуй, примеров наиболее известных, хотя все о нем, или многие об этом слышали, но навряд ли, наверное, так достаточно серьезно обращали внимание, это история контактов, или, как это еще можно назвать, встреч контактов, сотрудничества Рерихов, Николая, Елены Рерих и Блаватской, это из более известных, с так называемыми учителями Шамбалы. Я буду это затрагивать, так как есть интересные параллели, но, что известно из этих источников, которые писали, они записывали беседы и так далее, в частности, больше всего Елены Рерих об этом говорится, где они говорят о том, что они могут быть одновременно в совершенно полном сознании и в нашем измерении, или, скажем, нашей форме материи, и в той, в другой форме материи, у них даже есть свои там, как они называют, обитель, скажем так, я не знаю, как это можно назвать, место жизни, жительства, лаборатории и так далее, то есть они одинаково функционируют и здесь, и одинаково функционируют там, и говорят, что для человека обычного сон, это значит уход в какое-то небытие, где тело не функционирует, мы там видим какие-то сны, они же одинаково сознательно находятся в состоянии физическом, когда бодрствующем точнее, и одинаково сознательно действуют и работают, и функционируют в том состоянии, которое мы называем сон, когда человек где-то бывает, хотя наука говорит, что это все работа мозга, но у меня даже самого есть примеры из моего личного опыта, когда то, что испытываешь, нельзя объяснить просто работой мозга, когда я, например, видел фрагменты из будущего, которые я имею лично подтверждение, что это были фрагменты из будущего, то есть полное совпадение того, что я видел во сне, с тем, что я видел в реальности, то есть, конечно, для науки все это галлюцинации, сны и так далее, но это, как бы сказать, игнорирование того, что есть, нежелание замечать того, что есть. Так вот, эти люди говорят, что они одинаково сознательны, полностью функциональны, и в этом состоянии, в физическом теле, и в таком состоянии, которое мы называем сон, в том, куда сознание, или, скажем так, душа, или дух, или какая-то энергия человека уходит, когда мы спим. Так, я вижу здесь периодически, у меня показывает, то отключается, то включается, если будут перескоки в трансляции, извиняюсь, не моя вина, так уж получается. Так. Ну вот, это, как бы, мое обоснование такое, почему я хочу акцентировать на термине пришельцы, но и не только инопланетяне. Хотя, и инопланетяне, и пришельцы одинаково могут быть с другой планеты. И из того, что я узнал из разных историй контактов, это то, что некоторые, по крайней мере, пришельцы, способны, инопланетяне уже будут конкретизировать, способны запросто переходить с этого, с нашего знакомого уровня бытия, нашей материи, в другое, без каких-либо затруднений. В частности, так называемые серые пришельцы, которые больше всего виновны в похищениях людей, как мы знаем. Я эту тему рассматривал в одной из своих трансляций. Это совершенно реальные вещи. Но то, как там происходит все, и что люди рассказывают, и что испытывают, и так далее, это выглядит совершенно как-то фантастически. Но у меня есть несколько источников, на которые я опираюсь. В том числе, есть один человек, женщина, которая публикует свои дневники о том, что она переживала, и что до сих пор переживает. Это много лет, не помню, с 2010 года она это публикует. И все это на английском, к сожалению, вы не можете это читать, если не понимаете. Ну вот, и то, что она публикует, есть такие интересные тоже фрагменты, показывающие, как запросто они способны переходить, преодолевать расстояние, переходить, из одного места в другое, создавая своеобразный коридор в пространстве. Она буквально видела такая дыра в стене, через которую она смотрит и видит совершенно другое место. И я это видел, это описание в других случаях тоже. Другой источник, это я сегодня не буду говорить, это Джим Спаркс, очень интересный случай похищения многолетних, в которых человек имел полное сознание фактически всего, что происходит, полная память о том, что было. И это очень интересный случай, так как он приводит много подробностей. И он именно больше всего говорил, с его истории начал к этому серьезно присматриваться и смотреть, искать похожие случаи других примеров, значит, других контактов. Это что серые пришельцы, с которыми он имел контакты, которые его похищали, прежде всего они отличались от тех, которые мы знаем. То есть, когда мы говорим серые пришельцы, мы как бы, то все равно нужно сказать люди, но даже на земле люди есть, черные, чернокожие, бледнолицы, краснолицы, азиаты и так далее. И все мы называем люди. Так вот, и как же эти так называемые серые пришельцы, тоже есть разные, разный рост, разная тена кожи, разные глаза, даже и с ушами, хотя обычно их рисуют без ушей. Одним словом, те с кем он имел эти контакты, эти похищения, они по-другому выглядят, по-прежиссии картинки. Так он говорил, что они запросто совершенно переходят из одного состояния бытия в другое, как вот мы переключаем с пультом телеканал, да, на телевизоре, так они это делают без каких-либо затруднений, то есть, скажем так, буквально серая буденность, да, и в том числе и во времени, то есть, это нечто вообще трудно понимаемое, трудно представлялось для нас на грани ночной фантастики, это еще только некоторые фильмы мы еще делаем фантастические, которые как-то пытаются рассматривать эту тему, да, и то это еще не такая удивительная, еще не придумали интересные истории, наверное, чтобы это показывать, но для них это стало совершенно обыденной вещью, как в будущее путешествие, так и в прошлое путешествие, также и перемещение разных измерениях, вот, и он видел, как это происходит, он видел существо наполовину видно, наполовину не видно существо, или он становится полупрозрачным, в общем, он описал разные эффекты, есть его книга, которая у меня есть, и я смотрел множество его видео, интервью, значит, я, значит, когда я вижу уникальный какой-то случай интересный, да, я стараюсь изучить его как можно больше, смотрю и все возможные какие-то только интервью, выступления, слушаю все какие-то только возможные его радио, разные интервью и так далее, чтобы сложить представление о том, насколько четко человек предлагает историю, не путается ли он, что он за человек вообще, то есть я как бы изучаю самого того, кто заявляет о чем-то, чтобы прежде чем начать серьезно относиться к его рассказам, вот, это один из примеров, к которым я серьезно отношусь, я в нем сегодня буду рассказывать, ну вот, и это значит короткий такой уход в сторону о том, что человек может существовать, точнее люди существуют в разных измерениях и на разных планетах, и все это в сегодняшней теме, так, смотрим, значит, люди, Сергей, прошу сделать запись трансляции, значит, так, запись у меня делается одновременно на компьютер, надеюсь, она не испортится, все будет хорошо, так, еще раз говорю, если будут какие-то помехи, сообщайте, потому что могу их не заметить, я смотрю то, что я транслирую, я смотрю себя в программе и я могу не увидеть, что там видно у вас, потому если что обращать внимание, я читаю ваши сообщения, ну вот, значит, так, говоря о встречах с пришельцами, которые живут на Земле, то есть не прилетел на космическом корабле, ни там еще от чего-то, да, буквально они здесь имеют нашу одежду, живут в домах как мы, даже ходят в наши магазины и так далее, даже выступая на конференциях, даже на таком уровне, да, есть несколько таких, буквально, наверное, два примера, то есть это вообще выглядит вообще за пределами, да, и на мой взгляд это как бы новая волна информация, хотя она вообще-то это не суперновая, то есть это не началось только что, эта информация потихонечку шла довольно давно, я бы сказал так, десятилетиями даже, но это буквально было один-два случая, и они совершенно не громкие, то есть если мы, например, говорим о буфологии, да, то, когда говорим Розуэлл, ну, наверное, все знают, кто бы, кто немножко интересовался уфологией, серые пришельцы все знают, но пришельцы или люди из других планет, обитающие здесь на земле, живущие среди людей, это очень редко, и никто не приведет, наверное, случая известного, популярного, кто бы сказал, вот такой пример, но я знал такие случаи, правда, я не рассматривал это как случаи инопланетян, живущих на земле, буквально, я говорю на земле, живущих нашему обществу, я это подразумеваю, и только потом, когда я изучил несколько случаев, я стал обнаруживать сходство с историями, которые я знал до этого, и хотя там не подразумевалось, что это инопланетяне, или даже могут быть инопланетянами, но читая истории, которыми я стал знакомиться в последние несколько лет, я вижу сходство то, что есть в этих историях, с тем, что я читал раньше, и потому я буду проводить эти примеры как примеры инопланетян или пришельцев, я подчеркиваю, что это могут быть люди из других измерений, которые здесь живут, и подчеркиваю, люди из других измерений, которых мы можем видеть, которые видны физически, ты их потрогаешь физически. Вот. И так, значит, сейчас посмотрим. Значит, так, пожалуй, самые так, ну, можно, наверное, затронуть все-таки тему ангелов, хотя это все-таки тема такая, как вам сказать, я считаю ее не твердым аргументом к теме пришельцев, живущих на земле. Хотя я делал в одной из трансляций приводил цитаты из Библии и другие, значит, говорящие об ангелах, встречах с ангелами, которые выглядели как люди, и человек не знал, что это ангел, он говорил с ним, покуда не происходило что-то необычное, например, он неожиданно исчезал каким-то необычным образом, вот, или там пророчествовал что-то и так далее, и только тогда человек думал, о, это же ангел, то есть настолько они были идентичны людям. Эти такие подробности из Библии очень интересны, особенно учитывая то, что сколько прошло переводов, да, переписчиков и так далее, все эти тексты, они не потеряли как бы этот смысл. Хотя можно сказать, вот известна такая тенденция, что люди приукрашивают, обожествляют, там, понимаете, приписывают всякие невероятные способности тем, в кого не верят, и там учитель какой-то или еще кто-то, основатель какого-то движения или еще чего-то, со временем его образ все больше образцает всякими легендами, способностями, невероятными чудесами. Вот, несмотря на это рассказы о встречах с ангелами не потеряли вот этот интересный, эту интересную подробность, что люди их видели и из того, что я читал несколько случаев только после того, когда что-то происходило невероятное, они только тогда понимали, что это был ангел, а не просто человек. Это интересная подробность. Но почему я отношусь к этому осторожно, как доказательством или, скажем так, аргументом, потому что надо помнить первое, во-первых, Библия, я сейчас обобщаю Ветхий Новый Завет, но в целом это правило подходящее к Ветхому Новому Завету далеко не всегда, то есть не во всех случаях, то, что писалось, подразумевалось буквально. То есть это не дневник, понимаете, не запись буквальной истории, которая произошла, не обязательно. Это может быть символическая история. Понимаете, да, то, например, история сотворения мира Адама и Ева. Исследователи говорят, что Адам и Ева не обязательно, я сейчас не буду называть имен, исследуйте, просто, чтобы привести аргумент к теме. Я немножко изучал эту тему, что не обязательно Адам и Ева это буквально были женщина и мужчина, один мужчина и одна женщина. Это могли быть образы, представляющие целую, скажем так, группу людей или первые, как бы сказать, раса, может быть. Понимаете, да, то есть это обобщающий образ. И если вы будете копаться в теологии, не знаю, в каких источниках, то есть в источниках, которые пытаются анализировать, разбираться, читая оригинальные тексты, там, расшифровывая символику, еще что-то, значит, речь идет о том, что не буквально то, что пишется, да, это не буквально именно так. Если сад, не обязательно это был сад. Если Адам и Ева не обязательно был один человек, понимаете, то есть то же самое, потому, когда читаем об ангелах, или там пишут видение какого-то пророка, он там видел вот это, вот это, не обязательно то, что он видел, это буквально он сидел и видел в небе колесница полетела или что-то подобное. Это может быть символическая история, в которой зашифрованы знания определенные. это, я говорил, что давно существующая традиция давать знания в образах и символах. Я сейчас не помню, какой из известных математиков или геометров, я не знаю, кто-то сказал именно об этом, что геометрически, значит, истина не может даваться напрямую, а она дается в образах и символах. Учитывая это, всегда помня об этом, всегда надо читать Библию, помнить, то есть помня об этом, надо правильно читать Библию, особенно вот эти образные истории, видения и так далее. Потому кто знает на самом деле, что вот история с этими ангелами хранит. Я не изучаю очень глубоко эту тему, потому я отношусь к этому так. Это интересно, значит, для людей, которые буквально принимают Библию, как она есть, это интересно почитать, и поэтому я приведу эти цитаты для тех, кто читает Библию, как она есть, стоит. Вот так написано, значит, так было. Значит, Бог создал Адама, значит, буквально Бог взял и создал одного человека. И он взял часть этого человека, его ребро, или точнее более правильный перевод, именно часть, потому что ребро, я читал интерпретации перевода, на русском переведено как ребро, буквально физическая часть, скелета. Но ребро, это то же самое, как ребро куба. Да, если мы берем куб, или там, не знаю, это ребро, то есть, это сторона, часть, это не часть скелета, потому перевод интерпретирующий взял у Адама ребро и сделал из него Еву, докатилось до того, что, значит, женщина это, как бы, второстепенное какое-то имеет роль в жизни мужчины, так как она вообще сделала из него кости. Это ошибка, это неправильно, если вы будете читать источники ученых, изучающих эту тему, и так далее, вы наверняка найдете это, что речь не идет о физической части. Ну вот, но все-таки, значит, если говорить для тех, кто буквально воспринимает, ладно, я приведу эти цитаты, так как они все-таки дают какой-то определенный, значит, тон для сегодняшней темы, и они интересны все-таки. Сейчас я найду эти цитаты. Библииангел. Ну вот, я здесь сократил, просто чтобы быстрее прочитать и подчеркнуть самые интересные вещи. Так, это цитата из Ветхого Завета, книга Судей, 13-я глава, от 2-го до 24-го стиха. У кого из Библии найдет это? Жена пришла и сказала мужу своему, человек Божий приходил ко мне, которого вид, как вид ангела Божия, весьма почтенный. Я не спросил его, откуда он, и он не сказал мне имени своего. Маной помолился Господу и сказал, Господи, пусть придет опять к нам человек Божий, который посылал ты. И ангел Божий опять пришел к жене, когда она была в поле. Обратите внимание к ситуации, то есть обыденная ситуация, женщина работает в поле, и вот приходит к ней человек, здесь его пишут, называют ангел Божий, но когда она его видела, она называла ангел Божий, человек пришел. Вот она работала в поле, и когда она была в поле иманой, мужа ее не было с нею, женат, а сейчас побежал, известил мужа свое, сказал ему, вот появился мне человек, приходивший ко мне тогда, то есть я говорю, смотри, пришел опять тот самый человек, который приходил раньше, который я называю ангел человек Божий, маной встал и пошел с женой своей, представьте себе сцену, она бежит, женщина бежит с поля, приходит домой, пришел опять этот человек, который я видел раньше, который я тебе говорил, что это человек Божий, он там в поле стоит, значит и вот маной со пришел к тому человеку и сказал ему ты ли тот человек, который говорил с ее женщиной ангел здесь ангел слова в кавычках в Библии стоит, потому что если делался перевод контекст иногда не звучал правильно если не добавлялось слова потому добавленное слово пишется в кавычках в квадратных скобках в Библии если вы видите слово в квадратных скобках это значит, что это слово добавлено для того, чтобы лучше выразить предложение вот здесь ангел в кавычках в квадратных скобках ангел сказал, я маной же не знал, что это ангел Господень и сказал маной ангелу Господню, как тебе имя чтобы нам прославить тебя, когда исполнится слово твое а слово было такое, что он сказал этой женщине, этот ангел что у тебя родится сын а она была неплодная ангел сказал ему что ты спрашиваешь об имени моем оно чудно вот интересная подробность да когда, значит и вот я много пропустил идет разговор и так далее и значит что происходит как уходит ангел когда пламень стал подниматься от жертвенника к небу значит этот маной принес жертву значит Богу там благодарение и ангел здесь находится и вот когда значит загорелось пламя начал поднялся дым и здесь пишется когда пламя стало подниматься от жертвенника к небу ангел Господень поднялся в пламени жертвенника представляете если вот все что мы до этого читали все если убрать все слова человек Божий ангел Божий и так далее маной помолился Господу значит если все это убрать ставить там человек да или там например странник да попробуйте всю эту историю читать вместо слов ангел там и так далее странник и только в самом конце когда маной и его жена увидели как этот странник уходит в огне значит исчезает да только тогда они поняли что этот странник был ангел значит вот это интересное значит интересный контекст к тому что я сегодня о чем я сегодня говорю о людях которые живут вот извиняюсь о пришельцах которые живут среди людей то есть уже здесь уже говорится если буквально читать эту историю как она написана так ее принимать говорится о том что ангелы настолько были идентичны людям что они их не различали до тех пор пока ангел себя не проявлял каким-то необычным образом как в данном случае он поднялся в пламени жертвенника и исчез другой случай другая история сокращенная тоже бытие значит Ветхий Завет книга Бытие 18 глава 1-2 стих и явился ему ангел у Дубравы Мамри это и явился ему Господь у Дубравы Мамри когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного он вызвел очи свои взглянул и вот три мужа стоят против него увидев он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли три мужа подразумевается три мужчины три человека и в православии известная икона троица когда сидят три ангела стол там чаша и там значит и так далее это описание этой истории то есть обратите внимание насколько мы приукрасили это все да хотя в этой истории в Ветхом Завете нет ни одного случая ни одного рассказа когда бы ангел описывался с крыльями то есть человек божий посланник господин как угодно но все это человек без крыльев у него такая же одежда как у всех интересный и я не нашел ни одного случая упоминания когда бы ангел был с крыльями есть другая категория существ которая называется там херувимы серафимы там уже описываются крылья но это какая другая категория в иерархии этих небесных существ и это не то же самое что ангелы которые с которыми люди имели дело и еще один фрагмент из Библии это уже из Нового Завета послание к евреям 13 глава 2 стих страннолюбие не забывайте ибо через него некоторые не зная оказали гостеприимство ангелам слово страннолюбие имеет значение быть гостеприимным о чем здесь говорится значит что будучи гостеприимными вы имеете ввиду что будьте гостеприимными значит потому что вы не знаете к вам может прийти ангел домой а вы негостеприимны значит вы посланника Бога отвергнете окажете какую-то грубость ему или еще что-то не будете дружественным Бог изгневается будьте гостеприимными к вам приходят люди будьте открыты принимайте угощайте я не знаю какие-то традиции но имейте ввиду что к вам может прийти ангел и вы даже не знаете этого поэтому будьте гостеприимными ко всем такой интересный контекст библию можно приводить разные другие но просто я привел несколько примеров опять же а я имею в виду то что мы значит то отношение к этим текстом что когда мы читаем буквально воспринимаем значит яс так написано что так он и был кстати говоря когда иисус тоже значит воскрес и мария пришла гробница она увидела ангела значит и ангела тоже не описывается она по моему есть три сто в трех евангелиях немножко по-другому описывается история там тоже по моему говорится увидела мужа в общем или увидел человека одним словом читая так читая складывается впечатление что увидела человека да и вдруг этот человек говорит что ты здесь ищешь живого среди мертвых он воскрес так далее все это очень интересно и это как видите история уходит веками далеко назад начиная от значит ветха ветхого завета ветхозаветных историй и до значит времен когда иисус был значит это наверное сегодняшней теме наиболее скажем так ранний источник если можно это относить к источникам значит что следующее бы я назвал начните я постепенно приду к нашему времени но я просто хочу показать что эти вещи когда существа или люди не происходящие земли живут среди нас находится могут находиться в нашем обществе и они не узнаваемые это обнаруживается в разных источниках в том числе видите в библии есть и пытаясь вспомнить значит где еще что-то похожее можно было бы найти я как я уже сказал изучая тему контактов я стал находить параллели сходства с историями которые знал раньше и так я спал одной одной из вещей которая вспомнила которые очень интересовался до сих пор еще интересуюсь но не так глубоко как раньше это огни йога это контакты елены рерих с учителями встречи николая рерих в том числе и вообще и всех и семьи значит там еще было два сына с учителями шамбалы так называемыми потому что мы знаем как у тебя шамбалы на востоке в индии и по-другому называют и сегодня она будет прозвучит одно из названий но я просто я говорю учителя шамбалы чтобы значит привязать конкретной теме или же их еще называли махатами махатами их называют в индии в том числе но я не знаю как сейчас вы не какая ситуация все что я знаю это как об этом говорила елена рерих в то время когда она жива было тридцатые годы и до сороковых и позже значит я не знаю какая сегодня ситуация в индии отношение к этой теме было бы интересно изучить но как вы знаете много изменилось и индия далеко может быть уже не такая мистическая какая она была раньше люди западной цивилизации европейской цивилизации проникает далеко и сегодня можно наверно сделать живую трансляцию с гималайф до через перископ или там в контакте чего раньше было вообще невероятно сделать ну вот но все-таки значит такие имена существуют как махатмы махатма с переводе санскрит означает великая душа мах атма маха атма так вот мне известно два источника значит точнее говорят как-то сказать правильнее на два источника это николая елена рерихи и елена петровна блаватская еще я не знаю точно какова история с письмами так называемым махатом что было вокруг этого и связано ли это было как-то с блаватски или это шло отдельно но было период времени когда вот эти учителя переписывались с некоторыми людьми из европы и не знаю было бы кто-то из запада там сша или еще откуда но в европе значит были несколько человек с которыми велась переписка и эти письма сохранены они существуют их можно почитать они называются письма махатмы вы можете их найти в интернете если поищите и я вам рекомендую это почитать потому что во первых вы увидите каким языком хотя это переводы это что не было на русском это было на английском несмотря на то что это переводы вы увидите стилистику изложения мысли какая терминология и вообще что разговор вполне обычный фактически да ничего какого-то знаете там братья мы не знают таких знаете слов как я не знаю мыльный опер да еще не знаю как назвать как иногда приписывают и читаешь некоторые чен ченнелинги да такие вот уже так плавают в этих розовых облаках такие термины там там земные наши братья там еще что-то там все очень просто конкретно знаете как сидят два собеседника и разговаривать за столом конечно язык не за не застольный да но вообще как человек с человеком разговаривать просто один человек судя по тексту высокообразованный а то с кем идет переписку меньше образованный он скептичный он не понимает так далее я вам рекомендую читать эти тексты так вот значит интерес здесь мой в том что во первых как я сказал мне было интересно как бы прочитать саму сам ход мысли те этих людей это пожалуй уникальный случай потому что обычно мы когда говорим о контактерах у нас нету прямого источника то есть инопланетяне например не пишут письма да все что мы слышим это контактер пересказывающий что рассказали инопланетяне они сказали вот так иногда это очень короткие сообщения в некоторых случаях там было значит тексты внушенные или скажем так когда человек слышал и записывал есть некоторые контакты но напомню что это не ченнелинг а это физические существа передавали телепатические информацию записывал есть некоторые такие контакты в италии например элдженио сирогуза значит и другие вот в италии есть несколько интересных таких контактов здесь же шла прямая переписка то есть вы буквально читаете мысль того кто писал это очень интересно чтобы как бы соприкоснуться потому что человек излагает как он что он думает как он думает так он и записывает и это очень интересно с этой точки зрения читать эти тексты я вам рекомендую в этих текстах мне когда я стал изучать стал интересоваться уфологии темы контакты тогда мне было интересно говорили ли они о жизни во вселенной об инопланетянах я не осмотрел их как инопланетян этих махатун потом у меня появился несколько другое отношение к ним и обоснули кое-что и думаю сегодня коснусь этого но я нашел в одном из писем упоминание о том что есть люди на других планетах и напомню что эти письма записывались сейчас скажу как и годы это были это 1800 и годы да вот здесь вот например у меня есть такое вот издание которое когда-то покупал чаша востока называется если вы будете искать в интернете вы можете искать по названием просто письма махатум это одно из просто брошюр как она была издана чаша востока называется издание 92 года 1992 года может быть есть более полный я не даже не знаю все ли здесь вот потому я привожу цитаты отсюда здесь пишется что могут быть искажения может быть кто-то уточнял переводы вот но смысл все равно будет тот же самый мне было интересно значит говорится ли что то здесь об инопланетянах амнеземных цивилизаций ведь если значит эти люди да я рассматриваю просто как люди высокоразвитые люди которые живут отдельно от всех такие высокоразвитые наверняка не должны знать о пришельцах об инопланетянах и других цивилизациях не на что должны сказать я нашел только один фрагмент который говорит буквально об этом вот я зачитаю эту цитату пожалуйста запомните что когда я говорю человек это пишет махатма один из этих людей из шамбалы учителей шамбалы махатма как вы называете пожалуйста запомните что когда я говорю человек я подразумеваю человеческое существо нашего типа существуют другие и бесчисленные монвантарные цепи планет монвантара это есть термин я сейчас не буду его расшифровывать существуют другие и бесчисленные монвантарные цепи планет носящие на себе разумные существа и внутри и вне нашей солнечной системы опять же термин наша солнечная система у них имеет вполне определенный смысл он потом упоминался в книгах в записях елены рерих и они расшифровывают его когда говорили наша солнечная система они не подразумевает так который мы знаем о солнечной системы но они имеют совершенно другой придут совершенно другой смысл этому они говорят что так называемый центральном солнце некая звезда вокруг которой в том числе крутится солнечная система который мы знаем и то есть это некий центр звезда вокруг вокруг которого значит вращаются системы другие в том числе наша солнечной системы и все это они называют наша солнечная система понимаете да то есть читая такие отрывки да видите я сделал несколько всего лишь прием несколько предложений уже требуется расшифровывание того что они подразумевают я специально изучал это специально изучать эти термины что они подразумевают вот и так возвращаюсь значит существуют другие и бесчисленные монумантарные цепи планет носящие на себе разумные существа и внутри и вне нашей солнечной системы венец или вершину эволюционного бытия своих соответствующих цепей некоторые физически интеллектуально ниже другие незамеримо выше чем человек нашей цепи цепи цепь они называют эволюционная цепь то есть это опять же мне приходится расшифровывать я просто называю эволюционная цепь то есть определенная цепь развития от одного состояния до другого я упрощаю просто некоторые физически интеллектуально ниже другие незамеримо выше чем человек нашей цепи но кроме упоминания о них мы о них сейчас говорить не будем вот это все что этот махатма в одном из письме своему значит скажем так собеседнику с которым он переписывался сказал об этом о других существованиях во вселенной других обитаемых планетах интересно что он упомянул это что есть некоторые физически интеллектуально ниже чем мы другие неизмеримо выше чем мы это кто-то есть в принципе это понятно да естественно что конечно же такой огромной вселенной наверняка будет те которые имеют приблизительно такой же время как и мы кто-то будет более развит кто-то будет менее развита кто-то будет очень примитивым как бы это понятно и в то же время эта логика здесь лишний раз как бы упоминается лишний раз для меня лично говорит о логичностью и о скажем так образованности того кто говорит о понимании о том того чего он говорит для меня это такие важные фрагменты так и еще очень важный момент который не относится буквально к теме но я его упомяну потому что он будет упоминаться в значит сегодня позже еще других местах значит так в одном из письме это письмо 1880 года 19 сентября октября 19 октября значит видимо человек с которым этот махатма переписывается просит от него значит чтобы он там привел ему пример основном идет речь не столько о доказательствах существования этих махатам просят доказательств сколько доказательств существования сверхъестественных способностей значит материализации там я не знаю перемещение в пространство еще чего таких то чудес да и вот этот собеседник очень хотел бы чтобы продемонстрировали чтобы он лично убедился чтоб он поверил тогда он других будет убеждать вот такой вот контекст да это значит предварительное письмо было видимо с просьбами какими-то и вот махатма ему отвечает но здесь это нет я его это цитирую потому что здесь приводится интересная аргументация которую можно применить к вопросу почему они скажем так ниху почему они не проявлять себя открыто для всех почему они выбирают как они выбирают кого-то с кем иметь контакт вообще каким принципом это происходит вот так я читаю ответ махатмы этому товарищу скептику и не знаю кто он первое и главное первое и главное соображение в нашем решении принять или отклонить ваше предложение заключается во внутреннем побуждении которое толкает вас искать наших наставлений и в некотором смысле нашего руководства то есть он видимо просил можете вы стать моим учителем значит меня вести по жизни давать мне там знание откровения хочу чтобы столь мы учить и ну вот он говорит что первое главное соображение в нашем решении принять или отклонить ваше предложение заключается во внутреннем побуждении которое толкает вас искать наших наставлений в некотором смысле нашего руководства последний во всяком случае под условием как я понимаю и потому остается вопросом независящим от всего другого теперь каковы же ваши побуждения я постараюсь определить в их общем аспекте оставляя подробности для дальнейших соображений они следующие значит видимо они этот махатмы и другие вместе с ним смогли проникнуть сознание этого человека и усмотреть его настоящее побуждение почему он просит проявление чудес доказательств станьте моими учителями и так далее вот они им излагают видимо то что они видят на самом деле первое желание получить положительные бесспорные доказательства что действительно существуют силы природы которых наука ничего не знает второе надежда присвоить их со временем чем скорее тем лучше ибо вы не любите ждать и таким образом получить возможность а демонстрировать их существование нескольким избранным западным умам боя созерцать будущую жизнь как объективную реальность построенную на скале знания а не веры и c наконец самое главное среди всех ваших побуждений хотя и самые оккультные наилучшие охраняемые узнать всю правду о наших ложах и о нас самих получить короче сказать положительное удостоверение что братья в кавычках поставлено с большой буквы о которых все только слышали которых так редко видят суть реальные существа не фикция вымысел беспорядочного галлиционирующего мозга похоже на инопланетян да на те кто откажем аргументирует что реально ли пришельцы да здесь вот говорится уже о братьях то есть была эпоха был период времени когда о братьях мистических братств таинственных секретных братств шамбалы и я не знаю еще какие вот много было разговоров как сейчас о пришельцах был период когда больше все об этом шло разговоры таинственное братство белое братство где-то в ямалаях значит так далее вот эти некие братья из этого братства вот такими рассматриваемые в их лучшем свете является нам ваши побуждения в обращении ко мне и в этом же духе отвечаю на них надеюсь что моя искренность не будет истолковано в ложном свете или приписаны какой-либо недвижелюбности по нашему разумению эти побуждения которые со светской точки зрения могут показаться искренними достойными соображениям является себелюбивыми вы должны извинить меня за то что вам может показаться суровость языка языка если ваше желание действительно есть то что вы за что вы заявляете знать истину и получить наставление от нас принадлежащих миру совершенно отличному от вашего они себелюбивы ибо вы должны быть осведомлены что главная цель наша не столько удовлетворить индивидуальные устремления сколько служить человечеству вообще истинная ценность этого термина себелюбие который может резать ваше ухо имеет особое значение у нас которого она не может иметь среди вас поэтому и чтобы начать с него вы не должны принимать это иначе нежели в первом смысле может быть вы лучше оцените наше определение если я скажу что с нашей точки зрения высочайшие стремления к общему благу человечества окрашивается себелюбием если в уме филантропа скрывается тень желания выгоды для себя или наклонность к несправедливости даже если таковая существует в нем бессознательно пропускаю фрагмент и но люди другого нашего мира не воспитанные в ваших способах мышления и которые временами находит очень тяжкими следить и оценивать его едва ли могут быть порицаемы не отвечая с той серьез сердечностью на ваше приложение как они того заслуживают ваше мнение первое и самое важное среди наших возражений заключается в ваш в наших правилах правда правда мы имеем свои школы и учителей наших неофитов и высших адептов и дверь всегда открыта для верного человека который стучится и мы неизменно приветствуем новоприбывшего только вместо того чтобы идти к нему он должен прийти к нам это важный момент значит похожие вещи я читал блавацкой когда она говорила что есть люди которые просто жаждают чтобы учителя стали значит личными учителями вели значит так далее станете мы учить я скажу что есть люди которые приблизительно того же ожидают этого планета значит что он будет они нам дадут правду всего в космосе о том что нужно сделать чтобы решить наши проблемы значит решение дадут какие-то да но ответ такой как правило что они они должны идти к нам а мы должны стремиться к ним и тогда когда это стремление приобретет правильную формулировку правильную форму только тогда произойдет открытый контакт я может потом приведу цитаты из контакта пиранского которые сейчас некоторые лично знаком или я потом там просто ссылки вам почитать там приблизительно похожих вещах говорится что меня удивляет потому что здесь расстояние в то есть разница во времени это 1800 и годы я читаю приблизительно такие же мысли в контакте физической встречи с инопланетянами это уже 1970-е годы да то есть несмотря на такой период времени мы читаем похожие мысли что меня приводит к выводу что существует некие общие принципы которыми руководствуется так называемые махатмы и люди других планет которые шли на контакт с другими людьми землянами это очень интересная вещь значит сейчас я посмотрю так вот я буквально прочитаю до цитату из-за где значит практическое рок руководство проекта санезис того проекта который развился из к пиратского контакта пиратский контакт начинался под названием значит группа рама рама групп на английском или на испанском и слова рама это обратное чтение слова омар любовь то есть символизирует собой современного человека который живет противоположность любви и так далее потому как бы контекст был такой что мы предпринимаем усилия чтобы повернуть человека ну как бы вернуть его правильное такое состояние когда он жил по любви потому рама это обратно слово омар наоборот омар на испанском любовь то есть рама человек рама это символизирует фраза символизирующая собой нас человечество сегодняшнее такова причина названия рама групп группа рама так вот сейчас она имеет другое название группа санезис или санезис project и сейчас не буду расшифровывать смысла слова санезис но просто я напоминаю это так вот есть книга об этом контакте и есть которые часть которая переводил на русский язык я не раздавал ссылку фрагментов этих я перевел фрагменты которые на мой взгляд были наиболее важны и чем просто описание там устройства летающих тарелок и так далее и есть часть которая известна как практическое руководство это практическое руководство используют для обучения участников группы или проекта которая имела определенный смысл и известно зачем это дело сейчас не буду все это раз обо всем этом рассказывать но часть информации которая есть в практическом руководстве ее больше нигде нет часть есть то что известно в книге то что известно из истории контакта и часть создано специально для этого для этого обучения вот я просто покажу это как это выглядит как нам это давали и значит есть темы разные которые мы смотрели есть про процесс обучения я это проходил мы прошли почти все вот очень интересное дело записи и и потом кое-что покажу так вот значит фрагмент из этого руководства который я перевел так как мне показалось важным для сегодняшней темы читаю гиды значит инопланетян в этом контакте называли гидами гиды будут рядом значит еще раз содержание этого руководства как мне говорила участник контакта которыми лично знаком записывалась при совместном участии с этими инопланетянами или гидами как они их назывались то есть часть была при совместно значит корректировалась вместе и использовались записи которые были получены от них телепатически значит информация которая была получена напрямую при встречах и так далее формировалась содержание и так далее значит вот запись которая видимо по содержанию мне говорит о том что это была запись по видимо из телепатические записи или прямая то есть это не словесное изложение контактера что он помнит по памяти это это можно сказать буквально на видимую запись гиды будут рядом если работа проходит в соответствии с целью помочь человечеству создать лучшее будущее еще раз подчеркиваю гиды то есть инопланетяне если мы говорим о скажем так им какой-то помощи нам или каким-то группам которые пытаются работать для с ними там или еще как-то да правильный контекст я бы сказал контакта гиды будут рядом если работа проходит в соответствии с целью помочь человечеству создать лучшее будущее в случае если работа будет преследовать цель самовозвеличивания так же как и поиск славы путем манипуляции информации эгоцентричные попытки выделить и превознести одного или более членов группы в таком случае отсутствие гидов будет очевидным очень важно чтобы цель участия в группе была ясной будь это филантропией гуманностью или если это будет делается во имя любви к жизни это должно основываться на альтруизме а не эго любопытство может быть полезным в начале но в дальнейшем оно должно уступить место конкретному желанию выполнению работы для строительства лучшего мира это приблизительно перекликается с тем что я прочитал из письма махатмы да о том какие они видят побуждения человеке с которым они переписываются это какие побуждения для них является важный это на чем они основываются своих действиях вот и просто привел привожу два примера все это я подвожу к теме не думайте что я уклоняюсь от темы пришейте среди нас это все скажем так более широкая точка зрения потому что я вижу было бы просто дискредитации если бы просто рассказал о том как разные люди встречались с инопланетянами в нашем обществе потому что не зная контекста что происходит и почему происходит а может возник неправильное понимание вещей я стараюсь подвести этот контекст опять же я как видите опираюсь на источники которые связаны непосредственно с инопланетянами или с пришельцами или с людьми очень высокого уровня развития которые я говорю о махатмах или учителях шамбалы которые потом я сейчас приведу цитаты сами говорят что мы пришельцы из других миров и часть этих людей учителя шамбалы махатмы происходит земли известно из-за того что галина рерих говорила елена рерих это то что они с определенным промежутком времени очень большой срок по моему если не ошибаюсь раз в сто лет они принимают одного человека из нашего общества к себе внутрь в их общество значит там гималай гималайя где-то и возможно еще где-то значит то есть это крайне редко как очень большая редко значит и конечно же этот человек не далеко не ординарный не какой-то рядовой любопытный понимаете и они говорят вообще что как правило человек находящийся очень близко с этим братством в контакте как правило это является результатом его таких же близких контактов или приближение постепенного к этому братству в течение множества воплощений то есть это процесс в результате которого в конце концов человек туда приходит то есть опять же это не любопытно с улицы который почитал много книг да или насмотрелся много разных передач на эзотерические темы это том я значит то что я читал значит как правило не случайно если человек уже входит в контакт или имеет встречи или еще что-то это уже не случайно скорее всего это является продолжение того что делать раньше и в этом воплощении в этой жизни он продолжает это приходит какой-то момент и не происходит встреча и приходит контакт и ведется дальше работа на благо человечества и так далее ну вот значит и и говоря о том кто эти братья значит как я сказал часть из них это люди земли с нашим с нашего общества часть из них это люди из предыдущих цивилизаций частности шамбалы то есть из атлантиды там они буквально об этом говорят что братство спервы и стала формироваться это братство последние дни атлантиды начинает что буквально дни конечно какой-то период времени когда стало очевидным что эта цивилизация гибнет когда люди смогущие смотреть будущее определили что будет кратцы крах атлантиды разрушение и значит я обобщаю эти знания значит говорилось о том что значит были собраны группы которые были переведены в безопасные места на земле и они не погибли во время краха атлантиды и одна группа и несущие знания ушла изолировалась вообще от общества и эта группа является основанием того что мы знаем как шамбала на западе известны как шангрила и так далее все больше я вижу значит русскоязычные значит прессе там в сайтах слова агарта фигурирует но это не то название и агарта вообще было придуманным человеком если вы будете изучать термин то есть агарта это не ошибочный термин термин подознающий другое это было придумано человеком одним и значит там есть определенные ошибки если вы будете искать вы найдете вот я поговорю только я говорю только о шамбале или на значит на западе известно как шангрила это термин этого это место ну вот и часть значит людей шамбалы происходит других планет значит потому когда мы говорим учителя шамбалы можно подразумевать значит что вероятно каких-то случаях идет речь значит общение разговора контакта с одним из людей относятся к одной из этих категорий хотя я не знаю ладно и не буду слишком углубляться в эту тему я просто значит хотел сказать значит о том кто такие эти значит кто входит шамбалу и они говорили что их немного не думаете что там целая цивилизация они все говорят нас немного есть также есть ученики которые живут нашим обществом то есть не буквально сами эти люди шамбалы а есть как бы их не просто есть называют учениками то есть люди имеющие прямой контакт прямое общение с ними которые являются скажем прямыми представителями это и этого коллектива этой группы и они тоже находятся нашем обществе более того они выполняют определенные задания и в агне йоге вы можете найти упоминание значит примеров когда люди шамбалы оказывали влияние на развитие нашего общества я мог бы привести цитату например сейчас я посмотрю если у меня есть веб-сайт который специально создал о шамбале где я собрал наиболее интересные цитаты которые на мой взгляд наиболее интересны и вот я открываю свой сайт и читаю просто вот для примера цитата из книг агни йоги значит запомню еще раз о чем я говорил раньше книги агни йоги это не там какое-то учение да там идущие там не знаю из древности слова йога немножко путает потому что у нас обычно йога это упражнение представляется здесь другой другой смысл придается этому и это было дано такое название то есть это не какие-то там древние тексты или еще что это и это не ченнелинг подчеркну это не записи ченнелинга это записи елены елены рерих который она вела как дневники значит своих бесед и разговоров и так далее с учителями и потом эти записи были оформлены в виде этих книг по просьбе самих учителей они сказали должны выпустить книги и даже название под их руководством названия давались этим книгу известно 14 или 13 книг и название там зов и так далее так далее община там и так далее вы найдете если будете искать книги агни йоги есть в том числе книга агни йога называется одна из книг этих потому это оттуда взял так может ли наша община вмешивается в дела мира и оказывает действенную помощь каждая община лишена эгоизма в ольгарном значении и во имя общего блага имеет касание в решении мировых дел как стрелы вонзаются посылки общины в мозг человечества в литературе научной можно проследить ряд воздействий как психических так и материальных известны случаи посылок важного значения предметов известны присылки денежных сумм известны предупреждения об опасности известны письма решение дел известны речи под разными образами у нас бывали пароходные билеты и костюмы разных стран мы имели разные имена и являлись когда опасть обстоятельства поведительно повелительно требовали очень интересная цитата которая очень много сразу говорит потом здесь много других начать цитат я потом дам ссылки значит эта книга огни йога и серия значит точнее это книга озарения из серии книг огни йоги цитата туда так еще значит касательно рерихов читая их книги в частности книги николая рериха мне было очень интересно найти значит во первых они у них было экспедиции которые имела культурное значение значение там изучение определенные и во время экспедиции вели дневники и в частности есть одна книга которая называется сейчас минуточку как она точно называется который является записью их экспедиции то чтобы во время экспедиции что они видели записывали какие записывали легенды что от местные рассказывали так далее о шамбале что ламы знают о шамбале что местные рассказывают те легенды сейчас я найду значит то что я буду читать так минуточку так сейчас открываю я делал выписки из его этих записей специально искал когда бывает читаешь наруживаешь то есть это целая коллекция запись значит так это и алтай гималайи книга записи их экспедиции по 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 востоку так и следующие значит записи очень интересные значит так 1926 год глава глава 9 из книги алтай гималайи карашар джунгария это это какие-то регионы я даже не знаю каким регионам то есть поэтому я просто отдаю название карашар тире джунгария это одной одна из основных экспедиции вот он николай релик значит приводит легенду фрагмент легенды которые он узнал местных еще вариант легенд о турфане турфан я прочитал это область китая регион в китае и населенный пункт сейчас это крупный населенный пункт но тогда это был маленький район не важно значит так николай пишет еще вариант легенд о турфане из пещеры вышел высокий человек и пошел на базар что-то купить за покупки предложил заплатить золотыми монетами старинную в тысячу лет затем человек ушел в ту же пещеру и пропал это значит цитата из другой книги на из той же книги давай продолжу значит так глава 9 алтай 1926 год также было это он приводит другие фрагменты легенды которые услышал также было что женщина беловодская беловодская значит это алтай легенда беловодья это одна из один из вариантов легенд о шамбале братстве где-то таинственном братстве белом братстве на алтай это легенда существует виде легенде о беловодье так вот здесь значит приводится говорится женщина беловодская в этом контексте это говорится также было что женщина беловодская вышла давно уже ростом высокая станом тонкая лицом темнее чем наши одета в долгую рубаху как бы в сарафан это люди значит описываю что люди видели значит другая книга николай рериха шамбала сияющая цитата значит он рериха приводит рассказ разговора с ламой буддинский ламы буддинский буддийским ламой лама в турфане и туркестане нам показывали пещеры с длинными не исследованными проходами можно ли достичь шамбалы через эти проходы нам говорили как иногда из этих пещер выходили неизвестные люди и отправлялись города они пытались платить за покупки странными древними монетами которых теперь уже нет в обиходе параллели с предыдущей цитатами еще одна цитата из-за книги николая рериха очерки но о том из того же региона значит 3 апреля 35 года цаган куре конюх гурбан когда дошли мы до середины каракормского свода сказал мне дай мне пару рупий я закупаю их здесь пусть и мы прибавим к великому кладу я спросил его неужели ты думаешь что там внизу собраны сокровища он оглянулся удивленно даже испуганно а разве саиб не знает даже нам маленьким людям известно что там глубоко имеется обширные подземелья в них собраны сокровища от начала мира там есть и великие стражи некоторым удавалось видеть как из самых скрытых входов появлялись высокие белые люди а затем опять уходили под землю иногда они появляются и со светочами то есть со светильниками какими-то и эти огни знают многие караванные люди зла не делают эти подземные народы они даже помогают людям мне достоверно известно как один местный бей в пургу потерял караван и в отчаянии закрыл голову свою только кажется ему что кто-то шарит около него оглянулся в тумане показалось не то лошадь не тот человек не доглядел а когда опустил руку в карман то нашел пригоршню золотых монет так помогают великие жители гор бедным людям несчастье очень интересные я значит не случайно это привожу потому что есть очень интересная параллель с помощью буквально со стороны инопланетян жителям удаленных деревьев деревень в перу есть свидетели этому и меня есть случай контакта значит которые я случае контакта когда человек сначала узнал об этом узнала такую в перу на таком месте что есть такое место там приходят и не помогает начать и жители тире не знают об этой помощи и они уже идут и готовится к ней и даже иначе там в той в той книге брошюре который читал о контакте значит с чего начался контакт что человек узнал об этом потом он нашел гида который проверила провел его в эту деревню и он там был какое-то время увидел там женщина имеет ребенка который был при смерти до ближайшего госпиталя там надо днями ехать то есть очень удаленная деревня и он этот человек который дальше он был врачом кажется ли у него были знания врачебные какие-то он хотел помочь ребенку говорит давайте попробую женщина отказалась нет 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 потому что придут вот эти одни помню как они называли люди с неба или как и помогут и значит не помню сколько времени прошло он там прожил день или сколько но потом буквально приземлилась летающая тарелка то есть буквально летающая тарелка из него вышли несколько человек вышла женщина зашла в дом значит держал этот ребенок ей дали этого ребенка она с руками значит с ребенком на руках ушла внутрь корабля и вышла через десять минут держа ребенка за руку значит 10 минут назад ребенок был посиневший при смерти через 10 минут она вышла и вывела ребенка за руку мать довольная счастливая значит благодарит это просто один рассказов значит других примеров я не знал до поры до времени пока я не познакомился не узнал о таком человеке как джерри уиллс о котором я уже упоминал раньше в моих здесь лекциях записях и есть его 1 1 из его лекции записано на видео на youtube где был уфологической конференции и он рассказал на первых он такой же значит интересный путешественник как вот некоторые известных значит в россии и других странах которые интересуются бывшие прошлыми цивилизациями следами прошлых цивилизаций он в частности много был в перу со своей женой вместе они следователи он сделал много значит записал церкви серии след видео разных местах где они были очень интересные места в частности о чем он рассказывал это то что он не раз сталкивался с такими случаями он приводил местности когда люди живущие в этих местах говорили о том что периодически они получают помощь от людей с неба то есть но я не помню как они их называли но буквально от инопланетян то есть когда они приходили к ним и помогали им различные способы в том числе из лечили и здоровье исправляли но это насколько я понимаю это очень удаленные селения пастухов которые живут далеко в горах очень изолированы от нашего общества им очень трудно если что случится получить какую-либо помощь медицинскую и он сказал этот значит он рассказывал таких случаях и потом он лично знаком познакомился с пилотом значит он говорил что значит еще до запрета как часто запретили когда еще можно было в кабину пилота ходить значит он был знаком с пилотом гражданского самолета с которым он летел над перу на там горной какой-то местностью и тот ему рассказывал что однажды он пролетал над определенным районом этот пилот и значит он видел как земли или там из джунг этих амазовский джунг сейчас не помню подробности поднялся летающий объект виде диска который какое-то время сопровождал его самолет потом вот этот объект стоп приземляться он видел куда приземлился это была небольшая деревня вот такая вот где жили удаленные да он видел куда он приземлился этот диск и он его зафиксировал значит место на дпс то есть на куда он мог потом значит проследить точное географическое положение и он потом нашел это усиление он туда приходил и он узнавал об этом что периодически люди получают помощь это сегодня это не столетие назад это сегодня это что я читаю о вот этих историях которые записал николай рерих о том что приходят люди белые высокие люди из подземелья да и которые помогают местным жителям в том числе даже буквально деньгами я вижу буквально параллели с такой помощью которые сегодня по крайней мере то что я знаю в перу происходит не знаю просто я ищу эту тему глубоко не изучал я допускаю что мог быть другие места где делать такая же происходит такая же помощь но обратите внимание эта помощь не то что вот я грубо говоря да живу в городе имею бизнес у меня бизнес значит там банкрот да и вдруг ко мне приходит человек значит дает мне деньги в таком духе или я там заболел раком пришел инопланетян меня лечит я таких случаях не знаю здесь хотя я знаю о случае когда люди контактеры были вылечиваемый или человек который присутствовал при приходе значит при встрече с инопланетяна физически вдруг обнаруживал что у него пропала болезнь какая-то вот известная одна женщина итальянская исследовательница уфолог сейчас забыл ее имя фамилию она рассказывала что была вот такая встреча и она не было что ее лечили она просто присутствовала и потом она обнаружила у нее были камни в почках полностью здоровой почки и она ничего то есть не было ее что и лечили просто она потом обнаружила что боли нет она сделала рентгеновский снимок почки чистые но говорит но я поняла просто что это как бы прилагается видимо ладно я продолжаю читать выписки из книг рериха на эту тему так вот еще он пишет значит книга сердце азии когда приближаетесь к турфану то еще большее количество легенд доходит до вас рассказывается из пещеры какой-то вышел незнакомый человек высокий и не в нашей одежде пришел на базар в турфан хотел овощи купить только дает за нее золотую монету а как рассмотрели ее видим что таких денег уже тысячи лет как не бывало этот человек пришел из святой страны другой рассказ вышла из подземелья женщина а это видимо повторяется ростом высокая ликом строгая и темнее наших ходила по народу помощь творила а затем ушла назад подземелья тоже приходила из святой страны еще одна запись несколько всадников совсем особого вида были видны около пещеры а затем исчезли они должно быть ушли через подземный ход свою страну по их ходам даже на коне проехать можно это николай рерих сердца азии есть целая такая глава и сейчас думаю стоит ли читать наверное все таки что-то прочитаю значит это из книги николая рериха химоват так сейчас я выберу здесь уже называют по-другому называть святые держатели глава святые стражи так рассказывал монгольский лама святые держатели бывали и в наших аиллах никто не знает когда они проедут неизвестно откуда и куда но большую частью поспешают говорят что они ищут клады а другие говорят что они что-то заложат там где нужно иногда места прохождения их люди отмечали субурганами или хотя бы простым оба это по-видимому какие-то пирамидки из камней лики так сооружение из камней когда узнают люди о приезде их то надолго водворяется радость в окрестных аиллах слышно что и болезнью минует эти места а также приходит всякая удача в помышлениях и в делах интересные параллели мы спросили если говоришь что помыслы и дела становятся удачнее может быть внушается это в мыслях ведь часто известны такие внушения это значит николай рерих спрашивает и отвечает про эту силу мы знаем и сами думаем что удача посылается однажды святого держателя спросили правда ли что по мысли его совершается разные полезные дела а также спросили как это он внушает говорят что он ответил им и так и и так а главное то что вы делаете потом так как нужно и поспешают они чтобы дать людям больше добрых мыслей чтобы повсюду люди могли делать самое полезное ко времени мы спросили сколько ли признают скоро ли признают их люди отвечают по правде сказать только немногих признают а другие как только после ухода аду а другие как только после ухода одумываются и тогда опять начинаешь дать глупые люди когда что приходит не соглашается к стоит только уйти как начинает опять ждать мы спросили а если они приезжают приезжают так где останавливается иногда и свои палатки а то больше куда-то уезжают и никто о них толком не знает из-за каких гор и за каких горы не приходит и куда ляжет их путь но умные люди ждут их ждут очень сильно особенно в день благословенного день благословенного это видимо день рождения будды а уж если пройдет слух о проезде то повсюду как бы пролетит радость от аила к аилу скачат гонцы и не успеет собраться народ а он уже уехал конечно говорят что у них есть и подземные ходы но только не этого никто не знает когда они появляются среди пустыни то можно задуматься откуда же и как совершен этот долгий безводный путь может прийти в голову что где-то есть и ход и подземные даже находили такие долгие долгие пещеры и конца и края не видно может быть что то есть в них но никто в этой пещерной смене нашел хода мы спросили все это из давнего прошлого или теперь бывает тоже и было и есть и будет они берегут людей они держат справедливость они посылают новые мысли и недавно и теперь а может и сегодня покажется всадник или один а не то и вдвоем никто пути их не знает мы спросили а если какие-нибудь признаки их приезда вот уж никаких никогда да ведь и все чудное бывает нежданным уж так нежданно что и уму не помыслить но сердце может быть и чует когда она лежит им приблизиться может быть и тоскует и стремится и стремится сердце и летит навстречу сколько раз как птица трепещет сердце а ведь может быть что они проезжают поблизости знаете здесь вот я вспоминаю интересную параллель участник перманского контакта мне лично рассказывала что перед тем как инопланетяне приходили было сильное ощущение присутствия то есть что недалеко и были случаи когда значит она рассказывала да значит это было в южной америке то есть не у нас еще когда она была не жила здесь значит несколькими участниками группы они делали тренировочные какие-то выхода и вдруг это было днем значит они были в лесу и вот она была с одним мужчиной и говорит стой подожди говорит она почувствовала присутствие то есть четкие ощущения определенное которое уже было и знакомо что есть ничего никого нету ничего не видно уже и ощущение есть и горе подожди побудь здесь и значит минуточку сейчас будет что-то происходить и после этого через некоторое время услышали шум в лесу и приближаешься шум кто что что-то большое идет а это очень высокие люди с кем они имели контакт там три метра ростом и так далее и постепенно стали видеть фигуры этот мужчина значит вдруг он струхнул значит то есть угол нет 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 я и не готов нет не сейчас не готов то есть вообще никого не было предупреждения о том что сейчас будет что-то что значит будет контакт и это вдруг произошло и он нет не готов я сейчас не могу это еще не готов к этому значит и как только он стал так думать сомневаться он разворачивается и уходит инопланетяне то есть нет значит нет не может они очень токсичные и не раз мне говорили что если человек пугается если страх есть если не вижу что человек будет не способен это как бы сказать перенести в нормальном состоянии контакт не происходит это как видите сильно отличается от того как происходит так называемые похищение пришельцев когда хочет человек не хочет способен он не способен человека забирают делаю с ним что хотят и потом его возвращают иногда даже там возвращают там одежда неправильно одета что-то не подробности кстати говоря то есть есть отличие отношения одних существ к человеку других существ вот это важно иметь тоже ввиду и вот я просто читаю я буквально нахожу параллели из тоже говорится сколько раз как птица трепещет сердце а ведь может быть что они проезжают поблизости сколько раз конь заржет неведомо от чего может быть их их коней зачуял сколько раз собаки насторожатся и уйдут назад потому то знание потому пес на них не залает и в караванах бывает на ночлегах увидит что-то будто едет кто-то а начну слушать ничего не слыхать бывает что особый запах значит замечательный как от лучших цветов еще одна интересная подробность меня расслышал от разных контактеров что может присутствовать аромат как будто от фиалок это интересный момент есть тоже говорится об этом замечательный как от цветов пронесся среди песков также говорят что это от их приближение видели как то и цел и белую собаку как будто борзую старые люди говорили что это их собака а бежит она одна как бы за делом назов не зывается наверно поспешает тоже говорят что видели надо белых птиц как бы голубей думает что ими они посылаются вообще много знаков в нашей пустыне уж такие иногда замечательные камни находим не иначе как кто-то заложил их потому обделаны они иногда с надписями иногда как бы круглые что творится мы сказали а вот вы видите много знаков в пустыне а для проезжих всего одна дичь и мертвенность и отвечает а потому что вы не знаете наши знаков пустынных вы бы и ветра вы и не разберете и запахов не услышите да и они если проедут то вы их не признаете мы добавили как же они себя вы видели же их ли вы же значит как же они себя ведь видели же их люди а так как по месту нужно так чтобы людей понапрасну не удивлять вот мне говорили что в одном становище их приняли за торговцев а в другом за табунщиков а где-то еще за военных людей каждый судит по-своему но они нашим суждением не обижаются не обижаются один признавший допытывался а как ему понять что он сделает так как нужно а он им ответил все равно как нужно так и сделаешь об этом не беспокойся но твори добро всегда и во всем они всегда учат добро делать это обращать внимание это значит записи легенда который записывает рерих да в разговоре с ламой я вот он читал цитаты из значит огни йоги где говорится о том что они имеют разные облики и бывают разных странах видно параллели да еще раз мы опять спросили но почему же они терпят пустыни неплодородные лама посмотрел на нас очень хитро и сказал и это придет время и реки подымутся и леса встанут и трава побежит повсюду всему срок как ушло по погрешности людской так и придет поддержательской мысли они пошлют когда нужно когда мы сумеем опознать и принять мы спросили а нет ли у них каких-нибудь знаков или вещей от них может быть и есть и даже наверное имеется но только если кто получил их тот о них уже не скажет мы спросили а имена знаете их отвечает они могут быть под разными именами но опять же если кому выпало счастье знать имя то никогда никому не повторить его никто не приступит это уложение так значит вот еще некоторые писания как они выглядят из-за из книга рерихи книги рериха сердца азии другой лама красной секты сказал нам есть это значит есть буддийская секта красно-шапочники и желто-шапочники это разные движения здесь говорится лама красной секты это красно-шапочники другой лама красной секты сказал нам про чудесных азаров индусского вида длинноволосых в белых одеждах иногда появляющихся в гималаях эти мудрые люди знают как управлять внутренними силами и как объединять их с космическими токами главный глава медицинской школы в хасе старый ученый ламы лично знал таких азаров и сохранял с ними непосредственные отношения и фрагмент так я не написал откуда это возможно из той же книги или алтай гималая или сердца азии спрашивает лама встречал ли ты азаров и кудхумпа это одно из их нам значит как их называют кудхумпа азары значит махат махатмы кудхумпа и так далее значит разные есть как бы наименование зависимости от местности от культуры отвечает если ты знаешь о таких случаях успех должен сопутствовать тебе в работе так много знать о шамбале само по себе уже есть поток очищения многие наши люди в течение своей жизни сталкивались с азарами и кудхумпа или снежными людьми которые служили им обратить внимание есть говорится о том что снежный человек служит им но здесь говорится о гималайском снежном человек это есть описание у рериха что видели однажды снежного человека высокого крепкого с длинными с белыми волосами который имел лук в руках то есть это не совсем видимо тот снежный человек который мы знаем по сегодняшним рассказам да такая обезьяна подобное там высокое существо это что-то другое то есть термин не обязательно то же самое означает вот только сейчас азары перестали появляться в городах они все собрались горах очень высокие с длинными волосами и бородой внешне очень они похожи на индийцев однажды идя вдоль брахмапутры это река в индии я видел азара я попытался догнать его но он быстро обогнал скалу и исчез на этом месте я не обнаружил ни пещеры не отверстие все что я увидел это была небольшая ступа ступа это начатка буддисты строят такие сооружения с камней которые имеют определенный смысл может быть он не хотел чтобы его беспокоили кудхумпа теперь нельзя увидеть раньше они довольно часто появлялись в районе цанга и манасарвара когда пилигримы шли на святой кайлас галас это гора даже снежные люди редко теперь появляются обычный человек в силу своего невежества принимает их за привидения другие существуют глубокие причины почему именно сейчас великие не появляется открыто мой старый учитель рассказывал мне многое о мудрости азаров мы знаем несколько мест где жили великие но в какой-то момент эти места опустили великая причина великая тайна лама правда ли что ашрамы были перемещены из окрестностей шигадзе эту тайну нельзя разглашать я уже сказал что азаров нельзя больше найти в цанге но вот все цитаты которые хотел рассказать это просто очень интересные параллели напомню что это тридцатые годы когда значит двадцать шестой там они это экспедиции значит алтай-гималай и другие делись вот 30 35 года запись я вижу то есть это многолетняя была экспедиция и вот это записи то что о чем говорят местные жители значит я уже привел параллель с перу сейчас я посмотрю если еще то что мне добавить по этой теме я сейчас перейду к другим значит к следующим этапам сегодняшнего разговора так уже два часа но еще ничего терпеть можно так так я больше не буду цитировать значит огни йогу рерихов этого достаточно того что я сказал я дам есть ссылки я потом может быть дан ссылки вы сами найдете если вы если вы хотите проще всего будет поискать и писать моя шамбала называется это мой веб-сайт где я полностью все внимание уделяю шамбале выдержкам о том что эти учителя сами себе говорят о своем место распространения шамбалы об истории потом как они оказывают какую они оказывают помощь и как они проявляют нашим обществе исторически некоторые сведения о том как эти проявления значит происходили что было и так далее ищите моя шамбала веб-сайт там есть ссылки проявления в истории страничка там он все в этом есть я нахожу параллели вот то есть видите там ничего не говорится что мы инопланетяне хотя есть одна из книг которые не относятся напрямую к огни йоги на которую елена рерих лично подтвердила что это тот же самый источник что у нее то есть и чителя шамбалы это книги которые записывал абрамов они идут под названием грани огни йоги то есть это не совсем то же самое да это не огни йога который записывали их но она подтвердила она значит абрамов стал получать эти сообщения когда еще была жива елена рерих и он не знал что с этим делать и он потом с ней стал переписываться переслали значит образцы записи которые он записывал слышал значит и он записывал и она подтвердила что да это тоже самый источник пожалуйста не волнуйся дала ему рекомендации что делать как относиться и так далее потому я одинаково значит отношусь одинаково и к книгам огни йоги елены рерих и к письмам елены рерих дневниками или значит и к записям абрамова грани огни йоги который он так назвал вот там это более скажем ближе к нашему времени потому что там уже некоторые записи 70-е годы понимаете тоже ближе к нашему там есть уже упоминание уже идут некоторые термины известные нам там уже говорится об изменении климата например и так далее очень интересные вещи в общем я вам советую читать огни йога сама читается как бы немного более трудно чем грани огни йоги но все-таки я лично считаю что огни йога и грани огни йоги является самым крупным примером помощи внеземных цивилизаций и высокоразвитых людей имеющих отношения к другим мирам для земного человечества есть разные небольшие там примеры может быть даже технические какие-то но такого объема информации и это скажем то духовная помощь и знание в том числе таком объеме я не знаю больше ни одного случая ли это мой личное мнение я изучал эти книги изучающий периодически как бы виден уровень язык изложения как говорит о высоком интеллекте высоком разуме и потому я привожу цитаты периодически упоминаю я еще раз если кто-то значит имеет какое-то неприятное впечатление там от общения с людьми являющимися последователями там рерихов там не знаю обществ каких-то я не отношусь к таким людям я отношусь к этим вещам как исследователи то есть мне самому интересно изучая знания и изучая источники анализируя их я вижу стоит им доверять не стоит то что мне надо или это что-то значит то чего и них всеми не хочу иметь дело вот так я подхожу к этому не потому что я последователь кого-то да или чего-то я не являюсь последователем рерихов потому что для меня важное знание информация а не то кто его там написал получил так значит я сейчас посмотрю ну что там были интересные упоминания не за из этих книг так огнилые больше вот еще фрагмент которые просто маленькой цитаты за огни йоги где они говорят мы желаем установить наиболее человечный взгляд на наш убитель контекст этого есть другие цитаты более широко об этом говорящие значит они значит ты говорят том что их облик слишком мифологизирован людьми то есть там представляет какие-то махатмы там на облаках там не знаю всемогущие какие-то там в общем тут люди стали картинки распространяют а махатма море такой секунд значит они подчеркивают других местах что ни один из существующих обликов которые рисунки ни один из них не отображает действительно и наш облик то есть это не знаю приблизительность какая-то может быть то есть это не является достоверными точно про это не горит ни одного нет точного достоверного портрета махатмы хотя сейчас путешествует есть картинки напишите махатма море или махатма кудхуми вы сразу найдете картинки еще раз подчеркиваю они сами говорят что не существует достоверных изображений так значит и там она была цитата говорит наверное если если начнете мыслить о нас в противоположную сторону то есть от возвеличиваю до самого максимального упрощения наверное вы будете ближе к истине чем если вы будете нас возвеличивать до уровня там богов это сверхъестественных существ там буквально не знаю простой человек какой-то максимальное упрощение говорят максимально упростите кто мы такие и как вот мне понравилось это джерри виллс говорит это говорит не более чем скажем человек с другой страны есть люди живущие на земле которые внешне даже отличается от друг от друга поставить рядом и сказать это люди с одной планеты удивишься да и в то же время это люди с одной планеты так вот и говорит приблизительно такой должен взгляд и на людей действительно с других планет или других миров это просто люди с других мест вот и вся разница сейчас у нас было время когда границы исследования ограничились континентом люди еле-еле то смогли на корабле проплыть до другого континента это были великие открытия потом начался ближай значит полеты значит даже ближайший космос даже это не ближайший космос еще вообще там вышли из атмосферы земли к луне полетели значит уже там достижение до великое сейчас мы только-только начинаем думать о том что значит вселенная и другие планеты там как это но как когда-то было невероятным что кто-то на корабле попал на другой континент какие тайны там какие там люди живут неизвестность какая да сейчас у нас приблизит такое же отношение к жизни на других планетам когда нет это будет такое же естественное представление как вот сейчас мы представляем кто-то живет в америке там кто-то живет в европе да сел на самолет там два часа и уже там что такого но те же самые люди ходишь по улицам покупаешь продукты там отдыхаешь на курорте когда это было невероятно сейчас я за два часа могу там быть в мексике например там или посетить пирамиды майя это невероятно вообще раньше это была фантастика сейчас это естественно и все больше и больше эти расстояния сокращают так вот когда будет точно то же самое с другими планетами и он говорит что так нужно конечно то как они мыслят это не то же самое что люди и принципы которым они живут это не то же самое как у людей это к не в этом конечно и разница но в целом и конечно как их построенного общества какие у них достижения но целом это люди живущие просто других местах так это я пропускаю это пропускаю тут много цитаты загнилги это не хочу много слишком об этом говорить так николай абрамов вот интересные моменты значит елена рерих говорил об этом точнее говорю не елена рерих говорила а то что она записывала из своих бесед с этими людьми с учителями и не абрамов борис абрамов об этом говорит ночью привожу статус следующая ступень эволюции сношение с дальними мирами и не все ли равно с какой стороны как подходят к ним люди лишь бы подходили лишь бы приближались лишь бы приближали сознание к ним лишь бы мыслями о них наполняли его так всех пути кверху эволюционный значит и значит другом месте указано стремление к дальним миром по дальнего мира и подразумеваются другие планеты на которых может быть жизнь указано устремление к дальним миром это устремление приведет фактическому соприкосновению с ними контакт с людьми достигшими более высокой ступени эволюции очень много даст людям вашей планеты и покажет в каком именно направлении будет развиваться земное человечество это грани огни йоги человечество обитает на многих планетах на некоторых из них люди достигли такой ступени развития что по сравнению с землей могут считаться богами люди седьмой расы седьмого круга уже живут на дальних звездах но ведь это не есть предел и звезды и выше спираль эволюции уходит беспредельность упоминается седьмая раса мы по этой терминологии является пятой расы значит все чего мы достигли все что известно о существовании человечества максимум чего мы достигли это сегодня это пятая раса значит представь себе седьмая раса это вообще ну так еще интересный момент так и это пропускаю тут много вот пожалуйста за грани огни йоги записи мы тоже пришельцы из дальних миров это учителя шамбулы ночью говорят через абрамова мы связаны с ними все самое высокое чем может помыслить наш ум ваш ум осуществлено там люди высших кругов столь редки на вашей планете там составляет большинство человечества то есть скажем так наиболее высоко разумные люди каких вы только себе знаете вообще из всего что вы знаете человечестве значит наиболее высокоразвитые интеллектуально духовно люди то есть максимум как вы себе представляете развитого человека там является естественным положением вещей я бы сказал наверняка даже далеко не каждый назовет такого человека вот там все кто начнут вспоминать какого-нибудь ученого но конечно у каждого представления но я просто хочу представить себе максимально развитого человека которым себя только можете представить и вот будете иметь некоторое представление о том какие есть люди на других мирах вот еще и за это уже записи елены рерих называется космологические записи это отдельная брошюра это не относится к огни йоге напрямую она пишет новая ступень близится к человечеству сообщение с дальними мирами и вот я считаю лично и у меня была беседа здесь с обществом тела теософическим обществом в в торонто русскоязычные есть и меня специально приглашали чтобы я значит как знаток уфологии до рассказал что же там творится в этой теме и я там сказал и они в том числе огни йогу изучает но больше теософию я сказал что я считаю что то что сегодня происходит как мы знаем и налог контакты это этап развитие человечества значит то есть мы приближаемся к этому какому-то исключительному моменту которому идет постепенная подготовка нас том прежде всего подготовка что есть другие люди есть другие цивилизации другие общества и конечно же часть из них они выглядят буквально как мы и это тоже не случайно кстати говоря что почему они выглядят как мы или точнее говоря почему мы выглядим как они потому что по эволюции они были первыми и когда еще на земле например даже не существовали предки земного человека они уже были способны посетить солнечную систему то есть миллион миллионы лет назад они уже были способны путешествовать в космосе когда да не было даже предков человека потому говорить что инопланетяне похоже на людей будет некорректно с этой точки зрения это мы похожи на инопланетян это будет более корректно то есть мы выглядим как люди с других планет хорошо так и последнее пожалуй цвета то который оттуда приведу является своеобразным пророчеством высказал или прогнозом это уже огни йога значит из серии книг огни йоги книга братства книга вторая надземная 4 осознание преобразует земную жизнь первое осознание прошлого второе осознание дальних миров третье осознание тонкого мира то что не знает то что мы знаем как видимый мир не знаю параллельный мир посмертное существование так далее и четвертое осознание иерархии под иерархии здесь подразумевается то что есть разные как вам точно сказать уровне разумов это его это значит это эволюционные эти уровни достигнуты в процессе эволюции эволюционной процессе то есть не потому что одни просто есть выше да а другие они просто ниже говоря в этом контексте можно сказать что когда-нибудь человечество или вид человека который живет на земле тоже достигнет такого эволюции уровня сознания с которым приходят к нам например люди из других миров то есть они не такие не потому что они всегда такие были это потому что в процессе их эволюции они достигли этого уровня то есть во первых это признает что они смогли найти способ существовать настолько долго их цивилизация смогла существовать настолько долго или цивилизации группы цивилизаций что они способны перемещаться в пространстве во времени путешествовать по разным измерениям и прилетать сюда на тарелках или просто приходить создавая проход пространство просто пешком сюда приходить с планеты понимаете то есть это не потому что они такие есть а потому что они достигли этого в процессе эволюции они смогли найти способ как так долго существовать то есть их целеция не погибла не разрушилась знания сохранены и не существует до сих пор то есть если кто-то из них мог прийти значит эту эту информацию я беру из информации которая есть перуанском контакте получено было значит что группа по моему из сейчас я пытаюсь помнить какого созвездия неважно прибыла сюда солнечную систему они жили на другой планете который уже нету и не жили значит когда они впервые прибыли это было около двухсот пятидесяти миллионов лет назад представляете и до сих пор сегодня ребята в перу в 1074 году имели с ним контакт конечно как они сами сказали эти инопланетяне что у них даже вид изменился за такое время то есть когда-то не имели даже другой облик то есть эволюция видимо продолжается или возможно они сами себя меняют чем-то но я просто говорю о том что это цивилизации существует как минимум 250 миллионов лет как минимум то есть можно сказать больше потому что в то время они уже были способны путешествовать в космосе представляете да так вот если мы когда-нибудь сможем столько просуществовать то возможно что мы тоже будем иметь такой уровень сознания технологии тоже будет так способность запросто перескакивать через пространство и время как они это делают ладно значит так так вот и обратить внимание сознание прошлого сознания дальних миров на мой взгляд по этому значит предсказанию или прогнозу которые здесь дано то есть ступени до 4 осознание преобразуют земную жизнь мы пока что прошли осознание прошлого и вообще прошли мы ли мы только находимся еще осознание дальних миров в самом-самом зачатке мы только говорим инопланетянах официально это отрицается нет доказательств осознание тонкого тонкого мира тоже в самом-самом зачатке то есть только сейчас мы начинаем ученые говорят что возможно есть множество измерений это уже гнауха говорит значит это уже и мечуак аку значит один из ученых значит известных мире физиков говорит что по теории значит по их не по их не теория значит одновременно существует множество измерений там они говорят 10 11 здесь уголь прямо здесь возможно существует пароль другая версия истории земли когда на эти самые динозавры не вымерли вот сейчас там сейчас прямо в этом месте вот сейчас в этом пространстве на занимает одновременно существует другая реальность если мы каким-то образом сместим вибрации там атомов еще чего-то мы можем оказаться там представляет это сегодняшняя наука это уже не там контактеры до которым кто верит а не верит послание от пришельцев это гарантию очень много слушайте что говорят ученые о других измерениях то есть он пожалуйста это осознание тонкого мира можно сказать потому что как говорят о тонком мире вот в огне йоге учителя шамбалы и в том числе и пришельца то что это просто другая реальность которая существует там также все реально как и здесь если туда попадаешь там тоже все физически когда ты там находишься то есть это не что-то полутуманное полупрозрачное и все пронизываемое там есть дома там есть люди там они живут там есть сады там есть животные там есть реки и моря и все понимаете то есть это реальность просто другая которая живет в том числе и на земле есть друг вот это вот в том числе есть планеты которые живут только в таком измерении и важная деталь и исходящий из того что дано в огне йоге учителями шамбалы это то что некоторые из этих людей шамбалы пришли с венеры на который по их словам цивилизация существует в таком состоянии то есть это не та физическая форма которую мы знаем это другая физическая форма и они туда пришли некоторые из них пришли оттуда специально для того чтобы помогать эволюции человечества на земле это для меня лично наводит на некоторые размышления о таких контактах когда контактеры говорит что я был в контакте с пришельцами с венеры например один из них это был джордж и дамске насколько я знаю есть и другие они пришли с венеры и было время когда значит контактеры один я пришел с венеры в там я общался с венерианцами и так далее так далее да это когда мы еще не знали какова венера на самом деле потом когда мы отправили спутник послали какая она горячая какое там огромное давление атмосферное что там вообще никакой жизни возможно невозможно эти разговоры закрылись друг хотя есть все таки еще люди которые утверждают и есть даже до сих пор живы еще те люди которые подают себя как я пришелец венеры женщина там и of ее фамилия омник если вы будете искать омник до сих пор живы и уже в возрасте но написала книгу или не одну даже книгу и она говорит что я жительница венеры значит я жила там в другом измерении я здесь материализации не знаю точно ее истории я просто говорю о том что есть вот такие люди которые так и тоже дать я ее вообще не изучал я пока крайне скептичен и к этому одна к ее истории вообще отношусь и скажу так что конечно для меня лично в первое впечатление имеет значение и я так всегда у меня такое такая точка зрения и значит если кто-то говорит что он представитель высокоразвитой цивилизации он должен по крайней мере говорить как высокоразвитое существо и я служу служу по речи служу по отношению к другим людям значит поведению и так далее то есть могу ли я сказать что вот этот человек является представителем высокоразвитых существ рас и там он так далее или если контактер говорит что я общаюсь с высокоразвитыми существами с инопланетянами значит человек общаясь с другими так или иначе начинает перенимать их повадки их характер выражений слова поведение он начинает себе менять себя потому что он начинает начинаешь автоматически ориентироваться на тех от кого ты учишься потому что когда ты видишь но другой как сказать скажем так образный идеал да ты хочешь не хочешь начинаешь у него ориентироваться ты изменяешь свое поведение в том числе даже питание можешь менять так вот я вот так смотрю то есть если он утверждает что он с ними общается это должно быть видно буквально по его словам что он говорит как он себя ведет если он ведет себя вульгарно там еще как то еще как то что для меня не является как бы примером я это для меня как бы первый взгляд и я сразу скажу так но вероятно всего здесь ничего нету вот это как бы моя первая ступень осуждения потом конечно еще информация еще нужно знать историю контактера потому что как бы вариантов могут быть множество но это мой первый первый взгляд ночные вещи ну ладно значит так значит вот и говоря о венере о других измерениях так далее что еще так а учителя шамбалы да вот книги огня йоги говорится что тоже в интересный момент он говорится что некоторые из них не имеют по то же самое что они не имеют буквально физическую структуру их тела как у человека до грубо материально но у них но они говорят что существует промежуточное состояние между тонкоматериальным как они его называют да и грубо материальным как мы только материально это когда ты не видишь просто да человек в другом его тело или существо состоит из другого с другой материи и другого состояния материи и то просто не видишь это не значит что он там привидение он ушел или еще что то просто его структура его материи другая и потому ты не способен нас пройти может быть если у тебя другое видение там не знаю инфракрасно еще какое-то может быть какие-то будет проявление фиксировано вот но обычными глазами мы это не увидим но в случае в огне йоге учителя говорят что есть промежуточное состояние в котором они некоторые из них находится положительное время чтобы быть в этом мире чтобы сказать не то что значит что ходить между людьми но чтобы здесь быть функционировать так далее это интересный момент и в том числе по-моему николай реле говорил о материализации дематериализации то есть способности приобретать физическую форму когда человек абсолютно физически то есть все физическое тело понимаешь чувствуешь и в то же время он может путем значит собственной волей изменить структуру своего тела и он становится и у меняет фунт то есть он переключается это что-то совершенно невероятно это не технологии это именно способность как бы воли да или мысли не знаю как точно сказать менее ту структуру есть конечно такие кто использует это делает это при помощи технологии если я не ошибаюсь то вот эти серые пришельцы это могут делать может быть они воли тоже это могут делать но я знаю что по крайней мере вот и случае с этим с как его который здесь цитировал что они это делают их на при помощи технологии вот джимс паркс вот он об этом говорит он приводит то что он видел рассказываю значит вот и это момент интересен тем что я думаю что прежде всего при помощи как вы читали да вот что николай рерих цитировал из легенд тех регионов где они путешествовали по азии что они могут иметь разный облик и в том числе в огнёге говорится что не могут иметь разный облик то есть я думаю что используя этот же принцип они могут принять облик фактически какой угодно выглядит так как как такой человек или как другой человек такой рост или другой рост говорить на таком языке или на другом языке используя все те же самые принципы то есть для них это как бы упрощение значительное как быть нашим обществе и для каких-то целей так библию мы стираем сейчас я приведу несколько примеров значит из других случаев который будет как бы логическим предложением того чем и рассказываю так чего что самое близкое будет самое интересное так какой из случаев о котором я узнал когда шла речь а значит так есть контактер такой сейчас вы видите здесь его не записал я ним говорил в других видео сейчас минуточку я найду просто чтобы забыл имя он живет кажется в мексике сейчас физические контакты его контакты начались 1981 году и это один из редких случаев когда человек мог делать видеозаписи и фотографии очень качественные но кроме всего этого есть люди которые скептичны считают он там подделывает я лично рассматривал его видео тоже скептично я пришел к выводу что это не подделки если кто хочет поспорить можем поговорить если вы имеете аргументы за и против веские вот я я так делаю что если я в чем-то сомневаюсь не уверен и не буду на это ссылаться если я пришел посредством собственного анализа к выводу что что-то является настоящим и мне то есть у меня есть аргументы почему я так считаю что это настоящий я их могу привести если будет необходимость я тогда эти примеры цитирую я их привожу в пример и так далее в частности контакт карлоса деваса для меня так является таким примером и кроме фото и видео которые он говорит о том что инопланетяне с которыми он имел контакт на это были люди они находятся в нашем обществе данном случае это был контакт мексики тэпоцтлан и значит один из примеров когда он с ними встречался это что когда было приземление вот этого такого странного объекта картона снимал на видео такой формы и он такой как бы состоящий из света то есть тут нету такого вида как летающий тарелка там видим аппарат явно металлический да здесь же такое впечатление что это какая-то в мирная плазма какой-то сконцентрированная какая-то масса световая моете который имеет четкие границы форму и он значит он говорит что это не корабли что это не космический корабль там нету пилотов эти объекты он снимал на фото и видео и он значит испытал что это такое начать однажды этот объект приземлился и он мог него войти и не помню его позвали или как или он так почувствую что его приглашают значит он сначала осторожно вел руку значит значит почувствует не было никакой двери по моему и сейчас не помню было ли ему информация что должен просто и войти просто вошел в объект без двери просто как бы сквозь него до когда он был внутри он ничего не видел ни панели ни приборов ни экранов просто желтовато-красноватый свет переливающийся и все и потом когда он из него вышел из этого объекта он вышел в совершенно другом месте и это было внутри пещеры подземной он видел сталактиты сталагмиты он видел кита в скульптуре там типа как майя скульптуре кажется он что-то видел и то он на велась стороне группу людей которые приветствовали значит они его уже знали по-видимому и сейчас не помню ты был наверно не самый первый контакт и значит там он там был какое-то время там есть интересное описание что он видел он видел висящие светящиеся такие яйцеобразные форы свет сферы светящиеся и карат его пригласили попробовать войти в нее он когда вошел он стал испытывать себя другим в одном случае он испытывал себя орлом то есть он буквально когда говорит внутри вошел в эту сферу я мог полностью себя испытывать как орел летящий в воздухе он говорит я ощущал движение ветра я значит еще свои крылья я видел просто значит землю внизу то есть было скажем так там была сохранена запись как это сказать не то что сознание начисло значит быть орлом но наверное как мы записываем на монитофонную пленку видео до или сейчас уже не на пленке а цифровая запись да мы можем писать видео можем записать звук так вот представьте что вы можете записать что значит кем-то быть например вы можете записать полностью что значит я и потом кто-то может из значит скажем так войти в эту запись да и полностью испытывать меня мои мысли мои чувства что значит я или вы можете точно также войти и значит что и значит испытывать не знаю как себе быть битховеном если интересная параллель с этим то есть видите короткий такой опыт который приводит контактер и он сразу значит обнаруживается интересные параллели которые как бы косвенно говорят о том что здесь что-то настоящее не выдумка не фантазе не фантазирование в опыта с гипнозом есть интересные такие опыты я сейчас не помню сейчас по-моему таких уже не делают раньше в советское время такие делали публичные даже демонстрации значит человек который совершенно это не умеет играть на пианино на рояле и вот на тюк гипнотизер его загипнотизирует и говоря что ты там музыкант известный ли ты там битховен не знаю кто еще и человек начинает играть так как будто он профессионал или там он может выступать то есть то тех способностей которые у них нормально нету он вдруг их приобретает он становится тем человеком который мы сказали ты этот человек в состоянии гипноза значит за этим есть я не помню и какая есть интерпретация этого там пытаются говорить а есть какой-то значит память генетическое там еще что-то там на мой взгляд это не объясняет ничего но в одной книге значит есть исследовательница по фамилии канон она изучает значит случае она просто делала регрессивный гипноз с использованием регрессивного гипноза помогала людям которые были какие-то проблемы там сейчас не помню жизни да и потом значит начались у нее случай когда человек вдруг рассказывал о том что не был контакт с пришельцами или что он был в прошлой жизни там где-то на другой планете то есть для нее это началось неожиданно до полных каких-то примеров и потом она стала специфически только этим интересоваться и стала добывать информацию через такие каналы то есть там появились постоянно не клиент и в общем не знаю пол я читал несколько книг ее на английском есть на русском полу что-то почитаете canon и есть разные книги и сейчас не помню в имени или заберем или какое canon но суть это то что информацию которую она говорит она получила посредством таких вот сеансов гипноза когда человек вводится в особое состояние подчеркну что это не обязательно что человек полностью безвольный бесконтрольный это просто определенные простейшие какие-то упражнения до дыхания еще когда человек очень расслабляется снимается кита блокировки и у нет начинается вспоминаться вещи которые не были заблокированной памяти то же самое кстати и метод используется для получения информацию о том как проходили похищение пришельцами то есть часть человек помнит он помнит что было это видел корабль а что было не помнит потом его значит делается такой процесс расслабления он лежит он слышит что вокруг происходит он слышит что говорит гипнолог до спокойным голосом то есть он может выйти из этого состояния на что полностью парализованы это такое особое состояние ну вот так и здесь и она добывает информацию таким образом это canon и одна из информации которая на значит я читал ее одну книгу говорит о том что там говорю о том значит пришельцы переходящие на землю да как им вот знать людей вот что за людей они нужны они изучают нас да вот они там спрашивают еще что-то там они читают наши книги нет говорит если ему нужно знать что-то существует и сейчас не помню как там была названа представь себя скажем так блоки информации о всем о всем о всех кто был и кто есть так существует там образно говоря не знаю обликин то же самый блок информации о том же самом бетховене то есть все каким человек был от рождения до смерти вся информация какой он был как он себя представляла все его полностью все 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 как на ладони него личное не личное все это не существует пространстве и все это можно образно говоря считывать записи акаши называет еще и так далее есть понятия такие так вот она говорила что они инопланетяне способны бладь использовать эти блоки информации получают от полной информации все что то есть им не нужно ходить смотреть наш телевизор чтобы узнать как мы живем до или чтобы узнать там каков был гитлер да и мне нужно читать наши книги смотреть документальные фильмы они просто найдут блок информации гитлер это не уточню что эти блоки информации или эти информационные записи так люди говорят что нет видео видео есть или нету вот я например вижу здесь видео я вижу так видео есть или нету кто смотрит периодически пропадает но я не знаю тут это связано с записью да то есть я вижу что здесь бывают такие обрывы я надеюсь что я делаю одновременно запись на компьютере надеюсь что там не будет таких проблем и и возможно я возможно что я потом эту запись закачаю заново в контакте да и на ю тубе оригинал до обрежу все эти технические неполадки и так далее в общем так то что пропадает я не виноват так есть и просто терпите как говорится что уж поделаешь так вот вот такая просто интересная параллель о том что информацию они могут получать таким образом я не знаю опять же это источник от canon которая эту информацию получила посредством сеанса гипноза которые были введены определенные люди я не получил не получала такой информации непосредственно из контактов которые я лично знаю то есть те случаи контактов которые я знаю там перуанский контакт там еще несколько человек который вот я недавно знал о котором джерри виллс я эта информация там не слышал то есть я делаю эту отметку потому что одно дело когда идет из каких-то источников пусть они даже вроде выглядят убедительно другое дело когда мы имеем ну скажем так информацию напрямую от иноопланетян или по крайней мере мы думаем что она напрямую от иноопланетян вместе основания считать что то на что я полагаюсь напрямую это на планете потому я не знаю потому что у меня есть пример когда инопланетяне буквально опрашивали людей делали исследования то есть все таки что то есть где им нужно делать исследование лично делать опросы я бы там надеюсь еще сегодня поговорю я думаю что у вас не слишком затянулось время потому что уже два с лишним часа идет ладно ну вот значит так это буквально короткой такой уход в сторону из рассказывал контакте с карлосом диаз и вот значит он видел людей также он говорил что они живут нашем обществе то есть это в мексике и также например когда он делал фото фотографировал или когда он делал видеозаписи не помню у него не было треножника то есть он общение он бедный человек это бедная семья как и многие очень в мексике и я не помню откуда у него была камера в общем одним словом записи были не стабильные да и например самую первую запись он там снимал по моему положив камеру на когда он сидел в автомобиле там объект поднимался значит из низины и камера лежала на этом самом бортовой панели автомобиля снимал через стекло то есть факт то что у него не было треножника и потом он говорил что треножник у него появился потому что ему дали эти люди треножник я находил критику что вот смотрите треножник у него треножник от инопланетян который точно такой же как у нас какие же инопланетяне он все выдумал в реке не говорю что этот треножник инопланетян я сказал что эти люди которые являются инопланетянами которые здесь живут которые ходят нашем обществе они естественно имеют наш треножник, и они мне просто его дали. Вот это его аргумент, по-моему, вполне логичный аргумент. И там я, к сожалению, про Карлоса Диоса мало информации, которая лично для меня была доступна даже, это то, что я знаю английский язык. Есть только короткий фрагмент и то, что я нашел, читая в интернете, когда я искал информацию о нем. Его изучал Майкл Хесеман, он уже не занимается уфологией, но в свое время он занимался уфологией, сейчас он перешел в религию, он, по-моему, стал священником, если не ошибаюсь. Вот, но он десять лет изучал этот контакт, и у него есть множество аргументов, почему это настоящий контакт. Лучше, чем у кого бы то ни было, каких-либо скептиков, у него есть аргументы. И не раз я читал его сообщения в интернете, что вот это не подделка, я лично с ним много работал с этим случаем, я знаю, что это настоящее. Но это короткий случай, и, ну, для меня, ну, ладно, интересно, ну, там, видел он, ну, хорошо. Но, потом, значит, прослушивая разные видео людей, которые я постоянно слежу о том, что они рассказывают... А, нет, я сейчас, значит, так, по порядку, если, да, то, пожалуй, вторым случаем, когда я познакомился, когда я узнал о том, что есть люди среди нас, которые происходят с других планет, это был перуанский контакт. Но там не совсем, значит, говорилось об инопланетянах. Там очень мало информации об этом, и информация там такая, я, значит, не буду цитировать. Да, я прочитаю фрагмент, все-таки, чтобы более точно изложить информацию, о чем я хочу сказать. Значит, это фрагмент из, я сейчас не знаю, это или из книги, или из практического руководства. Но этот фрагмент я перевел на русский, ее есть на репсайте, который я давал не раз, где перевод об этом контакте перуанском. Значит, читаю. «Существует иерархия, состоящая из существ, происходящих от человечеств, существовавших раненой Земле и прибывших из других миров». Уточню, о чем идет речь. Здесь говорится о том, что, значит, в этой истории не говорилось никаких, значит, там, прошлых цивилизаций Атлантида, там, еще каких-то имен, этих нету названий, но информация, которая выдается, который, когда ты с ней ее читаешь, находишь параллели с тем, что нам известно об Атлантиде и других, значит, там. Потому и здесь, в частности, говорится, значит, там была информация о том, что в свое время была необходимость инопланетян прийти на Землю, значит, они жили на другой планете в Солнечной системе, произошла катастрофа, когда планета погибла, и они эвакуировались. Ближайшая планета, которая подходила для жизни, была Земля, значит, они не могли прийти на Марс, потому что там уже была цивилизация, когда еще не было человечества, точнее. Значит, на Марсе была уже в то время цивилизация, и потому они спаслись на Земле. Для них Земля была подходящая, но не лучшая, потому что до этого они жили намного дальше от Солнца. Здесь было намного ближе к Солнцу, солнечная радиация много выше. Климат немножко другой. И в том числе из-за какой-то космической катастрофы планеты Марс тоже сильно пострадал. И те, кто жили на Марсе, тоже спасались на Земле. И так две разные цивилизации, живущие в разных климатических и других условиях, спасаются на одной планете, и обе пытаются начинать менять планету под свои условия жизни. Возникает военный конфликт на этой почве. Такова древняя история. Так вот, и пропускаю очень многое, там не приводится очень много подробностей, но войны богов так называемые, скорее всего, подразумевают вот этот период времени. Опять же, я не знаю подробностей, там об этих подробностях не говорится, что где было разрушены, какие используются технологии, но есть некоторые фрагменты, которые я не переводил, может быть, переведу потом. Но просто подвожу все это под тему, о чем говорится. Здесь говорится, существует иерархия, состоящая из существ, происходящих от человечества, существовавших раненой Земли и прибывших из других миров. Так вот, именно это подразумевается. Что фактически контекст такой, что так называемая Атлантида, высокоразвитая цивилизация, которая здесь жили, имеет инопланетное происхождение. То есть, они достигли этого уровня не потому, что они долго развивались и достигли, а потому, что они являются потомками инопланетных существ, которые принесли сюда свои знания и технологии. Понятно, да? Так вот, и продолжаю дальше. Существовавших раненой Земли и прибывших из других миров. И теперь заботящихся о жизни на планете и желающих помочь в задаче обеспечения ее дальнейшего непрерывного существования. Почему они это делают? Опять же, я очень сокращаю. Коротко говоря, я сам лично спрашивал этого участника контакта. И она мне говорила, что они одна из причин, почему они проявляют такую заботу о жизни на Земле, о том, что как-то помогает способствовать эволюции, да? Потому что появление человека здесь является, они, скажем так, является одной из причин появления на Земле человека. И они несут определенно, они чувствуют, имеют чувство ответственности за то. И потому они помогают так, как они это могут, так как они считают, это нужно делать, делать какую-то коррекцию, пытаются что-то делать. Вот. Такой контекст. В этом же контексте я буду сегодня говорить про Джерри Виллса. Это тоже интересная сторона. Так. Они делают попытки выйти в контакт с теми людьми, которые могут быть полезны в этой тяжелой и сложной задаче. Обратите внимание, опять повторяется тот же самый контекст, что, как и тогда я читировал письма Махатмы, что мы работаем ради человечества, а не для того, чтобы удовлетворить любопытство отдельных его представителей. То же самое я читал в Агни-йоге с контекста, да? И то же самое мы видим здесь. То есть совершенно разные источники с собой, как бы никак не связанные. Они делают попытки выйти в контакт с теми людьми, которые могут быть полезны в этой тяжелой и сложной задаче. Мы называем их интратеренолс или интратерестерос на английском это, что в переводе может значить, например, как интрапланетяне. Это мой перевод личный. Потому что контекст такой, что они находятся, они живут в, как это сказать, не в подземных базах, но подземные города, можно сказать, подземные поселения, как хотите называть. Потому что, когда говорим, базы возникают социации с чем-то военным, техническим. Это не совсем военные и технические места. Это лаборатории, это научный центр, это место проживания. То есть они просто здесь живут, что негде жить, а потому что это связано с их деятельностью здесь на Земле. Исследовательская и в том числе работа с человечеством, с эволюцией человечества. Так вот, есть люди, которые происходят с других планет, буквально, и есть люди, которые являются потомками и выходцами из предыдущих высокоразвитых цивилизаций на Земле. Хотя эти цивилизации тоже имеют происхождение на планете. Просто это настолько давно произошло, что фактически они земляне. Понимаете, да? То есть если 250 миллионов лет назад сюда они пришли или чуть позже, то за столько времени они такие же инопланетяне, как и мы, грубо говоря. То есть там одна история осталась, что они инопланетяне. Так вот, об этом здесь и речь. Мы их называем интропланетяне, как я перевел. Я просто другого термина не нашел. Интропланетяне уже давали о себе знать людям, живущим на поверхности. И они продолжают это делать с определенной осторожностью. Результаты этих контактов, направленных на объединенную работу, в большинстве случаев терпели неудачу в связи с тем, что их цель была постоянно искажаема эгоистичными интересами людей. Человек ослеплен амбиции, он часто будет искажать правду, чтобы удовлетворить свои собственные желания. Это очень мешает процессу обмена. Людей, способных поддерживать гармоничные, мудрые и развивающиеся взаимоотношения, очень немного. Это из того, что я переводил еще раз. Инопланетяне в настоящее время, посещающие Землю с незапамятных времен, более 4000 лет назад, поддерживают отношения с интропланетянами. То есть и те, и другие знают друг друга. Здесь про 4000 лет говорится, я сейчас не помню здесь контекста, но другой момент я помню, говорится о том, что весь план контакта, частью которой, значит, с землянами, и частью которого является перуанский контакт, частью этого всего огромного какого-то плана, этому плану более 4000 лет. То есть есть не какой-то гигантский план, да, и он постепенно реализуется. И перуанский контакт является частью реализации этого плана. Но не только этот, вероятно, и другие, и вот в частности я говорил с этим контактером, да, женщиной из перуанского контакта, и она говорила, что нет, мы не единственная группа наверняка, и она подразумевает, и назвала еще несколько мне названий, которые фактически неизвестны. Дядюшская скала говорит, не ищи, ты себе вон не найдешь их, скорее всего. Вот, они малоизвестны, они закрытые, они занимаются своей какой-то деятельностью. Вот, то есть наверняка есть множество различных проектов разной формы, по-разному делаются вещи, понимаете. То есть нельзя сказать, что вот этот, вот они, значит, выбрали вот этих, и все, на Земле больше никто, ничего. Нет, это просто один из примеров этой работы. Но есть другие, есть контактеры настоящие, такие, такие, и с другими группами, и вот в такой форме, и в такой форме. То есть есть много разных вариантов. Другое дело, что надо уметь определить настоящий этой контакт, или это что-то другое, да? Это другой разговор. Так вот, об этом проекте говорится, об этом каком-то плане грандиозном, говорится, что ему более четырех тысяч лет. На основе этих взаимоотношений возникло белое братство, в котором интрапланетяне и инопланетяне объединились в работе, направленной на пользу человечества. Название братства произошло от предшествующих объединений внеземных раз, теперь посещающих нас. И дальше. Эта изумительная и трудная задача стала проектом, который называли большим планом. Интрапланетян немного, и они расположены в разных частях мира. Их города, расположенные в больших искусственно создаваемых подземных пространствах, рассеянных главным образом в Южной Америке, имея главные места расположения в Андах, Перу, и не только Перу, и Амазонских джунглях. В Перу инки знали о подземном мире Укупача, который на языке индейцев племени Кечуа означает подземный мир. Есть пять месторасположений, которые были известны с тех времен, но только три из них можно счесть важными. Одно находится рядом с городом Тарма, другое поблизости к Уску, а третьим теперь ничего не может быть сказано. В Бразилии также существуют различные места большой важности. Одно находится в Гояс, другое Минас-Герай, но самое важное находится в районе джунгля Амазонки. И я разговаривал, ну я слушал, смотрел лекции выступления Джерри Уилса, он тоже говорил, что значит в Южной Америке скажем так, множество случаев встреч и наблюдений и летающих тарелок, и приземлений, и прямых контактов. И как я говорил, буквально множество историй помощи прямой от инопланетян очень жителям удаленных деревень в Перу. Вот, я вот сейчас вспоминаю, значит, почему я упомянул эту, все эти цитаты в истории Перуанского контакта. Там мне говорилось напрямую о том, я, значит, не встречал, я разговаривал, спрашивал, нет, говорилось, что не было такого, чтобы вот буквально инопланетяне живут среди людей. Но, значит, в одном из случаев контакта, когда этих ребят, участников этого Перуанского контакта, пригласили на контакт, их всегда приглашали в отдаленные регионы, там в пустыне Чилка и так далее, им нужно было идти туда, ехать специально, изолированные места пустыны, нет никаких людей, никто никому, то есть никто не мешает. И в один раз их пригласили, значит, в горы на определенную там какую-то долину, я сейчас не помню точно. Но суть в том, что они поехали с палатками на несколько дней и у них делали остановку, и, значит, они поднимались в горы, назначенное место. И Карлос Пазвеллс, вот, с которым я лично знаком, да, здесь, он сейчас живет, здесь в Канаде. Говорил, значит, он, значит, было их трое, и он ушел вперед немного, значит, они поднимались вверх, и он ушел вперед, обогнал остальных, и, значит, поднимаясь по тропе, он видит навстречу, ален там присел отдохнуть, сейчас не помню, но факт то, что видит, что спускается сверху по тропинке человек. И он думал сначала, что турист, так как здесь, ну, здесь люди ходят по горам, все возможно, но он обратил внимание, что одежда у него была явной не для туриста, не для человека, который лазит по горам. Он одет бы на легке, там какая-то одежда, напоминающая сейчас кожу, но я сейчас не помню, то есть довольно легко одет, на что он сразу обратил внимание. Но это был человек, и он его заметил, этот человек, и он знаком показал, следуй за мной. Он за ним пошел, и они прошли некоторое расстояние, и в стене был вход, спуск вниз. И они вошли, спустились вниз, там была пещера, и он увидел там инопланетянина, которого он знал раньше, высокий, значит, высоченный инопланетянин Годар, и увидел людей, которые, некоторые из которых, или которые, он говорил, были этими интрапланетянами. То есть он одновременно в одном месте увидел и инопланетянина, возможно, там он был не один, и вот этих людей. И этот человек, который его пригласил, он был одним из этих интрапланетян, так называемых. Он говорил, что они, некоторые из них, то есть, видимо, там они тоже разные есть, и имеют внешние признаки, немножко отличные, лицо немножко другое там, то есть, отличаешься от человека. То есть, по-видимому, такие не могут быть среди людей ходить, потому что они будут, видимо, выделяться слишком. Но некоторые из них, говорит, они очень, ну, буквально, как люди. И потому, когда я спрашивал, значит, насчет вот инопланетян, ходящих в нашем обществе, значит, его мнение было, что это, скорее всего, вот эти интрапланетяне. То есть, интересно мне, чтобы узнать, что у него не было знания о людях, о планетянах, которые живут в нашем обществе, ходят. За исключением одного случая. Значит, он говорит, что, скорее всего, это были вот эти интрапланетяне, когда люди говорят, что они встречались с инопланетянами на улице, там еще где-то, да, контакты были какой-то. Вот. За исключением одного случая. Вот это будет следующая тема, следующая ступень, к которой я подойду. Так. 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 Это будет... Это вот, этот будет рассказ небольшой. Сейчас я посмотрю, есть ли у меня параллели с ним каким-то. Значит, так. Это Карлос Пазвеллс, живя в Канаде, он здесь имеет имя Вероника. Этому есть определенные причины, я потом, может, расскажу когда-нибудь. Ну, ладно. Так вот, говорит, что когда еще жила она в Бразилии, по-моему, если я не ошибаюсь, в Бразилии, то делали лекции, там были большие встречи, множество людей участвовало, значит, там большие очень группы были этого проекта. Совсем не сравнивать с Канадой, у нас меньше 10 человек. Вот. В Торонто. И однажды после... Значит, она говорила, что у нее есть имя, по которому ее знали те инопланетяне, с которым имел контакт. У нее есть постоянный учитель по имени Годард, то есть инопланетяне, с которым у нее контакт постоянно с первых дней. Это как бы ее гид личный, как бы контакт с учитель, как бы он его называет. И я сейчас не помню, в каких условиях, почему и зачем это было имя, но, по-моему, это дается имя, сейчас я вспоминаю из этого, из нашего инструктажа, книги, что на определенном этапе контакта человеку дается имя для духовной работы над собой. Это специальное имя. Я нахожу параллели с индусской традицией, когда дается духовное имя. Когда человек имеет духовного учителя, он ему дает какое-то имя духовное, там обычно это санскритское, да. Здесь тоже было это, что интересно для меня было обнаружить. И факт того, что она говорила, это имя не знает никто, кроме меня и этого инопланетянина, ее учителя. И вот, значит, после одной из таких ее работы, лекций, или что там было, встречи с массой людей в Бразилии, к ней подходит человек, по-моему, это была женщина, сейчас не помню, и обращается к ней по этому имени. Представляете себе, да? То есть, он говорит, никто в мире, она нигде не говорит об этом, это личное, только знает двое, она и инопланетянин. Вот другой человек подходит и обращается к тебе по этому имени. Значит, и кем это была женщина, что она стала говорить? Значит, это, видимо, было, я не знаю, по какой причине началось это знакомство, но она рассказала, я, в общем-то, об этом узнал, Вероника об этом нигде не рассказывала, никаких лекций своих, ни в своих контактах, ни в книге об этом, нет ничего. И об этом я узнал только, когда мы ехали однажды на результате нашей тренировки, значит, в целях нашей тренировки мы выезжали периодически за город, когда мы, значит, в медитации, мы пытались завязать контакт, чтобы получить информацию о появлении НЛО в небе. Это как бы ты получаешь время, если ты чувствуешь, что получил время, значит, ты записываешь, потом мы выезжали и проверяли, полученное время действительно будет НЛО, или это у тебя была галлюцинация, там, работа твоего мозга, да, показалось. То есть это была тренировка на способность, во-первых, различать мысли, и, второе, научиться различать источник. Есть метод тренировки, это известно, это делают все группы, которые, все люди, которые являются участниками группы в Южной Америке здесь и так далее. Ну вот, и вот мы ехали за город, и по пути, значит, я сейчас не помню, почему я начал упоминать цивилизацию с планеты УМО, вы наверняка не знаете, если вы не знаете, сделайте поиск. Планета УМО, У-М-М-О, на русском пишется, есть, на латинском тоже самое пишется. Вот, я просто читал историю, что было 50-е годы, значит, ученые, разные люди, в Италии, кажется, начали получать письма якобы от инопланетян, которые сюда прибыли на Землю с планеты УМО. И они там писали научные какие-то сведения, историю своей цивилизации, в общем, там много всяких подробностей. Даже какие-то научные данные, там какие-то свечи, не знаю, что они там знают, наука, астрономия, там биология, в общем, какие-то вещи. И потом я нашел якобы опровержение, что потом, значит, нашли, что там какие-то студенты развлекались. Ну ладно, значит, я так, возможно, да, я просто не хотел, даже, я даже, вообще, даже не смотрел в эту сторону никогда серьезно вообще. Там действительно разыграли, значит, и все. Вот, и я вот, по-моему, это упомянул, когда мы ехали на машине. И я сказал, вот УМО. Он говорит, нет, СУМО говорит, погоди, там серьезно. Я сейчас не помню, как она мне ответила, но сразу дал мне понять, что здесь что-то серьезное есть. Я говорю, ну да, не может быть. А вот так. И она мне рассказала эту историю, что во время, значит, после одной из ее встреч подошла женщина, и которая к ней обратилась по этому имени, который никто в мире не знает. И не может знать. Значит, и что эта женщина стала рассказывать, я сейчас не помню, она она была или еще кто-то с ней был, неважно. Суть в том, что УМО, она сказала, что это она одна из тех. И что, значит, какие, что я помню, это что они живут в европейской стране, в одной крупной европейской стране, я сейчас не помню, или мне Вероника сказала, что в Германии, или сказала, что вероятно, я сейчас не помню. В принципе, неважно. В одной из крупных европейских стран. Они там живут. То есть официально, если вы начнете сказать про УМО, 52-й год, по-моему, это дата их прибытия. Даже есть какая-то вроде фотография летающей тарелки там с символом, да. Все это как бы звучит так, не очень убедительно. Ладно. Ну вот, так вот, официально известная информация по 52-й год, когда это было снято. И, значит, с тех времен они основали свои общины здесь, на земле, в Европе. Значит, они выглядят как люди, то есть они могут свободно ходить в нашем обществе. Но они имеют какие-то особые признаки различия, по которым они себя могут друг для друга определять. Семьи, работа, они работают в нашем обществе. Человек с УМО может быть директором фирмы, понимаете, там быть еще где-то, быть ученым, на таком уровне. То есть они не имеют свои личные работы, они работают в нашем обществе. У детей есть свои детские сады, есть свои школы. Я сейчас не помню, если я не ошибаюсь, что эти школы сделаны, это какие-то, скажем, не значит, что это буквально, вероятно, здания, да, я не думаю. Вероятно, значит, какие-то частные школы. Если я не ошибаюсь, опять же, вот эти общие сведения, я думаю, я не ошибся. Но вот насчет школ, по-моему, говорят, что только они там обучаются, то есть они не смешиваются с людьми. То есть они знают друг друга, они воспитывают своих детей там, получают образование. Конечно, образование соответствующее нашему, чтобы не отличались, зная, как функционировать в нашем обществе. Вот. Но одновременно они имеют, конечно, и свои знания. Вот такая история. И какой еще интересный контекст всей этой истории? Это то, что не случайно они здесь, то есть не просто потому, что им негде жить. Она сказала, что у них есть договоренность с так называемой конфедерацией космической, да, конфедерацией, там, галактической федерации. По-разному называют эту организацию. Эта организация, это было создано, известно об этом в Пиранском контакте, тоже о ней говорится, это что в какой-то период времени цивилизации нашей галактики, да, достигали такого уровня развития, когда они могли путешествовать между системами, планетами, звездными системами, и они стали находить друг друга, сталкиваться, скажем так, да, обнаруживая общие интересы, общие цели, да, они стали в конце концов объединяться в некое общество, которое себя известно как федерация, там, планет, галактическая конфедерация, кто как называет. Вот смысл этой конфедерации. То есть это различные цивилизации, объединенные общими интересами и общими принципами, которыми все они, кто сюда включен, руководствуются. Есть и другие, которые, принципы жизни которых и вещи, которыми они руководствуются в их жизни, не совпадают с интересами и общими установками этой федерации, и потому они не входят в эту федерацию. Скажем, они могут относиться к людям, как мы относимся к овцам, например, да, мы берем овцу, стрижем и выпускаем, да, для овцы это может быть оскорбление, нам не наплевать, мы шьем шубу, там, одежду. Так, образно говоря, вот в истории пиратского говоря, так говорится об этом, что есть общества, которые так относятся к человеку, и это не соответствует тем принципам, по которым построена конфедерация, и потому они туда не входят. Это не значит, что они считаются злыми, какими-то там плохими, просто их принципы жизни другие. Это важный момент, потому что у нас сразу так, значит, у нас есть как бы плохие светлые цивилизации и темные цивилизации, да, мы любим разделять так. Но там дается по-другому информация, там говорится, что несмотря на то, что их, значит, принципы жизни не совпадают с принципами, по которым живут цивилизации, конфедерации этой, да, это не является причиной считать их злыми, негативными, темными. Вот такой контекст. Ну вот, вот эта конфедерация. Так, значит, теперь про УМО. Так вот, она сказала, что эта женщина из УМО сказала, что они имеют договор с конфедерацией на случай, если человечество разрушит свою цивилизацию, то им достанется эта планета. Понимаете, да, о чем идет речь? Они занимают абсолютно нейтральную позицию, они не толкают нас ни вперед, ни назад, они просто здесь и живут. На случай, если все делать до того, что мы себя разрушим, я не знаю, что это подразумевает, я не знаю, ли это там атомная война, или просто мы изменим климат настолько, что мы просто начнем вымирать, я не знаю. Но там говорится о том, что если земляне сам уничтожатся, да, сами себя разрушат там, или там как-то мы деградируем настолько, что цивилизация исчернет, они будут теми, кто из них будет жить. Они получили, скажем, разрешение на это. Такова информация от Вероники, которая сказала, что это женщина, которая обосновала фактически, что она является тем, кем она заявляет, она является. Вот такая очень любопытная информация. Это то, что касается УМО. Насколько, значит, про УМО письма, я их еще раз, я их не читал. В книге про контакт, о котором я буду говорить немножко. Следующим. Стефану Бречи «Массовые контакты» — это контакты, известные, это «Контакт в Италии», известный под названием «Контакт дружба». Я переводил документальный фильм о нем, вы о нем найдете, если сделать искать «Контакт дружба». Или у меня в «Контакте» в видеоколлекции «НЛО и жизнь во вселенной», там есть и документальный фильм. Вот. И Стефану Бречи написал эту книгу, и часть книги, посвящена массовым контактам. Книга называется «Массовые контакты». Часть книги посвящена разным случаям массовых контактов и связанных в истории, когда с пришельцем были. Вот. И в том числе здесь упоминаются такие, когда вот человек с космоса, да, вот инопланетянин там, или кто он там общался с известными. Вольтеро здесь упоминается, по-моему, цитата из письма Вольтера там. Сен-Жермен, который был реальной личностью, который, по-видимому, или был инопланетянином, или имел связь с инопланетянином. Здесь об этом тоже говорится. Есть письма современно. Вот. И часть книги посвящена этому контакту о Италии, который начался в 50-х годах. Сейчас не помню точно даты. И длился более 20 лет. Вот. Здесь говорится про умов, в том числе про письма, эти истории и так далее. Есть одно но. Значит, писем с того времени разошлось много, и сейчас пойди разберись, какой из них настоящий. Потому если что-то искать, то надо искать первоначальные, ранние письма 50-х годов. И опять же, надо быть еще уверенным, что это те настоящие оригинальные письма. Опять же, что еще переведено, тоже вопрос, я не знаю. Вот. Потому что после этого пошли еще какие-то письма, происхождение которых под большим вопросом. Потому каша получилась. И думаю, что лучше всего, если искать что-то, искать в самые ранние 50-х годов и, может быть, чуть-чуть позже. Потом наверняка появились подделки. Ну вот. Это то, что я хотел сказать про умов. Так. Значит, я упоминал Джорджа Адамского, 52-й год. Что он встречался с инопланетянами на... Тоже в нашем обществе. Он встречался, в частности, в Нью-Йорке имел встречи. И я сейчас не помню, я здесь о нем упоминал или нет. Но Тимоти Гуд я впервые узнал... Кстати говоря, именно от Тимоти Гуда. Очень интересный исследователь. Один из тех, которые я очень высоко ценю. Он имеет массу информации. Во многих случаях он лично ее добывал. Лично встречался с людьми, свидетелями, с контактерами. Некоторые контакты вообще не было известно. Если бы я его не читал, я бы их никогда не знал. И я до сих пор не слышу об этих контактах нигде. Хотя есть даже книжечка выпущенная в одном случае. Человек в детстве имел контакт, по-моему, в Германии это было. И написал маленькую книжечку про всю историю. И уже он умер несколько лет назад. И эту книжечку купил. Она там маленькая брошюрка. Я просто хотел иметь оригинальную всю историю. Я о нем узнал именно из лекций Тимоти Гудя. У него множество книг. Вот одна из книжек, которые имею. Вот это называется «Инопланетная база. Доказательства того, что инопланетяне колонизировали Землю». Тимоти Гуд. Значит, здесь он рассказывает о тех случаях, когда, значит, о базах. И в том числе о встречах людей с инопланетянами в нашем обществе. И он приводит случай, он, как пример, приводит контакт Джорджа Адамского, который начался в 1952 году. Это интересное совпадение, потому что у Митты, так называемые планеты, инопланетянами с планеты УМО, тоже прибыли или в 1952 году, или в 1950. Вот что интересно. А сразу проводя параллели, скажу, что Джерри Уиллс, о котором я буду еще говорить, который говорит, что он родился на другой планете, его сюда принесли в младенчестве. Его официальный день рождения, 1952 год. Интересно, да, вот сразу такие совпадения. Вот, значит, он, что мне еще нравится в нем, в темате Гуди, это то, что он критично оценивает информацию. В частности, он критично оценивает контакты Джорджа Адамского, о котором вы можете найти какие-то разоблачения. В частности, он говорил, что он контактировал с инопланетянами с Венерой. Значит, к чему отнеслись многие скептично, когда узнали, что там на Венере, какие-то условия жизни корабли его, которые он фотографировал, Джорджа Адамский, якобы являются подделками там. Абажор он снял от лампы, еще от чего-то. Один словом, это отдельная тема споров. Но есть пункты, которые не являются сомнительными. Например, я к Джорджу Адамскому относился очень скептично, и я не хотел слушать ничего о нем. До той поры, пока я не... В одном из документальных фильмов не увидел интервью с человеком, который был военным, я сейчас не помню точно, в США он, и он уже там на пенсии, конечно, давно, но он говорил, что он лично... Одно из всех сенсационных фото Адамского, это что он снимал не только эти летающие тарелки в виде вот этого, да. А он, если вы видите сейчас, да, вот это вот, вот эти вот, вот эти, да, это его фотографии. Но есть еще фотографии огромных, так называемых, материнских кораблей. Вот вы видите, вот это с правой стороны, вот эти фотографии, вот эти вот. Это он снял через телескоп. И он, значит, снимал, есть серия фотографий, когда из корабля вылетает светящийся объект, и это фото невидимо. Так вот, этот человек в интервью сказал, что я лично смотрел через телескоп Адамского и видел эти корабли. Вот, он является уфологом, он там, слушая его, возникает впечатление, что это серьезный человек, это как бы трезвомыслящий. Вот, то есть, по крайней мере, часть из того, что говорит Адамский, является правдой. Вот, но какая часть не является правдой, это один вопрос. Я не знаю, я не копал, я просто акцентирую на те вот, на такие фрагменты. И, в частности, Тимати Гудт об этом тоже говорит, что он, Тимати Гудт имеет очень большой опыт и знания по теме контактов, и на лоа случаев, и так далее. У него есть, говорю, много книг, есть одна из больших, одна толстая такая, в виде, как циклопедия, толстая книга называется, «About top secret», сверхсовершенно секретная. Но у меня это есть, но я даже нормально еще не изучал. Так вот, потому он, уже зная свои знания, обладая этими знаниями, опытом, Тимати Гудт говорит, анализируя контакты, значит, Адамска, он говорит, что у него есть признаки того, что его контакт настоящий, но есть какие-то сомнительные вещи. Ну, о чем я, почему я все об этом говорю? Значит, Тимати Гудт, сейчас я открою файл с его записями, Тимати Гудт, личные встречи. Значит так, он рассказывает о том, что у него было несколько случаев, когда он считает, он встретился с инопланетянами прямо в нашем обществе. И один случай был в том районе, где у Джорджа Адамского были тоже личные встречи физические с инопланетянами. Значит, Тимати Гудт приводит только три случая. Два из них очень интересные, один так себе, но я их проведу все. Я сделал перевод. Я, значит, две этих истории описаны в этой книге. Значит, они на английском. Это 205-я страница Personal Encounters, личные встречи, где он рассказывает о своем личном опыте. И потом я слушал несколько радиоинтервью и, по-моему, видел его выступление, которое я обобщил, чтобы получить наиболее полный рассказ из того, что он рассказывал. Его случай. И так, значит, Тимати Гудт. Ближе всего я подошел к встрече с Джорджем Адамским в ноябре 1963 года во время моего первого тура в США с Королевским филармоническим оркестром в Великобритании. Значит, основная профессия Тимати Гуда, он музыкант Королевского филармонического оркестра в Великобритании. Я сейчас не знаю, на каком инструменте играет. И так, как Лос-Анджелес был по пути, я решил доехать до его дома в Висте на автобусе. Но, к сожалению, расписание автобуса не совпало с моим, и потому я должен был оставить эту затею. Так, я надеюсь, что у вас видео идет. Идет. Хорошо вы видите меня. Однако, по дороге в Лос-Анджелес случился один любопытный инцидент, который оставил долгое и неизгладимое впечатление. 13 ноября мы выехали из Туксона, штат Аризона, в 500-мильную поездку до Лос-Анджелеса в конвое из трех автобусов. Где-то на полпути возле границы Аризоны и Калифорнии мы остановились у придорожного ресторана. Я сидел за столом с коллегами и мимоходом рассматривал стоявших в очереди посетителей, когда мое внимание привлекла необычная выглядящая девушка с народической внешностью. короткостриженными белыми волосами, деликатными бледными чертами и миниатюрной фигурой. Позднее мне напомнили описание Адамского инопланетянки по имени Кауна с ее почти прозрачной кожей. Интересно, вот эта почти прозрачная кожа совпадает с неким таким видением, я не знаю, как это назвать, которое было у меня, когда я однажды во время медитации попытался выйти на контакт с НЛО. И это началось после того, когда я слушая одну из лекций Стивена Грира, где он сказал, что их корабли значит объект какой-то, дежурный объект всегда над городом, над каждым городом есть некий дежурный объект, который всегда где-то здесь есть. И если вы там что-то делаете, я не помню, вы можете попытаться выйти с ним на контакт. Я сейчас не помню. Я не помню идею, что он говорил, вообще точно даже слов. Но я просто запомнилась идея, что всегда есть объект недалеко. Где-то, скажем так, возле над городом, да. Вот. И но чтобы визуализировать себе этот объект, я помню искал или это наоборот было, я смотрел какие-то видео и одно видео было записью в районе горы в США. Как эта гора называется? Священная считается гора. Я сейчас не помню там, извиняюсь название. Не важно. Там есть довольно много видеозаписи в том районе ночью, когда люди снимали с объектами, с этими, с техникой ночного видения на камеры и объекты, странные траектории летают и так далее. И они знают, значит, люди, наблюдающие, у них есть данные о спутниках, которые пролетают. Это не спутники, там ломанные траектории и так далее. Всякие вещи. И вот одно из видео ранних, когда только это начиналось, это, да, я смотрел. Там есть один человек, который имеет там частную территорию, частную собственность, и он ее полностью открыл для всех желающих приезжать и наблюдать. И он говорил, что даже приезжали ученые, которые это не афишируют, там и даже из НАСА кто-то приезжал туда посмотреть. Вот. Но, конечно, никогда об этом не скажут. Но, в общем, это он говорил. И вот он сам лично делал в начале видеозаписи, и вот она такая видеозапись, просто движется звезда. Томнонемый просто летит звезда. Но в его контексте это то, что вот это один из кораблей, который он наблюдал. Ну что, я взял это видео за пример. Я сконцентрировался, значит, когда я визуализировал, думаю, вот и буду пытаться выйти на контакт. Я смотрел это видео, потом я просто запомнил эту звездочку, да, как она летит, загрой глаза, расслабился, значит, просто, и все внимание, представляя себе эту звездочку, эту звезду, которая видела летящая. Это вот, скажем так, методика. Вы можете использовать это как методику, может, у вас что-то получится. И, значит, во-первых, очень важно, что, чтобы не было всяких мыслей, постоянно отвлекаешься, начинаешь ничего надувать, ничего не придумывать, ничего не хотеть, постороннего, да, вся, у меня была такая мысль, основная, контакт ради контакта, то есть только контакт, то есть я просто хочу установить контакт. Я ничего не прошу, не делаю никаких призывов, никаких матер, никаких молитв, ничего вообще, просто контакт. Моя мысль, контакт ради контакта, я хочу контакт все больше нечем и думаю контакт я четко у себя визуализируем мысленно представляю эту звезду светящийся этот он даже был больше на шарик маленький похож объект это было снято ночью кстати говоря я не знаю сколько прошло время несколько минут и было мгновение когда я вдруг увидел лицо и это было лицо на половину половина лица было это пришло очень быстро минут секунда может быть да но за эту секунду я успел заметить подробности которые просто трудно придумать за такое короткое время по часу скажу опять же скажу я ничего не придумывал я даже не на что будет не знаю кто будет будет ли вообще то есть я не было никаких представлений как должно быть если что-то появится до полная чистая значит голова да ничего не представляю просто хочу контакт мысль контакт я представляю эту звезду полная все концентрация как будто вот ты значит хочешь просверлить глазами эту звезду на то есть концентрация вот и вот на мгновение у меня возникло это лицо я его рисовал и просто образно говоря я не знаю сейчас не найду эту картинку наверное неважно это все равно картинка они точная суть то что лицо имела значит глаз и видит сторону глаз который имел миндалевидную форму то есть такую вот да он был темный я не скажу что абсолютно черный но и не видел ни зрачка ничего да значит что запомнилось вот за мгновение представьте себе да за секунду я успел обратить внимание такие детали это первое я видел кожу лица у где-то в этой области почему-то может потому что смотришь прямо да и видишь когда смотришь на человека как правило смотришь куда-то сюда или не в глаза посередине и вот я потому заметил больше всего эту часть кожа была бледновато так беловата белая с чуть-чуть синеватым с голубоватым оттенком но фактически белое она был не было мертвенно бледная она не была знать розовато белая она была голубовато белый голубовато оттенок был почти не заметны фактически это было чистая белая кожа но именно белая то есть не бледно как у нас да не розовато, а именно белое, чистое белое. И я даже видел что-то вроде сосудов под кожей, синеватые такие линии, которые мне наполли кровеносные сосуды. То есть она как бы такая полупросто, слегка просвечивалась. И у меня осталось впечатление от кожи, то есть это все за это короткое мгновение, что это абсолютно здоровое, как бы фактически как первозданное существо, то есть настолько здоровое, настолько высокое, идеальное здоровье, что, наверное, можно назвать первозданным. Но если говорить, что Бог создал человека, то представьте себе, что человек должен иметь идеальное, абсолютное здоровье. Так вот, и у меня такое было впечатление от этой кожи. Это просто впечатление было. Абсолютная молодость, какая-то божественная молодость и здоровье. И, значит, у меня было ощущение от кожи. Какая-то нежность, какая-то тонкость, я даже не знаю, как это передать. Субтильность какая-то. Я потом искал аналоги. Значит, фотографии людей, девушек, детей, портреты, значит, фотомодели. Я ни у кого не находил ничего похожего. Все, что я видел по сравнению с этой кожей. Даже вот красивая фотомодель, молодая девушка, ее кожа по сравнению с этой, это была как кожа сапога солдатского. То есть грубость, какая-то материальность такая, понимаете, землистость какая-то, как будто много земли, как будто много грубой материи. Вот такое было впечатление. От кожи самого молодого, красивого человека, который я только мог увидеть на фотографии. То есть вообще ничего близкого. Самое близкое, что я нашел, это на одной фотографии была кожа уха младенца, которая так слегка просвечивается, бывает подсветку идет. Вот какая-то часть уха у младенца имела такую кожу, которая по ассоциации с тем, что я видел, была близка. Вот такое сравнение. Так, и глаз, который я видел, естественно, когда видишь, значит, глаза, когда видишь кого-то, смотришь в глаза. Я, конечно, смотрел в этот глаз, и было такое ощущение, хотя глаз не имел никакого значка, как будто ты смотришь, не то, что ты смотришь, а было впечатление от глаза, изнутри как бы шло, да, какое-то, если просто пытаться описать, подобрать словами, ассоциации с тем, что я чувствую, это как бы бесконечная, безгрозничная космическая мудрость, понимание, всезнание, полное понимание, понимаешь, не просто знание, а именно понимание, мудрость, всезнание, как будто смотришь во Вселенную, такое, и эта Вселенная думает. Я не знаю, как это сказать еще, понимаете, космический разум, это слово слишком какое-то абстрактное, а здесь вот разум, именно живое, что-то, да, с таким невероятным уровнем. Вот это все за мгновение. И знаете, это опять же, это мгновение, мне, я нахожу параллели у разных контактеров, не у многих вообще-то, да, несколько случаев всего знаю, один из них Джерри Виллес, опять же, это, что информация может быть передана блоком, то есть сразу все за мгновение, это как бы печать, да, как бы впечатают, вот если стрель-матрицу, да, там есть интересный такой аналог, что вот хочу летать на вертолете, значит, загружают программу, все, я имею летать на вертолете, или там, я знаю кунг-фу. Вот, а здесь, вероятно, интересная такая параллель, интересно, откуда эти авторы матрицы это брали. Так вот, я встречал эту информацию о том, что информация так передается, и телепатически, кстати говоря, это передается информация похожим образом, то есть, когда мы говорим о телепатическом контакте, то это не только разговор, вы слышишь голос, да, это передача блоков, не то, что, как, не знаю, блоков информации, сразу целиком, скажем, я не знаю, вот, скажем, вы посмотрели кино, и у вас впечатление кино, да, все вот вы смотрели, два часа переживали, чувствовали, история, теперь попробуйте, расскажите это. Значит, вы будете только рассказывать слова, пытаться описывать, да, но все переживания, которые вы переживали в течение сеанса, вы не сможете передать. Так вот, представьте себе, что вы можете все передать, что вы можете передать не только рассказ, но и все переживания, и эмоции, и чувства, и все, что вы поняли и научились от фильма, сразу передаете человеку, И он сразу это все имеет без рассказа. Представь себе, да? Вот это телепатический контакт. Это не слова. И потом пытаешься его развернуть. То есть это мгновение, которое ты можешь разворачивать, это объяснять, рассказывать. Это, конечно, может быть и голос, который говорит, но это не только. То есть обычно телепатический контакт предполагает, что это голос, который диктует. Это не так. И потому телепатический контакт наиболее-более совершенная форма общения, чем словесный, потому что, смотрите, чтобы рассказать вам то, что я видела за мгновение, мне потребовалось несколько минут, когда я мог бы просто шлеп и передать все целиком. Как я это принял? Опять же, это было мгновение. За это мгновение успел видеть кожу, почувствовать ее молодость, абсолютное здоровье. И увидел глаз, который я смотрел, и я смог почувствовать бесконечное сознание, понимание, знание. Все это было мгновение. Вот это был результат медитации. Так вот, я извиняюсь, что я отклонился, но просто так вот бывает, что когда долго изучаешь тему, у тебя накапливаются знания, такие мелкие всякие подробности, которые иногда как бы лежат без подтверждения, без параллели. Просто у тебя это есть и все. И потом ты вдруг находишь какую-то историю, контакт, начинаешь его изучать и обнаруживаешь такие подробности, которые больше нигде не упоминаются, но ты их знаешь, потому что ты сам пережил или потому что ты из какого-то очень редкого случая тоже об этом узнал. Но так как у тебя не было подтверждения, ты просто, ну, интересно, и пока подождем. Вот так и здесь. То есть я, я уже, меня спрашивали, как ты можешь определять, что настоящее, что ненастоящее, вот истории контактов, всех этих, да? А вот так это и определяется. То есть это опыт и знания. И, к сожалению, я не могу научить этому, да? Как я могу научить опыту и знания? Я не смогу этого сделать. Это нужно самому работать, самому накапливать, изучать. Что я могу дать, это источники. Я могу вот рассказывать, что я сейчас рассказываю, но не более. Все остальное человек должен сам накапливать. И потом всегда будет скептицизм, всегда будет недоверие, то, что я рассказываю, а вдруг меня обманули, я по поводу того, что я рассказываю, я уверен, что меня не обманули, что я не заблуждаюсь. У меня есть как бы разные дополнительные подтверждения того, на что я опираюсь, что я это не обман. Ну ладно, вот такая история. Значит так. И Тимоти Гуд, возвращаемся к тому, что он рассказывал про эту тонкую, почти прозрачную кожу, калны, инопланетянки, с которой Адамский имел контакт. Продолжаю текст, рассказ. Значит, Тимоти Гуда о встрече с инопланетянкой в кафе или в ресторане. Значит, он говорит, Адамский был первый, кто заявил, что люди с других планет живут и работают среди нас, и утверждал, что его контакты часто происходили в анонимной обстановке ресторанов и лобби гостиниц. Я говорил с несколькими свидетелями, обратите внимание, значит, он не говорит, что только Адамский, он делал опрос, он искал свидетелей, он разговаривал с ним, встречался, делал свой анализ, проводил работу. Только после этого он делал выводы. Я говорил с несколькими свидетелями, которые имели похожие контакты и решил попытаться установить телепатический контакт с неизвестной девушкой, мысленно спросив ее, если вы с другой планеты, дайте мне какое-нибудь подтверждение этому. Немедленной реакции не было, но когда она вышла из очереди и проходила мимо моего стола, ее лицо неожиданно осветилось улыбкой, и она сделала глубокий реверанс в мою сторону и прошла далее в другую часть ресторана совершенно бесстрастным выражением на лице. Вот представьте совпадение, да? Значит, ты видишь странного вида девушку такую, ты мысленно ее просишь, значит, если ты так, то я думаю, что ты инопланетянка, дай мне какой-нибудь знак, что ты меня услышала, что ты инопланетянка. И вот представь себе, из всех людей, которые здесь стоят, именно она это делает. Интересное совпадение. Хотя я не помню точного расположения ресторана, я помню, что на одном из знаков на обочине шоссе было написано «Десерт-центр», что было недалеко от того места, где произошел первый контакт Адамского. Странное совпадение. Дальше. Четыре года позднее я имел другой подобный опыт, когда я был в США. В феврале 1967 года я был в Нью-Йорке во время серии концертов лондонского симфонического оркестра в Карнеге-Холле. В один полдень я решил провести эксперимент в виде телепатического контакта в лобби гостиницы Парк Шераттон-Хотел, который теперь называется Омни-Парк Централ. Она находится на перекрестке 56-й стрит и 7-й авеню, где мы остановились. Я только что вернулся после моей встречи с Маделиной Рудефер. Она одна из свидетелей контактов Джорджа Адамского в Вашингтоне, вокруг Колумбии. Маделина говорила мне, что она имела встречи с людьми из космоса и что это часто происходило в общественных местах. Я решил попробовать разрешить этот вопрос раз и навсегда. Расположившись на Софе в лобби, я послал приблизительно такой телепатический запрос. Если кто-либо из вас, ребята, находится в районе Нью-Йорка, то, пожалуйста, придите и сядьте рядом со мной и докажите это. Такой вот запрос, да? Нью-Йорк – это, конечно, очень оживленный город и в лобби гостиницы, видимо, не очень подходящее место для проведения подобного эксперимента. Множество людей, несколько из них весьма странных, если они были землянами, прошло в течение следующего получаса. Неожиданно в лобби вошел интеллигентный мужчина, чья манера поведения привлекла мое внимание. Одетый в темно-серый костюм с белой рубашкой и темным галстуком, он похож был на бизнесмена с Мэдисона Веню. Он был около 177 сантиметров ростом, то есть среднего роста, свьющимися светлыми волосами, загорелой внешностью, совершенно пропорциональными чертами лица и выглядел приблизительно на 35 лет. Он пришел и сел возле меня. Из дипломата он вытащил газету Нью-Йорк Таймс и износно-рочито поверхностным выражением лица стал переворачивать листы. После того, как он пролистал всю газету, я почувствовал, что пришло время спросить его телепатически, действительно ли он с другой планеты. И если это так, то не мог бы он подтвердить это, приложив указательный палец правой руки к правой стороне его носа, своего носа, то есть его, и задержать его в таком положении. То есть указательный палец правой руки к правой стороне носа и задержать в таком положении. Ответная реакция была немедленной и потрясающей. Не успел я передать свою мысль, как он сделал в точности, что я просил, задержав при этом палец у носа на некоторое время. Сидя ошарашенный, я недоумевал, каким же может быть следующий шаг, что он будет теперь делать. Расскажет мне тайны вселенной. Я пробовал еще немножко телепатии, но ничего не произошло. Наверное, я должен был бы завести с ним разговор, но будучи британцем, явно недостаток для межпланетных взаимоотношений, я воздержался подобной попытки. Также я чувствовал, что если мои ожидания были хорошо обоснованы, то это должен быть он, кто начнет подобную беседу. Мы оба тихо просидели несколько минут, после этого он встал и подошел к витрине сзади справа, около пяти метров от меня. Наблюдая за ним из-под тяжка, я заметил, что он не проявлял особого интереса к тому, что было на витрине, и еще через несколько минут он взглянул на меня долгим, парнизующим взглядом, повернулся и вышел на седьмой авеню. Больше я его не видел, но если бы увидел опять, то я бы его узнал. Может быть, он был обычным человеком, но более восприимчивым, который несознательно уловил мои мысли и повел себя соответственно, и я буду первым, кто допускает такую возможность. Но было в нем что-то странное, отличающее его от других, что я не могу просто так проигнорировать. Так, это 67-й год, Нью-Йорк. Первый был 50-й, первая встреча была 63-й год. И последний его короткий рассказ, это было уже дано в интервью его в радиопрограмме одной, в 2009 году. Этого нигде нету, ни в одной книге, насколько я знаю, то, что я имел, это он рассказывал в интервью. Так, в Европе в 2006 году, 2006 год, я увидел одного человека, внешность которого соответствовала известным мне признакам, то есть, как выглядит инопланетяне, да, европейской наружности, там, высокий блондин, да, и так далее. Я не знаю, он не говорит, но я просто подвожу-то, предполагаю. Я был почти уверен, что он не отсюда. Никогда не может быть абсолютной уверенности по поводу таких вещей. И я пробовал обратиться к нему телепатически. Это было на одном мероприятии, обсуждении, на котором я выступал с презентацией. То есть, это уже презентация, это уже выступление, понимаете, перед обществом. Там было около 80 человек, бывших политиков, профессоров из университетов. То есть, обретить внимание к обществу. И я был одним из приглашенных. Позже, на этом мероприятии, он подошел ко мне и протянул им, и я протянул ему руку, чтобы поприветствовать его. Он был последним из выступающих, и я сказал ему, я думаю, что вы обладаете очень большими знаниями. Он еле коснулся моей руки, и ощущение, скажу, было очень странное, не из приятных. Он мне сказал, какое. И он посмотрел мне в глаза очень-очень пристально, при этом без какого-либо выражения на лице. И все. Он мне сказал мне ни слова, и больше я его не видел. Я пытался получить видеозапись этого мероприятия, так как я был выступающим, но запись получить мне не удалось. Я пробовал фотографировать аудиенцию, но меня остановили, сказав, что фотографировать здесь не разрешается. Я успел сделать две фотографии, и в третий раз, когда я хотел сфотографировать этого человека, мне не позволили этого сделать. И я не помню в точности, что он говорил во время выступления. Все, что я помню, это, что речь шла о Земле, будущем и космосе. Как вам это нравится? Я спрашивал других, что они помнят, и они тоже не помнили, что он говорил. Вот такая история. Я, конечно, мог ошибиться, но не думаю, что это так. Вот такие интересные случаи. Есть, я нашел, что есть статья, которая является частью интервью с ним, которая записала Паула Харрис, это та итальянская исследовательница, которая здесь раньше сказала, он не помнил имени, Паула Харрис. Она, кстати, брала интервью у Вероники, участницы контакта, перуанского контакта. На английском есть запись, это было сделано год или два назад. Я, может быть, его переведу, потому что там много всяких интересных подробностей. Но вот здесь есть интервью с ним, с Тимоти Гудом, специфически об этих случаях и подобных историях. Я его не читал, я просто нашел ссылку. Оно называется Human Looking Aliens Among Us, если на английском. Инопланетяне, выглядящие как люди, значит, по-человечески выглядящие инопланетяне, находящиеся между нами, если так переводить точно. 2007 год, 11 августа, Паула Харрис. Я потом дам ссылки к трансляции, хотя это на английском, можно пытаться с гуглом переводить, можно читать. Ну вот, это вот очень интересные, на мой взгляд, примеры, то есть это уже не контактеры, понимаете, да? Кто-то верит им, кто-то не верит. Это исследователь, который имел личный такой опыт. Как всегда, это, как обычно, я бы сказал, это на грани то ли было, то ли не было, да? То ли верить, то ли не верить. И так это делается. То есть, я так понял, что они не стремятся дать о себе знать абсолютно открыто. Они как бы все так, намеками, как бы все имеет двойной смысл, да? Но в то же время это делается периодически, с постоянством. Я считаю, я так думаю, что следующий этап, который, по-видимому, сейчас начинает развиваться по теме контактов с, вообще, теме НЛО, уфологии, это тема о том, что они здесь, они в нашем обществе, и они оказывают на него определенное воздействие, влияние, находясь в нашем обществе. Вот. И естественный переход по этой теме следующий будет, пожалуй, я больше ничего не пропустил, Тимати Гуд, значит так, это, это, контакт, дружба, я сделаю контакт, дружба, это будет параллельно с другим, это будет параллельно с тем человеком, о котором я сейчас рассказал. Значит так, я еще не рассказал про контакты, вот тоже, когда была встреча. Сейчас я давайте отделю это, тач-такт, Тимати Гуд, Джим Спакс, я уже говорил, Инго Сван. Интересно. Я просто вижу, что очень много времени, значит, как скажите, вы еще не умираете, значит, от скуки, еще времени у нас есть, или я могу проложать, потому что уже более трех часов идет лекция. Так уж получается, или мне придется разделять лекцию на несколько частей, или я сразу все выкладываю. Так, смотрю, видеозапись идет у меня в компьютере, поэтому если там будет проблема, я думаю, что я смогу остановить запись. Так, контакт, дружба, Инрика Костил, Ринкон, да, контакт, я сейчас, значит, Инго Суан, мне еще раз, два, три, четыре, я начинаю думать, что про Джерри Уилса, про которого я хотел рассказывать, о котором я в самом начале сказал, когда я сделал анонс, что больше всего буду про него рассказывать, так, видимо, все-таки я сделаю вторую лекцию, вторую часть, потому что о нем много рассказывать, если не столько же, сколько я уже рассказал вообще, здесь, то по крайней мере, половина, то есть о нем много информации, и я сделал запрос, чтобы сделать с ним интервью, то есть поговорить по скайпу, у меня есть вопросы, которые он не раскрывает в своих выступлениях, я хотел бы их узнать, темы, которые он рассказывает, очень интересные вещи, я хотел бы узнать, можно ли о них, этим вещам, в этих вещах получить знания, и так далее, и посмотрим, как он ответит. Прошлое письмо, которое я ему написал, там я просто собрал информацию по одной теме, и я просто его переслал, думаю, может ему пригодиться, он мне ответил приблизительно через неделю, поблагодарил, и так далее, то есть я, а сейчас я ему написал несколько дней назад, и потому я думаю, что он, я просил об интервью в пятницу или в субботу, да, сегодня уже воскресенье, все, он мне еще не ответил, так что возможно ответить на следующей неделе, потому, скорее всего, в этом контексте я, наверное, сделаю с ним отдельную, про него отдельную лекцию, потому что я говорю, что то, что я вижу, просто многое слишком информации сразу, а о нем, наверное, можно читать отдельную лекцию, еще раз буду слушать его все записи, это многочасовые записи, то есть я имею в виду, имею, не знаю, штук 10, наверное, одних, только аудио, интервью в разных радиопередачах, каждое минимум полтора часа, два, полтора, часто он повторяется, часто его задают те же самые вопросы, он дает те же самые ответы, иногда он дает больше информации в одном случае, меньше в другом, вот, и я чувствую, что я могу лично ему уделить отдельное видео, это будет в том же контексте, что и сейчас, да, я говорю, у пришельцев, живущих на Земле, потому что он является одним из таких людей, я считаю, я пришел к этому выводу, анализируя то, что он говорит о себе и что говорит о своей истории, которую ему сообщили, он тоже имел физические встречи с инопланетянами, которые мы сказали, кто он такой, ну ладно, это отдельно получается, но я сейчас подойду к нему через другие примеры, так, итак, о встречах с людьми и так далее, в Нью-Йорке, есть еще один случай, который был позже, после Джорджа Адамского, это контакты Энрике Кастилло Ринкона, они начали с 1973 году, для меня эта дата интересна тем, что перуанский контакт начался в 1974 году, а контакт в Италии, контакт дружба, так называемый, он начался в сейчас я пытаюсь вспомнить, сейчас я посмотрю, в 1956 году и закончился в 1990, когда он был полностью прекращен, смотрите рамки, да, период времени, значит, так, инопланетяне планеты Умо приземляются в 1952 году, если не ошибаюсь, в 1950 или в 1952 год, Джордж Аданский в 1952 году имеет контакт, заявляет, что у него была первая встреча, есть еще один контактер, итальянский, Евгенио Сирагуза, я о нем очень мало знаю, есть немножко информации, я о нем даже не рассказываю, в 1952 год у него начался контакт, так, контакт итальянский, контакт дружбы заканчивается в 1990 году, контакт и реки Кастил и рекон, 1973 год, перуанский контакт 1974 год, да, и Джерри Уиллс был сюда принесен на землю как младенец в 1952 году, такой интересный период времени, да, сразу множество как бы параллельных событий в одно и то же период времени, итальянский контакт, мне вообще такое было впечатление, что перуанский является продолжением итальянского контакта, потому что есть высокие люди там очень есть, значит, я сейчас покажу картинки, некоторые сравнения, да, тоже и в перуанском контакте очень высокие инопланетяне есть, вот, значит, есть информация похожая, в общем, такие параллели, хотя не то же самое, вот, возможно, что один из проектов, знаете, вся эта тема, та же, как вообще тема НЛО, уфология, как я говорил раньше, важна не одним случаем каким-то интересным, а тут начинаешь видеть большую картину, как бы, да, когда делаешь сравнение со многими случаями, то есть, одно наблюдение НЛО ничего не доказывает, десятки наблюдений НЛО, имеющие схожие параметры, что-то доказывает, то же самое контакты, одна встреча контактера, который там где-то встретился и имел контакты, там массовые послания какие-то у него, это еще, это интересно, но этого мало, это один случай, но когда мы видим одно, два, три, четыре, десять контактеров, у которых наблюдаются похожие вещи, похожие информации, да, в том числе источники, которые не заявляются вообще, как контакт с инопланетянами, да, как я сказал, агни-йога, дроватская, которая с учителями встречалась в городе, физически у нее были встречи, то есть у нее были просто телепатические контакты, это не был спиритизм, с которым она, кстати, боролась, вот, и много она жила себе врагов из-за этого, вот, она имела физическую встречу, так же, как и Лена Рерих физические встречи с учителем, по-моему, это было даже в Санкт-Петербурге, если не ошибаюсь, вот, одним словом, это, все это параллели, понимаете, в некоторых случаях, не, говорю, это не Блаватский, не Лена Рерих, не говорят, что они контакты с инопланетянами, но я читаю их, и я присматриваюсь к тому, что имеется в виду под понятием Шамбала, да, они говорят, конкретное место в Гималаях есть, на моем веб-сайте, который я давал ссылку, да, моя Шамбала, там говорится, что есть конкретное место, где они живут, это, то есть, значит, вот, пожалуйста, фактически единственное место, которое я нашел, где говорится о месте, Ариаварта означает страна арийцев, это древнее наименование Северной Индии, куда пришли и где основались первые выходцы из Средней Азии после гибели Атлантиды, это наименование относится лишь к горным долинам среди Гималайского кряжа, а не ко всем низинам Индии, так, наша Шрама находится именно в древнейшей и наиболее священной Ариаварте, единственный ориентир, который здесь упоминается, все, ищи где хочешь, дальше там, да, и дальше такие, такие высказывания, значит, географу может успокоиться, мы занимаем на земле определенное место, значит, дальше, люди могут улыбаться, предполагая, что посланные экспедиции рано или поздно проникнут во все ущелья, но не забудем, что для преображения местности сила мысли отведет любой караван, также и химические воздействия не допустят любопытных, так охраняем братство, самые усовершенствованные аэропланы не могут определить наше место, отчельники, живущие по окрестным пещерам, составляют несыпную стражу, путники могут рассказать, как и надовстречный садху настоятельно советовал им определенную дорогу и предупреждал об опасности другого направления, сам садху не был дальше, но ему было заповедовано не направлять путников, садху знает о заповедной местности и умеет хранить тайну, ведь и вы выносите лаборатории за город и заботитесь о предоставлении спокойствия ученым, примите наши соображения и не сетуйте на отсутствие точного адреса, вот они говорятся о том, как это место образовалось, конечно не будем говорить о точном времени возникновения нашего места, катаклизмы сложили удачные условия, и при наших знаниях можно охранить центр от непрошенных гостей, явление ярких врагов позволено нам затворить входы еще плотнее и обучить соседей хорошего молчания, так, не будем забывать, что многие ашрамы должны были перейти в Гималайи, ибо атмосфера других мест сделалась невыносимой, невозможной, ну и так далее, здесь говорится о конкретном месте, значит, вот еще интересно, в разных временах мы проявлялись в странах Запада, мы даже имели, кроме восточных ашрамов, и наше убежище в западных городах, в Лионе, Нюрнберге, в местности недалеко от Лондона, недалеко от Петербурга и в Италии, так, кроме ашрамов восточных и египетских мы должны были иметь оплоты в некоторых больших городах, нужно не забывать, что борьба с силами тьмы вызывала и надобность многих мер, и так далее, в общем, есть еще такое, каждый сотрудник братства приходит в близкое соприкосновение с тонким миром, мы имеем целые твердыни в этом мире, уже знаете названия их, уже слышали об удивительном дереве и строениях, созданных мыслью, нужно особенно ясно осознавать эти обстоятельства, чтобы направиться в Докиут, Докиут это именно такое место, которое находится в тонком мире, мысль и так далее, и так далее, обитель Гималаев находится в постоянном общении с обитателями с обителями тонкого мира, ну и так далее, в общем, конечно, видите, это многоуровневание, обногоуровневое как бы бытие, да, то есть это не просто некий центр в Гималаях, это еще некие центры вообще в тонком мире, представляете себе уровень, да, причем они говорят о лабораториях, а даже о собственных музеях, в которых хранятся какие-то уникальные вещи, которые они используют для собственных исследований, Елена Рерих видела эти музеи, она описывает, она видела их в лаборатории, они говорят об этом, то есть они ученые в том числе, вот, так вот, что я хотел сказать, почему я там говорить, что вы слышали, что я говорил про из перуанского контакта, что есть у них подземные места, где они находятся, да, в основном говорится только про Южную Америку, понятно, потому что только об этом идет речь, там, там, основной контакт Южной Америки, у меня сложилось впечатление, что Шамбала является одним из таких мест, то есть то, что мы любим называть базой, да, но база, как я говорю, это у нас такое представление военное, что-то там техника, там какие-то склады, потому я не называю это базами, потому что это не техника только и не только там склады, да, хотя там будут лаборатории, там может быть, там место жительства, несомненно, все это сделано для того, не потому что им негде жить, как я говорил, а потому что это определенная работа, какие-то исследования, и эти места необходимы, чтобы жить, работать, провести какие-то исследования, еще что-то, даже проводить обучение, Так, и, наверное, теперь будет вполне логично, если я перейду к следующему случаю. Это контакт Энрике Кастил-Варенкона. Значит так, сейчас я покажу картинки. Мы все любим смотреть картинки, да. Так, это... Сейчас переключаю. Так, это фотографии из книги. Энрике Кастил-Варенкона. Сейчас я найду, минуточку, книгу. Показать книги. Вот эта книга, которая у меня есть, это копия, это я сфотографировал. Перевод на английский, с испанского. Енэ Ло, Гритню Даун, Великое, Новое, как это назвать, Восход для человечества, или как это перевести, в общем, говорится о некой следующем эволюционном шаге, да. Для человечества. Очень интересная книга, ничего на русском, к сожалению, нету, я ничего не переводил. Я рассказываю несколько только фрагментов. Это Энрике недавно, он умер несколько лет назад, в 2003 год. Это в то время, так он выглядел, вот это, он в разных конференциях участвовал, вот видите, да, Жак Валейский, вы его распознаете, слева в наушниках сидит. То есть он был известен в определенных кругах. Вот это фотографии из книги, с какими-то исследователями, я не помню, там одна из них «Контактер», по-моему. Вот это из сравнительно недавних фотографий, я не знаю, что это за тарелка, возможно, это просто иллюстрация Энрике слева. Это просто одна из его таких более последних фотографий. Вот, значит, фотографии его книги. Вот это история, и как он встретился с инопланетянином, когда он покупал билеты в кинотеатр. Это иллюстрация, конечно, не отображает точно ни вид одного, не вот Энрике справа стоит, инопланетянин слева. Значит, он не поставлял себя, как инопланетянин в самом начале. Значит, я читал, буду рассказывать по памяти, история такова, что он стоял, значит, в очередь в кино. И какое-то хорошее кино там или что-то, и, значит, похоже, там билеты кончались. И вдруг к нему подходит человек и говорит, знаете, у меня два билета, один лишний. Не хотели бы вы пойти со мной в кино? Интересное для начала, для «Контакта», да? Да, конечно, он не отказался, значит, и они посмотрели вместе фильм. Что-то там обсудили. И потом, значит, договорились, давайте, значит, он, по-моему, пригласил, я вот сейчас не помню, или Энрике пригласил его, или он его пригласил к себе в гостиницу. Я сейчас не помню, но неважно. Одним словом, они встретились в гостинице в номере, посидели, поговорили, кажется, даже что-то выпили там, виски или что. То есть, в фоне нормальные человеческие отношения. Он сказал, что любит там музыку, Бетховена, что-то такое, не помню, классическую. Вот, и, значит, потом они, так они познакомились, подружились, и у них еще были встречи в дальнейшем несколько раз. Значит, этот человек с собой всегда несет такой чемоданчик, вы видите, есть на рисунке. И в этом чемоданчике, как он говорил, он имел, он видел, что он имел какие-то косметические средства. Он говорил, что он является дистрибьютором какой-то фирмы. Он там, значит, что-то с косметикой связано, да, не понял. В том числе он сам эту косметику использовал для своей кожи. Он был чувствительный к солнцу, и он заметил Энрике, что он прятался от прямых солнечных лучей. Даже когда они были на пляже, он не куплялся в море, он сидел под зонтиком и всячески закрывался от солнца. У него была бледная такая светлая кожа. Вот, в общем, такие подробности. Я сейчас не помню все истории. Было в их разговоре такой интересный момент, значит, когда Энрике его спросил, вот он как раз читал какую-то заметку в газете, вот там про НЛО, значит, вот люди видят НЛО. Вот что вы думаете, что вы скажете? Он еще ничего не подозревал, кто это такой, он даже не знал даже, да, хороший знакомый. И он ему отвечает, это значит, хороший знакомый, говорит, знаете, вот ученые говорят, что вот это и вот это, значит, там, что-то это. В общем, он высказал позицию науки того времени. И что это, скорее всего, эти все НЛО, это, возможно, наша какая-то земная техника там, так как у нас холодная война, возможно, это там развиты какие-то технологии. То есть совершенно ушел от ответа и не заявил, о, я инопланетянин, значит, это мои корабли. Вот, ну и так далее. Потом были еще какие-то невстречи, он там что-то еще рассказывает о нем, я не помню всех подробностей. Потом у Энрики начались контакты, которые начались, как это началось и в пиранском контакте, с попытки выйти на контакт телепатическим способом и через автоматическое письмо. Кстати говоря, почему я вообще стал его интересоваться этой книгой? Потому что я узнал от Вероники, что ребята, которые начали контакты в истории пиранского контакта, значит, их отец организовал ежегодные такие, как бы, конференции, на которые съезжались интересные люди. Там кто-то преподавал йогу, там даже были американские астронавты, приезжали в гости, они рассказывали. То есть разные интересные люди. В том числе там были контактеры и в том числе был приглашен, я не помню, или сам Энрики, или представитель его, который рассказал о контакте, о том, как был завязан контакт, он посещал группу, там, медитирующих, занимающихся медитацией, попытками выйти на контакт с пришельцами из Венеры. Я сейчас не помню. Вот на эту тему. И, значит, эти ребята, после этого, наслушавшись, решили тоже, давайте поконтактируем, да. И они начали именно тоже, сел, взяли листок бумаги, значит, авторучку, расслабили, значит, и, значит, обращаясь, я не знаю, как-то они обращались, к инопланетян, значит, выйти на контакт. И потом, через несколько попыток, неожиданно для них, они сами испугались, рука стала писать, тот парень не мог даже что-то делать с рукой, она была парализована, то есть кто-то полностью уладел его рукой. И текст потом был такой приблизительно, это место хорошее для контакта, значит, я такой-то, такой-то, мое имя такое-то, будем продолжать, и так далее, значит. Так это началось у них, пиранский контакт. Потом, позже, у них начались послания, записывали им всякие послания, это делалось несколько недель, по-моему. То есть не было никаких физических встреч, и только потом, значит, Карлос Роберто Пазуэллос, который сейчас живет здесь в Канаде, с которым я лично знаком, он стал, как бы, думать, а вообще он, это товарищ, значит, он вообще, это вообще инопланетянин, с кем мы разговариваем, да, может, это игра воображения, может, это наше сознание, может, там еще кто-то, да, значит. И они его спросили, а ты действительно, значит, инопланетянин, значит, да, а ты физически, да, да, и физически, а можно тебя увидеть, как-то встретиться с тобой? Да, можно, значит, представляете себе, да, хорошо, значит, и он дал им место встречи, им время. И так произошла первая встреча, но физически не было, не видели человека этого, они прилетели, несколько объектов, которые полетали над ребятами там, они ехали далеко, значит, пустыня Чилка, и полетали, и улетели, и потом сказали, что сейчас, значит, мы не можем приземлиться, вы еще к этому не готовы психологически, да, будет проведена работа с вами, и после подготовки будет встреча, и потом, через несколько недель, корабль приземлился, вышел человек, была встреча, они вышли в корабль и так далее. Так вот, похожие были этапы, то же самое у Энрики. И вот здесь есть рисунок его, из его книги, вот это, видимо, оригинальный рисунок, это более усовершенствованный рисунок, то же самое, говорит оба, только, по-моему, как-то здесь они вывернуты, или это две разные истории, я не помню. Неважно, в общем, первый его контакт физически был вот так вот. Вот его пригласили, значит, у него были теопатические контакты, потом, значит, он то же самое попросил о появлении корабля, значит, потом корабль появился, значит, видели его, значит, люди, несколько людей было свидетелями, и потом с ним контакты стали продолжаться отдельно от группы, там у них началось какое-то брожение мозгов, в общем-то, и он как-то от них ушел, он стал не нравиться там, но с ним продолжались контакты, и, кстати, они стали завидовать ему, что как это так, там есть ведущие группы, и вот, и контакт на контакт вышли не с давними участниками группы, а с этим новичком, да, в общем, там возникли какие-то зависть, нехорошие вещи людские, да, и он оттуда ушел, с ним продолжались контакты, и произошла первая встреча, его, значит, назначили на планетельное место далеко где-то, он должен был ехать, он долго ехал, там несколько часов на автобусе, в какую-то местность удаленную, значит, там вышел, попросил, чтобы автобус становился, этот шофер сейчас спросил, а вы точно сюда хотите, да, он говорит, да, точно сюда, потому что там ничего нету, поле, там куда-то далеко горы, и все, и ночью причем, ну вот, и потом, значит, он вышел, он шел еще сколько-то времени до этого какого-то озера, и он там, ему сказали, подведешь к такому-то, там признаки, ориентиры дали, он должен был найти под каким-то, на каждом определенном месте, там какие-то деревом, кажется, шар, и он шел, и он нашел шар, нашел шар, там, когда он его коснулся, там, по-моему, там что-то стало светиться, я не помню, и потом, после этого появились два объекта, и этот рисунок, вот этот, изображает тот момент, как эти объекты, когда эти объекты появились, значит, причем с них текла вода, он сделал вывод, что они находились на дне озера, его подняли в объект по лучу, вот, и внутри объекта он увидел вот это, это, это не фотография встречи, но это воспроизведение, как это происходило, по-моему, даже сделан, были какие-то передачи, или, может, документальный фильм про него, чего я не нашел, вообще про него как-то очень мало информации в интернете, я не знаю почему, есть в основном на испанском, есть даже его видео выступления на ютубе, но на английском я ничего не нашел, кроме этой книги, ну, есть какие-то, может быть, короткие заметки, ну, вот, значит, и его подняли по лучу в корабль, и в корабле он встретился с этим самым товарищем, которому предложил билет в кинотеатр, вот там он его узнал, и он понял, кто он такой, он был шокирован, конечно, этой встречей, вот, и вот так это была неожиданность такая, вот, значит, здесь, значит, размеры корабля, вот обратите, у меня есть интересные, что здесь, здесь размер, размером приблизительно 45-50 метров корабль, высота около 12 метров, три этажа внутри, 75-й год, другой рисунок, по-видимому, это его уже личный, здесь 96-й, а, это, я не знаю, что это такое, 96-й, может быть, это, когда он его нарисовал, попал, не знаю, здесь по виду другой корабль, или похожий, 45 метров, здесь говорится, что это корабль плеяд, плеядианской цивилизации, я не помню, откуда был вот этот человек, но что он имел контакт с плеядианцами, вот, это интересная сторона, мы знаем, кто у нас самый громкий контактёр с плеядами, это Билли Мейер, да, со всеми его компрометирующими всякими откровениями против него, которые я нашёл тоже, в общем, не знаю, что с Билли Мейером, может быть, это история та же самая, как с Билли, с этим самым Жоржем Адамским, да, что часть истории может быть настоящей, часть там что-то уже допридуманное, я не знаю, честно говоря, я его не изучал, но я Билли Мейера для себя полностью перечеркнул, потому что есть доказательства того, что он буквально выдавал фотографии из разных книг, за фотографии, которые он сам сделал на других планетах, или в прошлом даже, да, там, динозавры, он снял, значит, типа, путешествовал во времени, сфотографировал динозавров, а потом исследователи нашли, что это переснято из книги иллюстрации динозавров, в общем-то, потому для меня Билли Мейер, я не занимаюсь вообще, я не хочу даже его слушать. Ну вот, но здесь же Плеяды, значит, и интересный параллель, да, я не вижу, опять же, ничего похожего на рисунки на корабли Билли Мейера, потому, возможно, это... Вот еще один, кстати, кораблей маленьких, семь с половиной метров, тоже плеядеанцев. О этой обобща я просто много что рассказывал, но мне было интересно именно вот эта сторона, что он встретился на Сен-Сену-Панетяне, он прямо вот так вот. И причем похоже, что эта встреча была запланирована. Скажу, что до этого он видел НЛО. Он, по-моему, являлся не археологом, а этим геологом, потому что он был на вулкане каком-то, в этом... не в Бразилии, а в Боливии, со своим другом и с товарищем по работе, и прямо когда они были на вулкане, прямо над вулканом появился НЛО, они его видели близко. Вот они были шокированы, испуганы, и через какое-то время, не знаю, через несколько недель у него была эта встреча. Вот, то есть это интересная закономерность. Кстати говоря, в случае перуанского контакта я узнавал об этом, по-моему, есть книги о перуанском контакте, я не помню. Вероника мне лично рассказывала, что сначала они видели НЛО, видела их брат, значит, Карлос увидела, вот тогда был Карлос, значит, отец, по-моему, видел, да. То есть видели несколько человек, которые пролетели, или два, или один был объект, пролетели прямо над их домом. И, значит, тогда Карлос еще в то время подумал, значит, можно ли, он так думал и говорит, может быть, с ними когда-то встретиться, или там выйти на контакт. У него были такие мысли про контакт. Может быть, это было начало для этого контакта. Он говорит, я не знаю. Но вот это было случай. То есть, начало было НЛО, и потом, через какое-то время, был контакт, и даже физические встречи, и полет на корабле, и путешествие на их планету. Так это бывает. Интересно. Ладно. Так вот, здесь то же самое было. Сначала он видел НЛО. Как бы, понимаете, как бы те же самые этапы, да. И два случая, схожие, имеют сходство. Потом, значит, через какое-то время он встретился с этим человеком. Ну вот, это его очень короткая контакт. У него была очень насыщенная информация, контакт. Я просто не берусь даже больше ничего рассказывать. Единственное, что я скажу, когда он был широко известен, этот контактер. И, значит, конечно, было множество скептиков, которые пытались доказать, что он выдымал и врёт. И были передачи с его участием. И, как я читал в книге, что однажды, значит, видимо, дошло до того, что, значит, стали требовать доказательств. Я не помню ситуацию. То, что он сказал, что они предоставят доказательства. Какие он не знал, ему не сказали. И они сказали, что в такой-то день, в такое-то время будет доказательство. Значит, что было? Значит, был яркий солнечный день, ни одного облака над городом. Это был какой-то крупный город, я сейчас не помню. И прямо в указанное время над городом стали собираться тучи и пошёл дождь. То есть никаких прогнозов, да, ничего. Точно в указанное время, которое он сказал, будет доказательство, стали собираться тучи и пошёл дождь. И потом эти тучи разошлись, я не помню, как это закончилось. Ну вот он сказал, ну вот, и это было известно, то есть это было широко опубликовано, что будет доказательство, понимаешь, есть там камеры, вероятно, стояли, ждали. Я не знаю, не помню всей истории об этом в книге есть. Но вот такое было предоставлено доказательство. То есть интересный ход, да, никаких кораблей, ну вот, пожалуйста, вот вам облако посреди белого дня, и дождь пошёл. Так вот, и как закончился контакт? Там, похоже, что планы были очень большие. Он выступление, он не очень такие, значит, высокие, как бы, темы, которые он затрагивал, и связаны там с о том, что человечество делает с землёй, значит, охрана природы, изменение климата, чистота природы, там, против войны, я сейчас не помню, в общем-то. Довольно, я бы сказал, схожие темы, которые, о которых говорил и, например, Элджинио Сирогуза, и ещё там какой-то контактёр, я сейчас не помню. В общем-то, было время, когда вот контактёры такие вот послания давали на эти темы. И он тоже об этом говорил. Но потом всё неожиданно закончилось. И, значит, как это закончилось, сейчас я, если я где-то делал заметку, что ему просто позвонили... А, ну ладно, 90-е, я написал, что я в 90-м году. Просто звонок... Нет, не 90-е. 1976 год, 17 февраля. Просто позвонили по телефону. Он знал, кто звонит. Он сразу распознал... А, сначала он не хотел поднимать трубку. Тоже интересная такая маленькая, интересная такая подробность. Значит, он был в гостинице. Он готовился к выступлению. Очередное его выступление. Масса зрителей, значит, его ожидают. И в телефоне, значит, в номере звонит телефон. Звонит, звонит, он не поднимает. Потом, значит, или он поднял, положил, по-моему. Да, поднял, положил. Ну что, он готовился к выступлению. Как только он поднял, положил, телефон сразу стал звонить опять. Вот он в книге, он, значит, логическое рассуждение. В общем, очень логичный человек. Он много такой логических рассуждений. То есть, он был трезвомыслящий, скептично мыслящий человек. Вот что интересно читать его книгу. И, значит, он потом, думаю, значит, он пишет в книге, значит, я не представляю, с какой скоростью нужно набирать номер телефона, потому что вы знаете, да, что раньше, сейчас у нас кнопки, а раньше был диск, надо было набирать номер, да, и это занимало сколько-то секунд. Там, если посчитать, да, наверное, там, секунд 15-20, наверное, пока накрутишь всё. Но тут же звонок был практически сразу же. Он поднял, положил трубку, и потом опять сразу звонок. Он говорит, я не знаю, как можно крутить, с какой скоростью нужно крутить этот диск, набирать номер, чтобы так быстро перезвонить. Потому я сразу подумал, что здесь что-то не так. И он поднял трубку. И это был голос, он сразу узнал, кто с ним говорит. Это были один из инопланетян, по-моему, может быть, даже тот самый, я не помню. И это было короткое сообщение, его поблагодарили. Значит, и так далее. Там было что-то ещё сказано, и всё, что на этом официально, контакт закрывается, и они с ним распрощались, и всё. Ни НЛО, ни контактов, ни информации, ничего. Полный конец. Так вот, и там развивалась какая-то ситуация, сейчас не помню, там, значит, споры какие-то, скептики. Я так понимаю, а зная, как бы, как это бывает, что может помешать, я думаю, что ситуация в обществе стала развиваться в нежелательную сторону, которую бы не хотели. И не посчитали, что продолжать контакт при том, как развивается ситуация, дальше не плодотворно, и они его сразу закрывали. Похожая ситуация была в перманском контакте, уже в нашей группе здесь, в Торонто, когда, значит, у нас были планы, вообще этот контакт имеет определённые дальние цели. То есть не просто полетать, значит, и доказать, что эти ребята имеют контакт, что мы можем вызвать НЛО, а то, что есть дальняя цель, это выход на открытый контакт, но посредством групп людей, которые долгое время имеют общение с этими инопланетянами, они знают, кто они такие, они знают эти цивилизации, и потому есть ли произойдёт... То есть есть к кому обратиться и спросить. Есть люди, имеющие многолетний опыт общения с этими людьми из других планет, понятно, да, с конкретными. Вот, и появление НЛО в назначенное время, так же, как это было, вот, которое я переводил в книге, да, про пирамский контакт, то же самое у нас здесь было, да, и это было сделано в Южной Америке в 90-е годы, когда была масса журналистов, и все это видели, и планировали сделать то же самое в Канаде, в нашей группе. И цель была постепенно привлечь внимание средств массовой информации, постепенно это станет более и более известным, то есть это было бы приблизительно, ну, скажем, мы можем, мы имеем контакт с инопланетянами, можем это доказать публично, да, мы можем попросить их, чтобы они пролетели в такое-то время, и вы все это увидите на таком приблизительном уровне, да, и сделать публичное заявление. Все журналисты, кто хочет приехать, пожалуйста, добро пожаловать. Представьте себе, если бы приехал 1-2, например, да, появились бы объекты, может быть, даже днем, они бы это сняли, потом бы сказали, что мы можем повторить всем, кто желает, поехало бы уже больше, то есть постепенно нарасталось бы внимание общества к тому, появлялись бы вопросы, спрашивающие, и так далее, и так далее, и все представляете, да, что за история, откуда это, мне бы узнали о пиранском контакте, например, и потом, в конце концов, конечная цель была привлечь высшие слои общества, в смысле, руководств странами, в частности, конкретнее, это организация объединенных наций, потому что, по их оценке, это единственная организация на Земле, представляющая всех, то есть не одна страна, а какой-то центр, и более-менее представляющие все страны, да, что-то, какой-то аналог этой федерации, да, галактической, вот, холода, бедна, но это единственное, что у нас есть, так вот, и главная цель, конечная цель, была привлечь внимание на таком уровне, и в конце концов, сделать физическую встречу, но физическая встреча должна была иметь цель не рассказать о чудесах Вселенной, иначе не сделать космические подарки, и не раскрыть тайны там космоса, а именно сделать предупреждение, что ваша цивилизация идет направление к разрушению, разрушению вашей природы и Земли, ну, в смысле, природы и экологических условий, которые станут, в конце концов, невыносимыми для человека, что придет фактически деградация и исчезновение человеческой цивилизации, и это их предупреждение, и контекст того, что, во-первых, они сами существуют, говорит о том, что, сам их пример говорит о том, что есть какой-то путь существовать миллионы лет и не исчезнуть, то есть, их факт существования говорит о том, что каким-то образом можно жить так долго, чтобы пожить миллионы лет и достиг такого уровня, то есть, возникнет вопрос, а как же можно жить, что же нужно делать, да, так вот, они, это главная будет цель, как, насколько я знаю, главная цель встречи будет, такой публичного выхода, да, показать своим личным примером, во-первых, что можно жить по-другому и жить долго и процветающе, вот, и второе, что вы на Земле должны изменить свой образ жизни в направлении, значит, как бы сказать, неврожденным для Вселенной и неврожденным для вас самих, и тогда вы сможете продолжать ваше существование дальше, неврожденное, в том числе, для природы, да, ваше существование дальше и процветать, вы сейчас на развилке, то есть, или вы продолжаете ваш теперешний путь, и вы исчезаете, в конце концов, или вы меняете, пересматриваете принципы, как вы относитесь друг к другу, к странам, страны друг к другу и так далее, как относитесь к планете, что вы делаете по отношению к ней, вы это пересматриваете, вы корректируете свои действия, да, корректируете себя, и тогда у вас меняется ваше будущее, которое они показывали не очень светлое, да, вот, тогда вы выживаете, вы выживаетесь процветаете вот это да это дальняя цель перуанского контакта наверное не единственный контакт такой я не знаю но нашем случае это так вот я немножко уклонился значит в сторону вот но значит в его случае случае энрике костила ринкона по-видимому дело а значит почему я начал говорить значит было было были планы где-то несколько лет назад начать делать такие публичные выходы у нас в канаде в торонто той группе где есть и однажды у нас были встречи периодически на однажды вероника пришла и чем таком плохом настроении сказала что не сказали что деятельность группы на время приостанавливается то есть то что планируется нет не будет реализовано сейчас почему потому что ситуация в обществе сейчас неподходящие общество имеется ввиду вообще на землю не просто канады или какая-то страна в общество вообще да не никак бы не целесообразные для того чтобы сейчас им так проявиться и это было отложено на какое-то время вот и так это произошло да то есть я вижу параллели опять же то есть наша группа не закрыта сделана пауза значит вероника сейчас видела на дело значит паула харрис брали интервью год или два назад год назад теперь вот я видел веронику пригласили на несколько уфологических конференций впервые насколько я знаю как ни странного сейчас это вдруг началось вот возможно будет видеозаписи но я вижу просто параллели с тем как вот резко прекратили контакт с энрике кастило ринконом и как вот у нас в нашем случае здесь сделали такую паузу на значит на тех на том что предпринималось планировать предпринимать но это полно что это только пауза ну вот значит так контакт дружба но я не буду о нем рассказывать много я только проведу несколько параллелей а потом буду еще показать картинки которые хотел показать а еще по поводу ринкона что еще интересно было вот эта картинка и сейчас показываю это то что он видел что имеется обучающий центр у них это было где-то в андах обратите внимание анды тоже я не помню перу ли это была часть значит я даже не знаю анды все полностью это перу или еще какие-то страны неважно так вот и вот здесь он сидит тоже вот энрике сидит справа и можно лечить его лицо и он видел значит он значит его привезли в такой как бы можно сказать центр да то есть сделаны были несколько там дом дом домиков в которых жили люди он видел что это люди с разных точек земли потому что разных раз явно был кто-то из европы какие-то был азиатские расы значит был чернокожий в общем люди с разных точек планеты и все они проходили обучение инопланетянин как у здесь на картинке сидел и там давали знания по определенным темам контекст был такой что будет определенный момент когда это будет необходимо и эти люди должны эти будут знания раскрыть интересно что джерри вился которым я буду рассказывать видимо следующий раз уже говорит точно о том же ему тоже давали знания мы давали знания иным способом ему давали знания вот этими информационными блоками как я их назвал когда знание дается целиком да и потом она раскрывается со временем когда возникает как бы подходящие условия для этого и он говорил какие условия будет он должен был изучать научную литературу там какие-то теории еще что-то да научные ведь он должен был иметь научное какое самообразование чтобы эти знания как бы дать основу для раскрытия эти знания то чтобы он не просто как бы видимо нужно вот это нужно иметь собственное знание да об как бы базу до базовые знания должны быть чтобы этот это могло раскрыться и здесь я вижу параллель опять же вот как я говорю так вот и знакомишься с вещами и наталкиваешься на параллели я вам говорил раньше про контакт мои бодолбели сейчас покажу ее книги и ее саму так это не то так майя майя вот нас майя бодолбели это контактер я сейчас извиняюсь азербайджан или откуда я сейчас не помню откуда из того региона вы найдете если будете искать на фейсбуке она есть но она сейчас про контакты не пишет она написала вот эту книгу голоса вселенной но мне есть дал мой знакомый который ему она лично подписала или это мне было копия щас не помню книга выпущена 2002 году вот голоса вселенной где она полностью излагает как с ней начался контакт не началось через автоматическое письмо потом она слышала голос в общем там интересная очень тема это важно тема что информация не было научного характера но чтобы эта информация научного характера у нее корректно излагалась и она понимала о чем где-то речь она должна была изучать научную литературу по конкретной тем астрономия там физика еще что-то говорит я вообще вообще далека от этих вещей она там художник она там связана с культурой стихи пишет вот она должна была углубляться в эти вещи это было необходимо не было сказано что это было необходимо для того чтобы корректно записывать и потом излагать эту информацию и она это дело она изучала эти научные разные материалы нашей науки на вот она об этом пишет и потом она уже понимала что когда что-то идет речь она имела понимание что она записывает это было важно почему-то вот потом у нее были встречи с учеными филологами там каким-то известным философом которые тестировали и те вот она пишет в книге она называла имена не помню называет в книге имена таких она встречалась значит ее изучали в институте мозга человек в москве начаты еще в ком-то там где-то она встречалась и там филолог там или кто там был какой-то известный философ российский или какой сейчас не помню а задавал я такие вопросы которые человек не обладающий знаниями не мог ответить и эти вопросы были не ей лично те тому контакту с тем кто с ней был контакте она никого не видела за все время у него был только голос или голоса и она делал имела автоматическое письмо в том числе она рисунки рисовала в книге есть рисунки такие интересные закрученные спиралями всякими так вот и она давала ответы и дали список вопросов и она дала список ответов и эти были ответы на так уровне как этот оценили что человек не обладающий знаниями причем там закрученные были такие понимаешь не обладающий специальными знаниями человек не мог бы на них ответить вот там такой вывод в общем-то это уникальный пример и в книге не приведены эти доказательные записи того что она делала но у нее были также записи на арабском каком-то на какой-то древней версии арабского или какого там языка который она даже не нашла человека который мог бы ее полностью прочитать отрывками там какие-то знакомые слова причем это были стихи там какие-то в общем сложный такой контакт вот но мне интересно было параллель что и у нее и слухи джерри виллса человек должен был изучать нашу земную науку то есть иметь какие-то базовые знания по новым научным свете научные знания чтобы иметь как бы основание для как и не знаю как бы видимо чтобы это знание которое внедрялась в мозг до чтобы она как-то обосновалась правильно не знаю как там основалась укрепилась и не знаю даже деревьев тоже сказал что ему говорили что будет определенный период времени когда эти знания будут нужны он должен будет их видимо излагать вот пока что он у них не рассказывал или он кое-что может быть только упоминал своих выступлениях но он не говорил что это те знания которые мне дали это то что он говорит возможно звучит как это вероятно может быть я знаю я не знаю ну вот значит что еще осталось значит с контактом дружба язык что я хотел сказать вот так да про которой дружба проще будет если вы просто посмотрите их у документальный фильм значит я не буду его излагать я только и место было и отметила себе записях интересно параллельные такая вот как бы еще раз параллель это что во время разных сеансов контакта участники контакта имели получали письма в которых были ответы на то о чем шло обсуждение во время беседы например сидят люди сидят люди за столом вот эти участники контакта это там было много людей кстати говоря в италии в этом итальянском контакте участвовали которые обсуждают какие-то вопросы да и вдруг прямо над столом материализуется письмо которым есть ответы на то что они обсуждают и буквально то же самое происходило у блаватской когда обсуждались значит она по моему организовать такие встречи людей когда мы сидели за столом и обсуждали какие-то темы на вопросы я не знаю там эзотерические там кита что-то в том направлении дачу блаватской говорила и материализовываясь письма прямо во время беседы которых были ответы или информация к теме которая только что обсуждалась некоторые пытались значит доказать что блаватской обманывала там подкидывал кто-то письма кстати говоря этот феномен известных том числе и спиритизме когда есть контакт с духами и материализуется вещи которые могут прямо вот из воздуха появляться и падать на стол я не помню были случаи с записями какими-то вот так я извиняюсь тут солнце у нас вышло у нас же день надо немножко закрыть вот такие вот неожиданные параллели так я читаю комментарий человек пишет значит думаю со спутника все видно скрыть невозможно это это касается шамбалы где говорилось я видимо приводил цитату что даже совершенные планы не могут определить это интересно вот мне было бы интересно узнать если в гималаях места которых еще никто не изучал где не было человека мы имеем много фотоснимков да но что мы видим до горы и все там ручьи то может быть я не видел было бы интересно было бы кто-то расследование если места в которые не ступала нога человека буквально я знаю что в амазонских джунглях и такие места есть по крайней мере есть куда ни один ученый не проникал есть отдельные исследователи которые ходили бродили это вопрос и обошли ли все амазонские джунгли потому еще там и скажу много секретов хранится в частности джерри уилса который мне рассказал не раз он интересуется значит следами древних цивилизаций и он со своей женой лично нашли пять заброшенных городов амазонских джунглях о которых никто не знает причем что интересно они нашли это сначала они имели фотографию странного камня которые они или им кто-то прислал по моему кто-то прислал фотографию опять же кто-то ходил бродил по джунглям набрел на камень этот и похоже что это была часть какого-то таких-то там что-то было еще какие-то постройки там заросшие вокруг я сейчас не помню историю ленок на какой-то горе был они значит вознамерились потому что потом значит жена джерри вылса она исследовательница такая там очень хорошо работает с информацией она пришла как выводы что на этом камне изображает эта карта там изображена местности он говорит но нам нужно проехать туда и больше посмотреть то есть нужно на место прийти и не поехали на место и они получили подтверждение что эта карта потому что они говорили с местными жителями из каких-то там еще с гидов каких-то местных и она задавала вопросы если эта карта то это должно быть вот это вот это вот это вот это там находиться пещера и все что она говорила всем подтверждала то есть они под доказали для себя что эта карта и на основании этого камня они нашли несколько пять заброшенных городов которых никто не знает причем он говорят обширные обширные районы с постройками которые абсолютно заросшие джунглями их не видно с космос возможно есть какие-то контуры очертания как-то где-то я находил какие-то попытки исследования и нашли якобы какие-то странные как бы в джунглях такие как бы бугры которые напоминают пирамиды которые расположены на одинаковом расстоянии 4 там или 5 я сейчас не помню но не видно четко форма период на как бы как бы гора горки горки какие-то горки небольшие да но в то же время они расположены одинаковом расстоянии это совершенно неизведанные места но да амазоны там просто не пролазные джунгли я про я слушал что никто туда не идет некий ученые экспедиции потому что дорого и что изучать то есть если что-то нашли тогда организуется экспедиция там поедут а пока никто не нашел об этом никто не говорит то и ничего не организуется опять же это дорого там знаю там дорого это опасно потому что там насекомые ядовитые всякие рептилии там и комары там и болезни в общем это опасное предприятие потому это так как бы место само себя защищает мне интересно насчет гималаев если такие места вот так что ладно это так значит я допускаю что есть места которые не исследованы и мы как бы что-то имеем представление но на самом деле люди там нормально ничего не изучали не было экспедиции и так далее ладно так что еще хотел затронуть значит контакт должен был вы сами изучите он был тоже прекращен 90 год и опять же прекращен был по связи с тем что начались разногласия в группе какие-то внутренние конфликты людские проблемы и так как эти инопланетяне постоянно подчеркивали что для них любовь является руководящим законом они говорят даже техника которые они создают она работает только в том случае если намерение того кто ее хочет использовать является альтруистичными то есть она физически не может быть использована в чей-либо вред но просто отказывать будет работать или там сама уничтожиться не помню то есть это что-то вообще уникальное вот и тогда конечно же когда начались такие всякие трения до среди людей участвовавших в этих контакт а там было много людей насколько я знаю то инопланетяне решили что с этим проектом тоже ничего не получится и у него закрыли но там были физические встречи я сейчас покажу несколько картинок относящихся к этой истории в определенном контексте их покажу значит так контакт дружба это не то вот значит вот это это кенью это значит фото не опубликовано в книге контакт дружба который вам показывал но это фото идет насколько я знаю не опубликовано я сейчас смотрю сейчас эту книгу есть нет это книга есть это фото есть там только черно-белое здесь написано как has a spoken как нам было сказано об этой фото это один из w 56 in brunner's garden w 56 это так они называли цивилизацию с которой не контактами значит так я читал исследования значит они утверждали что эти люди невысокие вот например рисунок из фильма документально об этом контакте я просто взял из и сильно вырезали склеил до кадры такого роста были эти люди значит когда не было первая встреча это было в публичном месте это было какой-то замок там значит туристическое место там музей по-моему я сейчас не помню но там были какие-то скрытые входы куда-то в подземлю там был выход в одну из подземных баз который потом видимо был закрыт они говорили что подземные базы то есть опять же но я называю базу да имейте ввиду что огромные подземные помещения в которых там они живут и работают они говорили что они эти базы могут создавать и закрывать где угодно без каких-либо трудностей под землей и там показывалась технология что это не выкапывается база грунт сжимается то есть он прессуется и сжимается в стороны и таким образом создается пространство под землей и когда они хотят покинуть они просто отпускают грунт и он опять закрывает пространство без каких-либо выкапывания без каких-либо закапывания вот и проникали они в эту базу сквозь поверхность земли когда спи за создался специальный такое отверстие как бы до проходя когда не проходили сквозь ну как можно сказать не телепортация но они фактически проходили сквозь материю грунта и создалась как бы такой как пространственный коридор через который не понять попадали в базу участники контакта некоторые ну вот то есть вот такие высокие люди и утверждается что кению является один из них то есть это единственное фото инопланетянина который живет на земле который я знаю которым я более-менее доверяю это фото увеличенные зато портрета невысокой резолюции я че я нашел исследование одной женщины по поводу этой фотографии значит все что здесь известно и то что это снято в италии и это фото снято в саду одного из участников контакта в книге называется в книге бруно самочичи это пожилой человек который в конце фильма который перевел с ним интервью имеется ну вот значит она сделая опираясь на эти данные посчитала что вот это вот хвойное деревья который здесь растет это один из типов она посмотрела кисть хвойные деревья она нашла похожий по виду тип она измерила длину иголок то есть она не то что измерил она взяла буквально вырезала а где видны иголки здесь хорошо возле этого дерева и она взяла этой и при помощи их иголок так сделала иголка с иголкой в общем выстроила иголку иголки эти вверх и потом она нашла такой тип дерева как она считает здесь в италии и она измерила длину иголок и посчитав сколько иголок потребовалось чтобы измерить рост этого человека у него получилось больше трех метров сейчас не помню точно три с лишним такой приблизительно рост то есть это очень высокий человек я чит не искал информацию о самых высоких людях которые известны за историю земли нашем обществе да там в китае были там еще где-то и никто не был выше никто не был трех метров ни одного человека причем все эти люди были больные так как этот гигантизм так называемый это болезнь генетическая считается и такие люди всегда были больными у них были проблемы с органами у них не про не непропорционально были развитые это видно что он там голова немножко не такая там руки там и так далее и не все умели раньше времени здесь же абсолютно здоровый мощный человек и знаете такое впечатление я читал раньше когда я публиковал где-то критику что вот там смотри какой пуза ты значит какой же тут инопланетянин знаете я нашел фотографии с арнольдом шварценеггером в рубашке в майке такой летний он выглядит точно так же никакого пуза это просто свободная висящая рубашка и привезет на такие же атлетические ноги как у шварценеггера вот то есть вот это такой интересный портрет вот еще один рисунок из этого документального фильма про этот контакт дружба вот и вот этот маленький человек это тоже инопланетяне но это просто другая раса и вот они пришли первый раз двое на первый контакт он был около метра или чуть больше не помню просто очень маленький вот то есть разница да и это его бы этот инопланетянин это пойти но я интересно что не знаю ни одного случая контакта когда бы люди имели контакт с маленькими инопланетянами смысле людьми серых мы знаем гуманоидов у них там чуть больше метра ростом да но вот чтобы это был человек я не разница то есть что-то уникальное но это интересно то вот пожалуйста смотрите если вы поищите по слову по имени кенью латинскими буквами к-е-н-и-о вы найдете это фото вот книги она черно-белая то есть это из другого источника кого-то идет из этих из этих групп кто имели контакты эти в контакте участвуют в том числе люди из правительства италии то есть это не просто так были интересно ну вот что интересно видите эту картинку да это рисунок значит сделанные вероникой насколько я знаю перуанского контакта один из контактов когда была встреча с инопланетянами мне это очень напоминает вот эти вот размеры даем то есть обратите внимание конечно это ребята подростки сколько там метр семьдесят метр шестьдесят метр пить не знаю 60 до наверно средний рост но все равно то есть это гиганты и он так и говорит что это были великаны есть одна из раз которые они или контакт она была не отличались они были точно как люди значит вот пожалуйста это рисунок вероники которые публикованы в книге хуана хуса бенитеса значит это сейчас скажу в какой книге минуточку хуан хуса бенитес так где тут у нас книги так что-то я не вижу минуточку я не публиковал эту книгу странно а вот вот это вот в этой книге о внесос аля хуманидат мне вернули у вероники есть оригинал этой книги с подписью хуана хуса бенитеса который семьдесят пятом году подпись сделано и значит это вот рисунок оттуда вот то есть вот такой рост да это человек сапу вероники и и гид и учитель вот этот человек самый высокий вот такого роста человек с ганимеда на ганимеде это база ну не юпитера это подземный город ну не питера подземный подчеркнул не наверху и это человек оттуда но они они оригинально происходит созвездие центавра для человек сапу не минуточку гидер ганимеда и созвездие ориона начать человек сапу а это и созвездие центавра что еще интересно опять возвращаюсь к джерри вилсу он говорил что ему известно что есть на луне инопланетные базы и он про его про провозили то есть он по крайней мере один раз он летал на их объекте ему показывали одно из построек на базе он говорил это похоже по форме как вот если взять пилюли да вот как мы лекарство пилюли на форму представьте теперь разрежьте пополам и вот если положить и вот пополам да и вот раскройте представьте что вы разрезали не до конца осталось немножко да и раскройте это как негода получится такой вид постройки гра это огромная была постройка размера на со стадион наш если не больше а точнее каждая половина каждая было как стадион размером и они ему сказали что это передвижная устроен передвижная то есть она складывается буквально так как закрывается и перемещается в другое место и в другом месте раскрывается и база может быть там то есть у них это мобильные базы то есть им не нужно построил и все время на одном месте также если на случай если люди могут это обнаружить если возникнет какая-то опасность обнаружения они могут на ходу захлопнуть и увести эту штуку улететь это как корабль как город летающий вот это интересная такая подробность так что еще хотел показать то есть вот я вот читаю говорю что вот так вот читаешь случае ум наталкиваешься на такие параллели но джерри улспрома он еще говорил что есть база на луне и соскочил и начать с темы и он знает что есть база на луне юпитера он не называл ганимет но он сказал что я знаю что если них база также на луне питья но он не знает подробностей никаких но только пазы показывали что есть на луне вот интересная такая параллель значит такие вот товарищи на что еще так я рассказываю да я рассказывал про значит итальянский контакт значит я так что еще там можно сказать значит а гиганты вот этот товарищ так я делал потом сравнению некоторые наверно все-таки затрону немножечко так как я здесь хотел это подать в одном контексте это обратите внимание на лицо вот этого инопланетянина справа который стоит я скажу что у меня был сон который я все еще называю сном но он слишком странный потому что я с не видел вот такую же инопланетянина это был сон что я взят на корабль я не видел что я взят но я я решил что я на корабле потому что я видел землю как это бывает снимки нас сюда земля издалека в космосе вот я вот так видел землю туда и был какой-то момент я его думал что то я знал что я сейчас сплю я сейчас на земле дома в кровати я сейчас сплю да и в то же время я здесь я вижу эту землю такой интересный сон я видел двух таких вот людей высоченных мой мой рост метр девяносто пять его рост был такой что должен чтобы посмотреть ему в лицо я должен был забрать голову то есть я думаю что по три метра мог вполне быть его лицо вот когда я видел это рисунок это было фактически то что и видел и по описанию вот этот гид до справа у они имеют такую смуглую загорелые как бы красноватое лицо и белые волосы то есть белые не как у нас блондин желтоват а именно молочно-белые как вот знаете как шокотурка до белые вот и я именно такое увидела во сне именно с такой прической именно такое ли глаза поставленные широко да вот я читаю на 4 шокированного причем я это сон вилл где-то и не знаю я не слышал об этой истории я не видел этих рисунков и конечно я не знал описание и мне долго другое было другое представление о пришельцах и я тут и рисунок увидел я был шокирован это было и сон наверно был где-то занес за год не знаю до этого конечно и в канады вообще то есть это было я записывал сны тогда у меня были но теперь значит что я хочу показать это вот это джерри фото джерри он значит когда его видел это одна из причин почему я считаю что он не врет потому что тип лица который я вижу это тот тип лица который мне знаком из моего сна и похожий тип лица который описан на том рисунке но в отличие от этих всех он был вырос здесь на земле с самого младенчества но сказал что он его рождение было не на земле он родился не на земле его сюда принесли по определенной программе которая исчисляется неземными цивилизациями это когда ребенок их вырастает здесь на земле как человек но он имеет их сознание и их знание и он оказывает определенные скажем так воздействие на развитие нашей цивилизации с такой позиции как человек и он сказал что ему сказали что есть сейчас не помню точное выражение скажем так есть действия скажем так я сейчас не помню известные до которые были сделаны такими людьми ну скажем так открытие я не знаю какое-то достижение какое-то продвижение в жизни социума да еще что-то которые были сделаны людьми происходящими не земли повторяю он родил он что-то пронесли в 52 году вот вот его фотографии из интервью когда он был на фагерской на уфологической конференции его рост более двух метров два метра три сантиметра он выше даже меня я из литвы где все высокорослые да но это он говорит я с детства я знал что я вижу что я не такой как те мои родители которые усыновили то есть конечно эти люди вокруг него стоят это скажем так среднего роста это делаю женщина светлая вообще маленькая но это средний рост ну скажем метр семьдесят я не знаю там но понимаете да два метра у нас сабонис литве был если не помню сколько он 213 был известный баскетболисты сейчас не помню роста то есть это такие интересные параллели для меня конечно его другое фото 90 другим человеком которые но почти его роста да если бы я с ним был рядышком был бы не слишком большая разница но все-таки два метра три это для меня очень большой человек и это баскетболисты значит но я не буду больше рассказывать просто я все это сложил одну кучу здесь что провести эти параллели и на мой взгляд параллели существует вот но а джерри я буду рассказать отдельно вот такие вещи чем-то здесь человек пишет значит так чем-то истории этих контактов напоминают эксперименты альфреда штайннекера не могу ручаться за правильность произношение фамилии ибо не говорю по-немецки с телепатии с целью вступления в контакт с инопланетянами очень много параллели вроде центров обучения я совершенно не знаю о нем я я совершенно допускаю что кто-то еще мог это делать ироника говорила мне что она знает по крайней мере еще две группы она называла название которое говорит есть и другие которые имеют такое же название и они не то же самое то есть не пытаясь искать все равно их не найдешь которые выполняют похуже работу как и в перманском контакте то есть никто не утверждает что это единственный контакт параллельно ведется несколько проектов разного направления в том числе и похоже по той я не знаю вот это про этого немца как вы сказали но я допускаю что это может быть но я всегда говорю надо изучать надо знать все подробности доступные об истории о контакте что происходит кто что видел кто что знает какие знания к информации и так далее но я допускаю так что еще так я бы хотел показать также ревелс отдельно это уже факт что я буду ним отдельно рассказывать так это а ночи ты вот чё это будет последние на сегодня информации сколько будет рекордная на потрансляции до 5 часов надеюсь что вы еще не спите так сколько у вас на времени у вас по первого прекрасно потом записи посмотрим так но это я уже заканчиваю инго сван это еще один человек который лично встретился с инопланетянкой но это была встреча для него очень стрессовая и это по-видимому это инопланетянка не знала что он ее опознал инго свал это был очень сильный экстрасенс или его можно точнее назвать как это сказать ясновидящий он является основателем системы известный как ремонт вьювинг для разведки использованы в цру и агентство национальной безопасности сша который был создавался еще с не помню какие годы там 90 или раньше вот и инго сван был тот кто по просьбе цру создал эту систему что он не случайно не его использую потому что он продемонстрировал яркие способности необычные очень в том числе воздействие на приборы очень чувствительные значит и так далее видел то что они могли сквозь стены там он описывал закрытые совершенно изолированные приборы в общем-то воздействие на расстоянии там на растение еще что-то это научно и аппаратурно доказанные зарегистрированные значит его эти способности потому него использование это товарища для собственных целей и его была задача значит наверно чтобы вас правильно ввести в курс дела я просто прочитаю короткие заметки о том кто он такой так инго сван сейчас я найду про инго свана минуточку это очень интересный человек к сожалению на русском у него фактически ничего нет так сенситив инго сван есть статья на русском я дам сейчас название вы сам не найдете просто почитаем немножечко так и об истории так значит так коротко о нем из значит статья которая цитирую называется сенситив инго сван экстрасенсорное восприятие а извините вы эту статью не найдете я ее слава богу скачал сейчас я ее прошу по ссылке искал и не нашел потом я прочитаю потом дам ее выложу сами прочитаете тут немножко немало значит просто для введения американский художник скандинавского происхождения инго сван простался тем что может видеть объекты находящиеся на огромном расстоянии от него ему удавалось сделать точные копии картин которые он никогда в жизни не видел кроме того он демонстрировал удивительные результаты в сериях научных опытов по экстрасенсорному восприятию необычные способности появились еще в детстве значит бабушка его немка по национальности слала ведьмой в общем то здесь так вот да и здесь рассказывается что когда узнали в сша что в советском союзе выделяется огромное количество денег на исследование экстрасенсорных способностей с целью получения информации на расстоянии разведки они спохватились и начала они попытались проверить если что-то или подобное и инго свал был человек на котором это все проверяли и потом когда они удостоверились они значит захотели заработать собственную систему значит правительство сша обратилась гарольду пудхов у известному физику и стэнфордского исследовательского института он до сих пор жив насколько знаю имевшему также название офицера морской разведки с его помощью был разработан план исследования области экстрасенсорного восприятия вскоре пудхов и его ассистент так я вам рассказываю я лучше дам фото инго свана это более свежие фото я его покажу вскоре пудхов его ассистента рассел тар который тоже до сих пор же привлекли к сотрудничеству инго свана в качестве теста свану предложили увидеть внутренним зрением планету юпитер а затем изобразить видение на бумаге сван нарисовал вокруг планеты кольца хотя в то время о них еще не было известно чуть позже на орбиту юпитера запустили спутники пионер и пионер 10 когда фотографии со спутников сравнили с рисунком свана выяснилось что планету действительно окружают газообразные кольца и он еще сказал одну вещь он сказал что поверхность юпитера не жидкая там есть твердая поверхность он видел гору но это до сих пор не подтверждено то есть ждем открытие запомните просто это вот то есть он видел не только значит круг но он так это помещается у нас известно что сатурн ярко единственная планета который мы хорошо видели имеет кольца юпитер же считалось только сатурн считалось ими сейчас выяснилось что еще дальние планеты имеют маленькие кольца сейчас не помню плутон или какие там те дальние далекие вот свану пришлось пройти множество других тестов во всех опытах он демонстрировал блестящие результаты впоследствии в лаборатории появился второй медиум пэт прайс бывший комиссар полиции оба экстрасенсор обладали способности вести дистанционное наблюдение за различными объектами и чтобы в их условиях весьма пригодилась бы так значит в инго страна разработал систему называемая ремонт ювинг у него там сейчас не помню точное название но это был принцип названный ремонт ювинг если перевести это будет скажем удаленное видение или видение на расстоянии вот но смысл такой было задача была такая чтобы создать систему при помощи которой можно было обучить любого военного который мог бы потом ее использовать и смотреть на расстояние то есть снимать данные на расстоянии с любых объектов на любом расстоянии инглас вансис такую систему разработал и были люди обученные и у них были результаты эта система теперь известна и была группа первая ремонт вьюверов этих которые работали там пять человек по моему все они живы-здоровы проект официально закрыт он просуществовал 20 лет он финансировался правительством потом его закрыли из-за определенных проблем одна из которых это было предубеждение людей в правительстве так то там есть верующие люди то некоторые из них считали это дьявольскими проявлениями и это представь себе послужили создал стане создали давление такое что фактически проект был официально закрыт но люди которые там участвовали некоторые из них очень способны значит они считают что проект не закрыть на самом деле это перешло на частный уровень они в нем не участвуют по крайней мере так говорят но так как и учитывая то что этому может быть обучены люди то наверняка были найдены другие люди которые мы это обучены и опять же здесь говорится о том что конечно же каждый человек может быть этому обучен так как метод который создал инго сван показывает что любой человек имеет эту способность видеть на расстоянии причем не только на расстоянии но и во времени так как обнаружилось что ремонт-вьюверы то есть эти люди способны иногда путали время когда они что-то видели и скажем один из таких примеров часто упоминаемых в лекциях про ремонт-вьювинг это что одном этот пэт прайс который я упомянул здесь да очень сильный значит ремонт-вьювер операторы как называли он ему давали задание посмотреть и он смотрел одно место там дом был еще что-то дай бассейн и он нарисовал схему полностью как выглядит дом бассейн вся территория то есть он нарисовал бассейн он нарисовал две водонапорной башни и они посчитали что он ошибся хотя он был уверен что он не ошибся и после того когда он уже умер кто-то кто изучал его дело осмотрел кита архивы и обнаружил нашел исторические то ли фото то ли схемы этого этой территории и обнаружил что там на месте бассейна раньше стояли две башни то есть пэт прайс не ошибся но они ему сказали просто посмотри нарисуй и он посмотрел его фактически посмотрел во времени потому с тех пор а значит они стали значит научились что дают конкретное задание даже указывая время потому что человек может случайно посмотреть во времени и посмотреть и увидеть то что или уже прошло или еще даже может случиться и не об этом говорят что человек может быть будущее и даже системы из модификации этой системы которые позволяют скажем предвидеть изменения значит рынка акций там так далее то есть здесь есть минус что ты не можешь четко видеть цифры но они метод используют метод ассоциации когда с цифрами ассоциируется цвета например кита объекты и потом когда человек получает информацию он получает информацию не видит цифр о виде именно заранее значит цветов и еще чего-то значит о которых было заранее как быть образно говоря договорено что номер один это будет вот это номер 10 это будет вот это то есть есть это работает эти методики есть курсы в сша есть курсы в россии кстати эту статью которые сейчас фрагмент процитирую тоже про инго свана они будут цитировать пожалуй просто найдете сами значит так это ищите так история дистанционного видения так и вы найдете это rviewing.com точка ком это курсы я считаю это достойное внимание если вы делаете поиск истории дистанционного видения так вторая ссылка вот я делаю поиск google на тит метод dv дистанционное видение интуиции это действующие человек который юрий пичугин который ведет эти там занятия я просто отдал ему все материалы которые имеют по дистанционному видению которые я собрал на английском пустом отдал и говорю ты найдешь большее переменение для этого вот я не знаю его эффективность как он проводит занятия но информацию он на русской перевел хорошо и и значит там про инго свана тоже есть значит там есть на ссылке значит к сожалению инго сван умер год или два назад но были проблемы со здоровьем и как я узнал эти проблемы в частности было связано с его этими способностями виде потому что он смотрел луну и он увидел на луне кого-то да он видел людей двух человек странного вида и а он почувствовал что его заметили и он сам испугался и те кто из его просил смотреть луну это была какая-то секретная организация он даже не знал с кем он имеет дело представители этой организации к нему периодически приходили просили его смотреть луну вот и когда они увидели он сказал что я вижу он тут же потребовали ему сразу отключаться уходить потому что он так понял что были случаи когда экстрасенсы просто убирали те кого он увидел он боялся что они побоялись что с инго сванов случится то же самое то есть он и как говорится мозги зажарили да то есть он видимо или терял там рассудок или еще что-то но что он говорит я почувствую что меня увидели когда он смотрел смотришь на расстояние на луну говорит я вижу поверхность вижу двух два человека что-то делают они абсолютно голые то есть он не видел них никакой одежды и вдруг они обернулись и посмотрели его сторону как только он это увидел он сказал выключайся выключайся быстрее вот это описывает он свои книги одной которая очень редкая сейчас я нашел в интернете вот такие вещи так почему я все об этом рассказываю здесь есть в общем то так и минуточку я ищу как называется ссылка где вы почитаете про инго свана потому что там замешано много ссылок не очень удобно сформирован сайт так есть да значит заголовок такой отрывки из книги Ю Пичугина видение под грифом секретно там есть его фотография значит Пичугина там есть история этого всей этой технологии и слева есть меню со ссылками метод ремонт вьювинг если нажать будет метод ДВ об истории ДВ персоналии вот там будет про инго свана и будет теория будет применение и так далее в общем я просто хочу сказать что это сильный метод это работающий метод отличие от ясновидения очень важно в том что это технически как бы это сказать это контролируемые контролируемые метод каким образом человек не сидит не медитирует значит настраивается о я что-то вижу есть конкретные пункты по которым человек который должен что-то посмотреть проходит я сейчас не помню все я нашел просто значит инструктаж как это делается это люди которые работали в ЦРУ они полностью раскрыли этот метод то есть он есть в интернете ничего сложного нет абсолютно это простейшая вещь ну просто значит что причем один из этих ремонтвивов рассказывал значит что это со стороны были так все два человека разговаривают пьет кофе там может быть даже там коньяк может пить и он сидит на бумаге что-то записывает значит разговаривает он опять что-то записывает то есть никаких специальных медитаций настроек вот есть пункт есть метод пункты по которым проходит человек если он конечно уже мастер он быстрее это делает и он может видеть вещи на расстоянии и там например пункт такой значит что ты видишь там движение какое-то какое ощущение движения да и вот он описывает есть движение нет движения статично не статично ощущение материала материал там твердый пористый там мягкий еще что-то там там еще может быть цвет я сейчас не помню в общем по таким параметрам там есть колонки все это заполняется то есть человек не просто смотрит ой я вижу там да это буквально по таким пунктам записывается информация потом есть в общем и есть целый порядок постепенно и в конце ремонт вьювинг этот оператор может быть еще у него есть импульс какой-то что-то нарисовать скажем какая-то закрючка там какая-то линия он может это нарисовать он не знает почему у него импульс это сделать и потом значит что еще ну и так в общем я обобщаю да и ремонт вьювер не делает вывода что он видел эту информацию передается в случае с РО есть значит люди которые должны были работать с информацией то есть ремонт вьювер не знал что он видит что он смотрит ему не давали адрес ему не давали фотографию ему давали задания пронумерованное случайным номером запечатанное в закрытом конверте он просто настраивался на конверт в котором лежит номер причем конверт приносил человек который значит так скажем я даю задание да посмотри мне место на карте вот такой-то координат и я придаю этому месту случайный набор цифр я пишу это случайный набор цифр на бумажке запечатывая в конверт другой человек. Я ему говорю, вот конверт. То есть второй человек совершенно не знает вообще, о чем идет речь. Он даже не знает. И этот второй человек идет к операторе и говорит, вот конверт. Здесь задание. Это называется двойной слепой метод. То есть там может быть даже третий человек. Одним словом полная защита от того, что ремонт фейнер будет иметь ход, какое представление о том, что он смотрит. Так это все разработал Инго Сван. Он мог смотреть, он давал очень точные сведения. Этому этот мир не нужен был. Так вот, со всеми этими способностями Инго Сван описывает, как он встретился и увидел на планетянку в Голливуде. Значит так, я сейчас расскажу. Значит это уже США, это уже наше время и это будет последнее, о чем я хочу сегодня рассказать. Так. Минуточку. Проблема в том, что я не переводил эту историю. Да. Потому я расскажу в общих словах. Здесь большой текст, целая глава. Значит, книга называется Penetration. Проникновение, если перевести. И сейчас я найду обложечку этой книги. Это редкая книга, но я нашел ее в интернете. Я, когда искал на Амазоне, думаю, куплю. За сотни долларов продается книга. То есть это что-то вообще невероятное. Где тут у нас Penetration? Так, где тут у нас... Было уже, подождите. Где тут я ее положил? Извиняюсь, тут постоянно включается эта картина. А, вот. Сейчас есть другая обложка, я видел, но это первоначальная обложка, под которой Инго Сван эту книгу выпустил. Значит, я только о ней услышал, и потом стал ее искать. И потом, когда я нашел на одном веб-сайте, значит, сейчас ее уже там нету. В общем, это обложка книги. Это чтобы вы имели представление какое-то, о чем идет речь. Так. Значит, это Penetration. Так, глава, я сейчас не помню, какая там глава, неважно. Так, значит, он рассказывает о том, что встречается со своим другом Конрадом в Большом, значит, и готовится они там посидеть за столом дома, значит, там покушать, там выпить, может быть. Я скажу, что Инго Сван курил сигары. И это, кстати, вызвало проблемы со здоровьем. То есть, как видите, интересно, что это даже не влияло на его способность, извиняюсь, вот эта книга, не влияло на его способность видеть. Но я не поддерживаю это. И, кстати, в Агни-йоге говорится, что любое использование средств возбуждающих типа табак, наркотики, они как бы противоестественны, и они против этого. Они считают, что надо достигать. Они считают, они говорят, что самый лучший способ достижения раскрытия способностей естественным способом, естественным развитием, то есть, очищением от негатива, работой над собой, в общем, что у нас называют духовной работой над собой. это очень обобщающие, конечно, понятия, но в целом это избавление от негативных сторон в себе, в своем характере, в своей жизни и так далее. Это одно из условий. Вот. И здесь же есть люди, которые рождаются такими. Это другой разговор. Это не то, что ты должен развивать. Это человек такой, который уже таким приходит. В частности, возвращаясь к Джерри Уилсу, Джерри Уилсу, это человек, который обладает сильными целительскими способностями, которым он был известен раньше, и о том, что он родился на другой планете, он вообще говорил только потом, потом, значительно позже, когда его знакомые целители, с которыми он знаком, сказали, ну, расскажи людям вообще о своем прошлом, понимаешь. И он не хотел, но потом он решил, что, наверное, надо рассказать. Так он вообще был известен до сих пор как очень сильный целитель. И есть свидетельства, о которых я буду рассказывать в передаче о нем, видеосвидетельства, которые показывали по Fox News в США, записи телепередач, свидетельства живых людей, значит, удивительные вещи. Очень сильный целитель. Ну вот. Так вот, здесь, говоря, значит, об Ингосване, значит, он планирует со своим другом Конрадом встретиться, значит, и отправился в крупный супермаркет в Голливуде, Голливуд это город, уточню, а купиться продуктами. И, значит, он зашел в отдел, где, значит, фрукты есть, он овощи, фрукты, хочет купить артишоки, чтобы потом приготовить краба там, напичканного артишоками и так далее, там описывает он все это. значит, он говорит, что в супермаркете он видит большие столы наваленные с артишоками, он остановился возле одного, и возле одного из столов с артишоками он видел потрясающую женщину, он так и пишет. Потрясающая, равеншинка, не знаю точно, как перевести, потрясающая женщина, да? Значит, что было заметно, он сказал, что прежде всего не только, что ее ярко выраженные женские, значит, особенности, да, видимо, большая грудь там и так далее, бедра, но он сказал, что его больше привлек в тот факт, что они, все эти женские красоты были фактически почти ничем не прикрыты, то есть на ней был какой-то одет минимум-минимум. Вот, она была одета там, он описывает, какую-то минимум одежду, значит, там розового цвета, там что-то, какие-то горошек там, в общем, я сейчас не хочу переведить дословно, что-то такое крайне модное, видимо, мини, вот, и очень короткие шорты, настолько короткие, что фактически почти их нету, этих шортов, вот, и, значит, и все это завершает пара, значит, обуви на очень высоких каблуках и платформе, значит, так, и потрясающие копна черных волос, ее глаза были прикрыты очками с пурпурными стеклами, значит, все это было абсолютно потрясающе, как он описывает в своей главе, и я подумал, боже небесный, значит, тут восклицание такое, и фактически ему захотелось подойти поближе, чтобы все эти прелести рассмотреть поближе, тоже, да, так, он, я сокращаю, значит, и значит, так, значит, он под, значит, мы ее называем, так, и так, он бросил несколько артишоков в свою, значит, в свою, там, корзину, и тогда, восклицательный знак, абсолютно без какой-либо причины я испытал буквально электрический шок, там, у него, там, пупырышки на коже подскочили по всему телу, волосы на моих руках практически встали дыбом, и волосы на моем затылке наверняка тоже, у нее короткая стрижка, но не важно, значит, без какой-либо объяснения, и не понимая, что происходит, какой-то заня, какой-то мыслью себя я вдруг понял, понял, что она является инопланетянкой, мое горло пересохло, мои руки вспотели, стали тряслись, я решил немножко отступить, и начать анализировать, значит, что происходит, отошел там к апельсинам и там грейпфруктам, и, значит, там стал делать внимание, что там он интересуется, значит, но какие там апельсины и грейпфрукт, и когда, значит, это, да, и что он видит дальше, он вдруг видит в этом же зале, в этом же магазине двух человек из той секретной организации, которые к нему приходили и просили его смотреть на Луну, смотреть Луну на расстояние, да, и причем эти люди были близнецами, там такие странные близнецы таинственные, которых он постоянно здесь пишет, и вот вдруг он видит одного из них, совершенно потрясен тем, что он его здесь увидел, который этот товарищ одет, значит, типичный, значит, костюм, черный костюм, черные очки, значит, ну, как люди в черном, да, вот, и он смотрит тоже на эту женщину, и тогда он говорит, осталось оглядываться, наверняка, если есть один близнец, должен быть второй, да, он нашел неподалеку в другом направлении, стоял второй и тоже внимательно наблюдал за этой женщиной, значит, пытаясь понять, что здесь происходит, значит, этот один из них его тоже заметил и знаками показал, чтобы он немедленно отсюда удалялся, и, значит, и он отсюда ушел, и фактически потом, значит, еще там продолжается рассказ его, как он там с Конрадом беседовал, сидел, разговаривал, и он, значит, на встрече с Конрадом была еще какая-то удивительная там, какая-то женщина, его подруга или кто, и, значит, видимо, она имела какие-то знания, потому что, значит, он спрашивает ее, рассказал о том, что это произошло, и она сказала, да, значит, это, он говорит, что я видел, значит, что я видел, а он говорит, ты видел инопланетянку, что-то в таком духе, она его спрашивает, и он, значит, о каком смысле, значит, чего ты решил, он говорит, ну, потому что, говорит, их тут полно, они же тут есть, говорит, их тут полно, вот, ну и так далее, в общем, такая странная, такая встреча, и что было потом, значит, у него была потом опять встреча с этими представителями этой сверхсекретной организации, которых он даже не знал кто они такие и откуда вот и они его усердно спрашивали как ты думаешь она тебя заметила или не заметила она поняла, что ты ее видишь или она не поняла, то есть они его допытали были какие-то признаки, хотя бы какие-то признаки, что она поняла что ты ее видишь, что ты ее опознал говорит, да нет вроде ничего такого все нормально, а в чем такие беспокойства значит и они ему дали понять, что по-видимому у них был раньше другой человек другой экстрасенс, с которым они работали и видимо он значит имел похожую встречу, похожий случай и они фактически его видимо вывели из состояния довели до такого состояния что он потерял свои способности, я не знаю может быть он сошел с ума или что я сейчас не помню точного изложения информации но суть в том, если подвести итог что они явно не хотели чтобы люди способные видеть могли их увидеть и знать кто они такие и это значит потому эти люди из какой-то тайной организации так усердно интересны потому что они боялись, что с им Господом услышится то же самое я здесь опять же вспоминаю параллели значит я здесь не упоминаю сегодня одну контактершу из Канады, из Ванкувера которая имела контакты с пришельцами у нее много контактов значит с детства и в частности она интересовала значит она увидела этих инопланетян физически когда она была в Северной Америке в районе где живут племя Хопи американские индейцы одно из племен называется Хопи и он прямо на территории племени увидел инопланетянина которого она сразу узнала потому что не помню видела их раньше ну а тут ее поразил тот факт что там свободно находился там был какое-то кафе в кафе сидели еще два человека из племени Хопи продавец значит и заходит этот человек представляет себе ситуацию свободно заходит он одет в костюм обычный там одежда бежевого цвета они носят бежевого цвета одежду вот и они говорят мы встретились глазами и он мысленно ее спрашивает что ты здесь делаешь и она ему так же мысленно отвечает я сюда пришла потому что я иду домой такой был ответ там у него был контекст определенный что он называл идти домой не буду углубляться но короткий ответ они начали обменять взглядами ее что поразило что никто в кафе ни продавец ни два сидящих человека совершенно не обращали внимания на этого инопланетянина то есть как будто его здесь и нету хотя он имел выразительную наружность то есть необычные глаза такие она описывала и кстати это все описывали кого я знаю многие это описывала Вероника из перуанского контакта это описывает Джерри Уиллс который видел инопланетянина тоже лично встречался в Перу на Мачу-Пичу из цивилизации из цивилизации из этого как называется Плеяды да из не созвездия а это группа звезд Плеяд называется оттуда опять же Плеяды обратите внимание потом еще кто-то упоминал я не помню одним словом я периодически встречаю это что у них необычно яркие глаза причем необычного цвета например Джерри Уиллс говорит ярко-бирюзового цвета Вероника я переводил эту книгу о контакте в Перу тоже говорила необычных цветов глаза яркие такие такие вот необычные там ярко-голубого цвета там бирюзового цвета там еще какой-то интересных в Перу в общем совершенно необычные глаза таких не увидишь у человека вот здесь она говорила тоже говорит он должен быть заметен такой человек но у него совершенно никто не обращал внимания я думаю что это их воздействие такое потому что она писает еще два разных случая когда он увидел инопланетян прямо в Ванкувере в городском транспорте значит неопланетян одного было значит она была она живет в Ванкувере или сейчас не знаю возможно она переехала но она из Канады из того района я кстати был в Ванкувере недавно вот и значит она ехала она уже знает как они выглядят ехала в городском транспорте в автобус и вдруг на остановке в автобус заходит инопланетян прямо в автобус и говорит это он выглядит со стороны необычно то есть черты лица скажем человеческие все но вот эти глаза это явно ну люди обратят внимание никто в автобусе ничего как будто не видит как будто его здесь и нет он на нее пристально смотрит она сидит на него пристально смотрит значит пораженная что будет происходить дальше он приезжает на остановку выходит другая была ситуация когда она ехала на машине по Ванкуверу и вдруг подъезжает рядышком значит параллельно по движению подъезжает другая машина открытая и за рулем сидит и говорит сидит человек значит он рулит да то есть это город представляете себе значит и он едет и он вот так вот поворачивает говорит на нее так смотрит и он дальше продолжает управлять автомобилем и он так и это говорит такой же типа человек значит я еще не помню он один ехал или двое было значит он так ехал и на нее смотрел поясни потом он значит взвинулся я сейчас не помню и он ее обогнал или он отстал и есть она об этом рассказывает в своей книге которые она выложила бесплатно Blue Star Blue Star Prophesy по-моему значит предсказание пророчества о синей звезде или голубой звезде это одно из пророчеств племени Хопи кстати говоря о как бы о временах когда будут значит какие-то важные события на Земле происходить и они знают кстати об инопланетянах это индейцы вообще очень интересное направление в их культуре когда они абсолютно эта часть является их культурой люди со звезд star people как они называют это часть их культуры их традиция связана с этими с инопланетянами единственное что они об этом не расскажут потому что это как бы для них сокровенное знание я слышал такое вот когда один из индейцев представители говорил что говорит когда индейец видит скажем летающую тарелку это скажем или происходит с ним контакт он об этом не будет рассказывать потому что в его понимании это то что проис случилось для него лично то есть это что-то личное связанное с ним и он не обязан совершенно этим делиться рассказывать что инопланетяне реальны и так далее то есть это его личный опыт это личный опыт связан с духовным ростом но в общем-то совершенно другое отношение к этому и потому они об этом фактически ничего не рассказывают но в их культуре занимают место люди со звезд старпипл вот и кстати есть у меня одна лекция одного из представителей индейцев он как бы является хранительным верой я сейчас не помню какая точная его и вся лекция полностью посвящена этой теме так как он стал это намеренно изучать и он сказал дум считает что надо раскрывать эту информацию ну вот вот такие интересные вещи я не сказал значит об этом но это важно и значит так ну я я вот что думаю значит что пожалуй пожалуй на сегодня все сегодня было очень длинная и очень пожалуй богатая лекция с точки зрения информации опять же я не не берусь не ставлю это все в такую позицию что верьте я вам доказываю я просто даю информацию значит моя точка зрения такая что во-первых я слышал такие мнения вот тогда информацию мы сами разберемся там типа знаешь ну вот пожалуйста я даю информацию сами разбирайтесь но я не просто даю случайную информацию я даю то что я проанализировал оценил и то что я считаю достойно внимания и я это даю просто потому что ну как бы просто хранить для себя я просто вижу что есть недостаток информации на английском много информации на русском очень мало новые вот все что я рассказываю да разбросано или не переведено и я просто думаю что нужно это дать и вы сами разбирайтесь кто не верит это ваше дело я просто даю информацию вы сами как говорите решайте что вы с этим будете делать то что я даю я считаю настоящим я как бы пытаюсь это аргументировать и подвести под это основание ну вот значит понятно что сегодня про Джерри Виллеса ничего не будет потому что о нем самом много рассказывать и сегодняшняя лекция была очень длинная и так значит так про Джерри Виллеса я вероятно буду рассказывать или через неделю или через или следующие выходные да в воскресенье или еще через неделю в зависимости от того как я буду готов и мне все таки интересно как он это реагирует согласится ли он на интервью я это не буду интервью записывать чтобы здесь показывать я его запишу лично для себя просто чтобы объем информации просто не успеваешь переварить вот и просто буду иметь какие-то знания которыми я поделюсь если он что-то скажет есть одно направление информации которое я раньше не рассматривал всерьез и которое я сейчас начинаю присматриваться в зависимости от того что скажет Джерри Виллес об этом я об этом буду говорить или не буду говорить ну что на этом я заканчиваю следите за обновлениями на странице вконтакте и пожалуй все значит если у вас будут вопросы спрашивайте вопросы здесь на странице или в личном сообщении если какие-то мнения то же самое ну и все на этом я заканчиваю до свидания и до следующей трансляции до свидания